Девушки отдыхают «Ойла» — это научно-популярный журнал, который издается в 11 странах мира на пяти языках. Это журнал на казахском языке, а это на немецком, корейском языке и, конечно же, на английском. Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь дать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить глубину мышления. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, от которыми бились лучшие умы человечества. Наш журнал читает более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журнал даже в самые отдаленные регионы страны. У нас есть юный читатель в Ул-Люжу-Маскер-Витровской области. Доставка к нему обходится даже дороже стоимости самого журнала. Но мы просто не можем оставить этого ребенка без новых знаний. А еще Ул-Ла помогает учителям интересно вести уроки. Все это дает нам энергию создавать наш журнал. Сегодня Ул-Ла — это не только журнал, но и школа наук для детей. Мы ведем увлекательные курсы по физике, химии, биологии и математике, которые не похожи на школьные предметы. Наши курсы прошли более 700 детей. Энергия знаний бесконечна, но распространять ее можно только благодаря единомышленникам. Мы рады, что наш журнал нашел поддержку многих людей. Мы — команда журнала Ул-Ла. И мы хотим, чтобы наши дети умели думать. Уже девятый год в Казахстане успешно реализуется социальный проект «Кока-кола Белестере», который нацелен на развитие женского предпринимательства на селе. За годы работы в рамках проекта обучено более 35 тысяч сельских женщин, из которых более 3,5 тысяч участвовали в конкурсе на лучшую бизнес-идею. В итоге 81 женщина получила грант на начало или развитие собственного дела на общую сумму, эквивалентную 300-4 тысячам долларов США. Обладательницы грантов создали более 200 новых рабочих мест. Уникальность проекта в том, что он имеет простые и понятные учебные материалы, составленные на реальных примерах. Бизнес-тренеры проекта выезжают даже в самые отдаленные населенные пункты области республики. Все это делает проект доступным и полезным. За весь период проекта проведено более 350 тренингов в различных населенных пунктах. В 2020 году обучение проходило в онлайн-режиме. Истории успеха победительниц проекта «Кока-кола Белестере», их путь и достижения полезны миллионам женщин из всех регионов Казахстана. Служат им примером, являются вдохновением и стимулом смелее открывать собственное дело и верить в себя. Какое ощущение у вас было, когда вам сообщили, что вы выиграли грант «Кока-кола Белестере»? Я просто бомбила и разрывала изнутри. Я была одной из десяти. Это был просто взрыв эмоций тотальный, потому что я просто прыгала и скакала. Я волновалась сильно. Я сейчас помню, как все как в тумане. Конечно, это гордость. Я даже не знаю, как это описать. Столько людей. Я на сцену не выходила перед таким количеством людей. Вы хотели бы что-то сказать организаторам проекта «Кока-кола Белестере»? Масштабировать, чтобы количество грантов увеличилось в десятки раз. Чтобы женщины смогли реализовать свои мечты, бизнес-идеи. Это очень классный, замечательный проект. И хотелось бы, чтобы больше женщин получило такую возможность. Данный проект дал начало движению активных сельских женщин, которая в итоге способствовала созданию отдельной площадки – форума сельских женщин Казахстана. С 2018 года ежегодно проводятся областные форумы сельских женщин Казахстана. Итогом этих форумов является Республиканский форум сельских женщин Казахстана, в работе которого принимают участие женщины-делегаты со всех областей республики. В 2020 году проект «Кока-кола Белестере» стал доступен в формате онлайн-обучения для женщин, готовых начать или развить свой бизнес. Онлайн-школа личные подсобные хозяйства Farmerschool.kz предназначена для широкого круга населения и обучает разным видам бизнеса на селе. Платформа «Бизнес Тим» в социальной сети Facebook – это инициатива экспертов проекта для объединения всех желающих женщин пройти онлайн-обучение основам бизнеса, найти наставников и единомышленников в целях создания и развития устойчивого малого бизнеса. Результаты проекта «Кока-кола Белестеры» в Казахстане приносят свои плоды и вносят вклад в экономическое и экологическое развитие сельских территорий страны. Проект задействует росту вклада женщин в комплексное развитие села и достижению целей устойчивого развития ООН до 2030 года. «Кока-кола Белестеры» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Четыре года назад вышел первый номер журнала Ойла. Никто не верил, что печатный, да к тому же и научный журнал сможет стать популярным у детей. И это в эпоху Ютуба. Помню, как в самом начале отправляли наш журнал бесплатно в школу. А сегодня Ойла – это научно-популярный журнал, который издается в 11 странах мира на пяти языках. Это журнал на казахском языке, а это на немецком, корейском языке. И, конечно же, на английском. Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь дать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить глубину мышления. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, от которых бились лучшие умы человечества. Наш журнал читает более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журнал даже в самые отдаленные регионы страны. У нас есть юный читатель Вололи Жуныскер в Травовской области. Доставка к нему обходится. Приходит весна и приносит новые надежды и праздничное настроение. А Кока-Кола делает праздничным ваш стол. Площадь Кока-Кола. Вот это праздник. Мамины манты и Кока-Кола. Фантастика. Самса круче. Не-не-не, чебурел. Самса. А курдак просто огонь. А наш бежит. И дарят сайт не лайков. Встретим весну за праздничным столом с Кока-Кола. КОНЕЦ 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 Откуда берется энергия? Я черпаю свою энергию из работы с детьми. Вот какие навыки точно понадобятся ребенку во взрослой жизни? Математика, английский, программирование, физика. Что это? Нет четкого ответа. Ответ как-то сам пришел. Я работала еще с трудными подростками в Таразе, с детьми из детского дома. А когда я уже училась в Колумбийском университете на психолога-социального работника, я поняла, что детям нужны навыки, которые помогут им управлять своими эмоциями, мотивировать, самомотивировать себя, уметь справляться с трудностями, ставить, достигать какие-то позитивные цели, которые будут менять их жизнь к лучшему. Как молодой психолог, решила, что хочу работать именно с детьми, помогать им развивать свой эмоциональный интеллект и учить их быть лидерами. Наша команда создала вот такую уникальную программу. Это программа летнего лагеря «Будущее. Мой выбор». Это игры, это тренинги, это творческие занятия. Все они нацелены на то, чтобы помочь подростку понять себя. Благодаря поддержке партнеров ее прошли уже сотни подростков. Когда я ехал в лагерь, я думал, что это совершенно обычный лагерь. Поверьте, я никогда так не ошибался. Тренера, что там были, они научили меня понимать свои чувства, они научили меня понимать чувства других. Я стал более общительный, более открытый. Театр можно назвать формой арт-терапии. Взаимодействие с театром «Артышок» у нас достаточно давнее. Первый спектакль был о взаимоотношениях детей между собой, о взаимоотношениях школьников, а второй уже был о взаимоотношении родителей и детей. Все истории, которые мы брали для спектакля, для сценария, они были реалистичные. Нашим родителям часто нравится, как мы выглядим, с какими людьми мы общаемся, и музыку, которую мы слушаем и так далее. Поэтому мы решили, что пригласить родителей на наш спектакль было действительно важно. И они увидели себя в тех героях, в которых мы играли. Но спектакль открыл глаза не только нашим родителям, потому что и мы поняли свои ошибки. И я думаю, что этот спектакль очень сильно сблизил нас и дал нам понять друг друга гораздо лучше, чем когда-либо. Очень хочется, чтобы все родители принимали и любили своего ребенка вот таким, какой он есть, со всеми его достоинствами, недостатками. Мы, взрослые, должны научить детей генерировать именно положительную энергию. Тогда они смогут менять этот мир, делать его красивым, лучшим и более интересным. Я являюсь в чем-то, что победу, в Health and Humanism, с революцией об Земле. Я создава и проекции на Университетную, Амплификацию. Я рекомендую вас для посетить и дизлительную энергию для того, чтобы представить, с вами, о том, что ты любишь учитель и добро пожаловать из СССР. В мире, это烈... Камиль, которые выбирают учили сегодня, даже не могут выбрать. И я потребую всех силу вы, чтобы нас избили, и и기를 учили. Состоятельно, я хочу вас выбрать на этом фестакле. Уже девятый год в Казахстане успешно реализуется социальный проект «Кока-кола Белестере», который нацелен на развитие женского предпринимательства на селе. За годы работы в рамках проекта обучено более 35 тысяч сельских женщин, из которых более 3,5 тысяч участвовали в конкурсе на лучшую бизнес-идею. В итоге 81 женщина получила грант на начало или развитие собственного дела на общую сумму, эквивалентную 300-4 тысячам долларов США. Обладательницы грантов создали более 200 новых рабочих мест. Уникальность проекта в том, что он имеет простые и понятные учебные материалы, составленные на реальных примерах. Бизнес-тренеры проекта выезжают даже в самые отдаленные населенные пункты области республики. Все это делает проект доступным и полезным. За весь период проекта проведено более 350 тренингов в различных населенных пунктах. В 2020 году обучение проходило в онлайн-режиме. Истории успеха победительниц проекта «Кока-Кола-Белестере» их путь и достижения полезны миллионам женщин из всех регионов Казахстана. Служат им примером, являются вдохновением и стимулом смелее открывать собственное дело и верить в себя. Какое ощущение у вас было, когда вам сообщили, что вы выиграли грант «Кока-Кола-Белестере»? Просто бомбило и разрывало изнутри. Я была одной из десяти. Это был просто взрыв эмоций тотальный, потому что я просто прыгала и скакала. Я волновалась сильно. Я сейчас помню, как все как в тумане. Конечно, это гордость. Я даже не знаю, как это описать. Столько людей. Я на сцену не выходила перед таким количеством людей. Вы хотели бы что-то сказать организаторам проекта «Кока-Кола-Белестере»? Масштабировать, чтобы количество грантов увеличилось в десятки раз. Чтобы женщины смогли реализовать свои мечты, бизнес-идеи. Это очень классный, замечательный проект. И хотелось бы, чтобы больше женщин получило такую возможность. Данный проект дал начало движению активных сельских женщин, которая в итоге способствовала созданию отдельной площадки – форума сельских женщин Казахстана. С 2018 года ежегодно проводятся областные форумы сельских женщин Казахстана. Итогом этих форумов является Республиканский форум сельских женщин Казахстана, в работе которого принимают участие женщины-делегаты со всех областей республики. В 2020 году проект «Кока-кола Белестере» стал доступен в формате онлайн-обучения для женщин, готовых начать или развить свой бизнес. Онлайн-школа «Личные подсобные хозяйства» Farmerschool.kz предназначена для широкого круга населения и обучает разным видам бизнеса на селе. Платформа «Бизнес-Тим» в социальной сети Facebook – это инициатива экспертов проекта для объединения всех желающих женщин пройти онлайн-обучение основам бизнеса, найти наставников и единомышленников в целях создания и развития устойчивого малого бизнеса. Результаты проекта «Кока-кола Белестеры» в Казахстане приносят свои плоды и вносят вклад в экономическое и экологическое развитие сельских территорий страны. Проект содействует росту вклада женщин в комплексное развитие села и достижению целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Что такое энергия? Я верю, что энергия девочек может дать нашему миру инновации. Поэтому при поддержке наших партнеров три года назад была запущена программа «Гелс инстем», в которой я – ментор. Эта программа помогает девочкам заниматься наукой, технологиями, инженерией и математикой. Мы уже получили впечатляющие результаты. Наши участницы покоряют Кремниевую долину, собирают роботов, запускают мобильные приложения, об их проектах рассказывают на канале BBC. Я верю, что мы даем шанс каждой девочке заниматься STEM. Недавно в одном городе открывали IT-лицей, который хотели принимать только мальчиков. Но когда администрация узнала про достижения наших участниц, то изменила свое решение. Теперь туда принимают и девочек. Я заметила, девочки в STEM стремятся создавать социальные проекты, ведь так важно, чтобы наше изобретение помогало людям. Камкер – это мобильное приложение. И специальная кнопка, которую надо нажать, если вы попали в беду. Это ложка для людей в болезни Паркинсона. Из-за тремора им очень сложно принимать пищу. Но благодаря нашей ложке это сделать намного удобнее. Фрейнфайндер – прибор, который помогает сделать быстрый и безболезненный укол. Нужно просто навести лучи на обысь вены, чтобы подсветить ее. Это умная перчатка для людей с нарушениями зрения. Она позволяет ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться. На улицах мы часто видим заполненный мусором контейнер, поэтому придумали смарт-бин. Смарт-бин – это умный контейнер, который отправляет сигнал коммунальным службам сразу, как только он заполняется. Я очень хочу, чтобы каждая девочка могла стать ученым или инженером. Участие девочек ускоряет социальные изменения. Мы внедряем инновации во имя перемен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня на Central Asia Nobel Fest более 3000 зарегистрированных участников. Первые нобелевские онлайн-фестивали. Продолжение следует... 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 в Казахстане. В моем лекции я хотел бы поделиться моими исследованиями с вами. Я надеюсь, что вы могли узнать что-то из моего лекции и показать больше интереса в сайту и в сайту. Я надеюсь, что вы встретили с вами онлайн. Современный человек постоянно несет на себе груз ответственности и забот. Бороться с хроническим стрессом особенно сложно городским жителям. При этом психологический дискомфорт может стать причиной многих хронических недугов. О здоровье казахстанцев позаботились ученые Назарбаев университета. Эксперты объединили мудрость предков и ноу-хау разработки, выпустив новый биопродукт «Саумет». Его производят на основе национального напитка «Саумала» парного кобыльевого молока издревле известного своими целительными свойствами. «Саумал» изготавливают на заводе в Карагандинской области в сухом виде. Благодаря инновационной технологии сублимации, кобылья молоко сохраняет все свои полезные качества. Кроме «Саумала» в состав биопродукта входят растительные компоненты и метабиотик на основе культуры молочно-кислых бактерий. Выпускают «Саумет» в капсулированном виде на новой производственной линии завода. Целебное действие нового биопрепарата основано на уникальном сочетании внутриклеточных элементов, продуктов метаболизма молочно-кислых бактерий «Лактобацилус ромнозус» и «Саумала». Они помогают восстановить баланс кишечной нормофлоры, обладают антиоксидантным эффектом и ДНК-протекторным защитным действием. Кобылья молоко легко усваивается и обладает высокой биологической ценностью. Оно содержит около 40 биологических компонентов, необходимых организму. Это витамины А, С, В1, В2, В6, В12, аминокислоты, ферменты, микроэлементы и не только. «Саумал» нормализует обмен веществ, улучшает состояние здоровья и замедляет процессы старения. «Саумет» рекомендует применять при диарее, дисбиозе кишечника, во время и после курса лечения антибиотиками, расстройства ЖКТ, при поездках, связанных со сменой климата. Также биопродукт помогает защитить здоровье от негативного воздействия факторов окружающей среды, повышает адаптивные свойства организма при стрессе, улучшает моторные функции кишечника. Примечательно, что «Саумет» производят в соответствии с халау-стандартами. Дело в том, что большинство капсул лекарственных препаратов и БАДов делают на основе животного желатина. Для «Саумет» же используют растительное сырье, поэтому его с уверенностью могут употреблять даже вегетарианцы. На каждом технологическом этапе проводят строгий микробиологический контроль. «Саумет» назначают по 2 капсулы в день, во время и после еды. Продолжительность применения – 3 недели. Возможны повторные приемы в течение года. Перед применением следует проконсультироваться с врачом. «Саумет» – защитные силы природы на страже вашего здоровья. Наука всегда проливала свет на самые невероятные загадки и открытия. В мире, где ускоряются промышленные революции, знание – это главный компонент развития. Несомненно, пандемия это подчеркнула. Только страны, обладающие высоким научно-техническим потенциалом, смогут быстро возобновить рост и оставаться в авангарде развития. Пандемия стала ключевым изменением в мире. Мы просыпаемся и засыпаемся этой новостью. Изменяются абсолютно все процессы нашей жизнедеятельности. Трансформируется не просто работа университетов, но и их призвание, какими они должны стать в современном мире, как построить инновационную атмосферу и как университетам находиться в авангарде развития. Мы видим несколько ключевых элементов того, как создать инновационную экосистему в университетах. И на этом я бы хотел сконцентрироваться. Первое – это атмосфера свободы. Университеты являются ретрансляторами науки, а наука не имеет границ. Вузы должны создавать атмосферу свободы и среду для роста инноваций. Прежде всего, необходимо обеспечить абсолютную инклюзию и отказаться от любых барьеров и домов, которые могут ограничивать студентов в творческом процессе. Университет должен стать вторым домом для студентов, где они будут чувствовать себя комфортно. Свобода мысли, свобода слова, свобода исследований должны поощряться. Даже самые нелепые исследования могут привести к выдающимся открытиям. Это должно стать философией современного университета, который дает студентам свободу мыслей и знаний. Второе – это атмосфера инноваций. Необходимо отдавать студентам беспрепятственный доступ к различным ресурсам и пространствам внутри университета. К примеру, при многих зарубежных вузах действуют специальные инновационные гаражи. Их могут бесплатно и без препятствия арендовать студенты для воплощения своих проектов и идей. Доступ должны иметь даже те, кто уже закончил университет, или те, кто даже не учился в нем. Нужна постоянная связь между альмаматором и человеком, чтобы эта связь была длиною в жизни. Третье – нетворкинг. Как известно, нетворкинг – очень важный элемент для процесса создания инноваций и открытий. Все открытия так или иначе делаются благодаря другим открытиям или исследованиям. Взаимодействие с профессионалами своей сферы помогает взглянуть на свой проект под другим углом. И наука, и образование стремятся все больше использовать междисциплинарный подход. Общение с другими профессионалами является наиболее эффективным способом интеграции различных дисциплин и подходов. Именно инклюзивные пространства создают благоприятные условия для нетворкинга. К примеру, если университет открывает инновационный хаб, куда доступ разрешен другим исследователям, изобретателям и экспертам, тогда создаются дополнительные возможности для нетворкинга их студентов и выпускников. Четвертое – это устойчивый комьюнити. Университетам необходимо поддерживать связь со своими выпускниками. Необходимо мотивировать студентов вступать и быть активными членами студенческих комьюнити, проводить ежегодные встречи, давать преимущества, такие как бесплатный доступ на кампус, к каворкингам, пользоваться инфраструктурой, открывать стартапы в стенах университетов, проводить время в библиотеках, приходить в университетский спортзал, предоставлять скидки на дальнейшее обучение, скидки на обучение родственников и даже детей. Только так будет расти связь студентов с их альмаматом. Это будет важный шаг к созданию эндаумента в Казахстане. Пятое. Это софт-скиллз. Для эффективной кооперации и нетворкинга молодежи необходимы мягкие навыки. Многие студенты и выпускники не умеют правильно выстраивать отношения на работе и во взрослой жизни. Необходимо в программу университета ввести обучение софт-скиллз. Нужны предметы, которые будут мотивировать студентов показывать свою точку зрения, развивать критическое мышление, поощрять процесс принятия решений и обсуждения важных жизненных ситуаций. Шестое. Это обратная связь со студентами. Сегодня многие крупные компании уже исключили диплом о высшем образовании из обязательных требований. Этот процесс будет расширяться и увеличиваться. Представляете, сегодня нет многих специальностей, но уже существуют профессии с высокой оплатой труда, где нет необходимости диплома. Нужна обратная связь со студентами. Какие предметы они хотят изучать, что они хотят получить от университета, что хотят внедрить в образовательный процесс. Студент – это целевая аудитория, и его мнение имеет основополагающее значение. Седьмое. Это связь Академии и бизнеса. Не просто бизнес должен повернуться к университету, но и университет со своими знаниями должен развернуться к бизнесу. Университеты должны не просто нанимать представителей бизнеса, а создавать специальную программу, которая позволит профессорам взаимодействовать с бизнесом и консультировать их по важным вопросам. Академия должна понимать и знать бизнес-процессы, потому что она учит студентов работать так. И последнее. Обмен знаниями с ведущими исследователями мира. Конечно, несомненно, важным становится то, как университеты могут привлекать ведущих, международных экспертов и профессоров, преподавателя студентов. Это повышает уровень как в глазах студентов, так и в глазах профессоров и в международных рейтингах. Наш фонд инклюзивного развития поставил себе цель создать в регионе новую базу знаний благодаря привлечению ведущих ученых и проведению масштабных Нобелевских фестивалей по всему Казахстану и региону Центральной Азии и Кавказ. Так, первый Нобелевский фестиваль, который прошел 1-4 октября 2020 года, собрал более 10 тысяч зрителей, 125 университетов, 7 лауреатов Нобелевской премии, 3 лауреата премии за прорыв и многих других именитых ученых. Нобелевские фестивали станут постоянным и главным научным событием региона. Кроме того, мы планируем серию научных дней в университетах Казахстана по различным дисциплинам, где лауреаты Нобелевской премии и мировые ученые смогут преподавать в университетах страны. Мы приглашаем все университеты к такому инновационному сотрудничеству и коллаборации. Спасибо за ваше внимание и желаю всем множества новых идей и коллабораций. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое энергия? Я думаю, что это знание, которое двигает нас в прогрессу. Четыре года назад вышел первый номер журнала «Ойла». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помню, как в самом начале отправляли наш журнал бесплатно в школу. А сегодня «Ойла» – это научно-популярный журнал, который издается в 11 странах мира на пяти языках. Это журнал на казахском языке, а это на немецком, корейском языке, и, конечно же, на английском. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь ждать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить глубину мышления. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, от которыми бились лучшие умы человечества. Наш журнал читает более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журнал даже в самые отдаленные регионы страны. У нас есть юный читатель Володежин из Кервитровской области. Доставка к нему обходится даже дороже стоимости самого журнала. Но мы просто не можем оставить этого ребенка без новых знаний. А еще ОИЛА помогает учителям интересно вести уроки. Все это дает нам энергию создавать наш журнал. Сегодня ОИЛА — это не только журнал, но и школа наук для детей. Мы ведем увлекательные курсы по физике, химии, биологии и математике, которые не похожи на школьные предметы. Наши курсы прошли более 700 детей. Энергия знаний бесконечна, но распространять ее можно только благодаря единомышленникам. Мы рады, что наш журнал нашел поддержку многих людей. Мы — команда журнала ОИЛА, и мы хотим, чтобы наши дети умели думать. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Prize in Fundamental Physics for Research on Cosmology. I hope you can join us for the Central Asia Nobel Fest lecture series, where we can tell you more about what it is that we do. I look forward to seeing you there. Thank you. Bye-bye. Все, что нас окружает, города, дома, заводы, все это результат человеческой мысли. Все от страниц рассказов, книги до космических кораблей. Все это создано специалистами. Тельнейшие из них определяют развитие отраслей и профильных рынков. Это специалисты будущего. Жибанов Университи подготовил более 80 тысяч специалистов, которые развивают различные отрасли по всему миру. Свою историю университет Жибанова ведет с 1935 года с Актюбинского двухгодичного учительского института, преобразованного сначала в двухлетний женский педагогический институт, позднее в Актюбинский педагогический институт и, наконец, в Актюбинский региональный университет Кудыбергена Жибанова. Уже 85 лет университету Жибанова обеспечивает уровень качества образования в соответствии с потребностями рынка труда Западного Казахстана, внедряет инновации и научные достижения в производство и другие сферы жизни, развивает академические связи с партнерами для решения инновационных программ и воспитывает гармонично развитых личностей. Университет Жибанова – это 15 201 обучающихся, 6 учебных корпусов, 4 дома студентов, студенческая поликлиника, парк инновационных технологий, 30 исследовательских центров и лабораторий, 6 научных библиотек, дворец студентов, дворец молодежи, 7 спортивных комплексов и площадок, Центр студенческих инициатив, Центр обслуживания студентов, 131 филиалов кафедра университета. Жибанов University – это образование будущего, которое наступило сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Я работаю на факультет Медицинской области Технион, который является Институтом Технологичной института в Испании, Испании, Испании. Я также являюсь в том, что был лауреат на 2004 Nobel Prize в Кемистрии для обнаружения обучающихся, обучающихся, противопротеолитические системы. Я хочу участвовать и участвовать в Кемистрии Центр обслуживания в Кемистрии Nobel Фестивале, и я приглашаю вас всех, чтобы участвовать, чтобы мы участвовали, и чтобы участвовать. Но, в основном, я хочу вы узнать, из этого участия, один лауреат. Люди, как нас, которые сделали важные открытия, они человечества, именно как вы. Мы имеем две руки, две глаза, две ноги. Мы просто человечества, и если мы могли сделать это, вы можете сделать это, как вы. So, все хорошо, и я надеюсь, что вы увидите вас в следующем фестивале Nobel laureates в Казахстане. Будьте здоровы, и будьте здоровы. Великолепно к Централ-Азия-Нобел-Фесту в 2021. This is John Mather, Senior Project Scientist for the James Webb Space Telescope, working at NASA in Greenbelt, Maryland, the United States. I'm interested in the whole history of the universe, from the Big Bang to now, how life became possible on our own little planet, circling an ordinary star, how we can protect our planet, and how far we can go. I hope you will find the Nobel Fest a fascinating adventure. Hi, I'm David Spergel. I won the Breakthrough Prize in 2018, and I'm excited about speaking at the Central Asia Nobel Fest on my work and others on cosmology. Over the past 20 years, we've learned that atoms, the stuff that makes up us, makes up only 5% of the universe. So I'll be telling the story of how we probe the dark matter, the dark energy, and look back to the beginnings of the universe, and learn how structure, and galaxies, and everything else emerges. Look forward to seeing you soon. I'll see 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 you soon. You soon. I'll see you soon. I'll see you soon. I'll see you soon. что фестиваль пройдет на двух языках, поэтому выбирайте вам удобный язык, это либо английский, либо русский язык. Как говорила великий ученый и дважды лауреант Нобелевской премии Мария Кюри, наука – это основа любого прогресса, облегчающая жизнь человечества и уменьшающая ее страдания. И раз так, давайте начнем, стартуем нашу платформу, посвященную популяризации науки, обмену идей. Сегодня со мной идейный вдохновитель и зачинщик этого фестиваля, генеральный директор Фонда инклюзивного развития Махсат Курбенов. Махсат, добрый день! Здравствуйте, здравствуйте, Лязат, здравствуйте, очень рад вас видеть, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, уважаемые гости, я хочу приветствовать вас на втором Central Asian Nobel Fest, на втором Нобелевском фестивале, который буквально за один год стал самым крупнейшим и масштабным научно-образовательным событием региона Центральной Азии и Кавказа. Спасибо всем гостям, что вы с нами. У нас сегодня больше 20 тысяч человек, которые смотрят с нами так же, как и мы, интересуются развитием науки и образования в нашем регионе. Меня зовут Максат Курбенов, я являюсь директором Фонда инклюзивного развития, и наш фонд поставил себе цель – создать в регионе новую базу знаний. Благодаря привлечению выдающихся ученых, лауреатов Нобелевской премии и проведению масштабных Нобелевских фестивалей, для того, чтобы развивать в регионе качественное образование, вывести науку на передовой уровень и повысить уровень человеческого капитала в Центральной Азии и на Кавказе. Наш фестиваль пройдет с 7 по 9 апреля. Сейчас мы только начинаем. Каждый день ожидают более 6 часов дискуссий на самые разные темы, от зеленой экономики, экономики возможностей, экономики постковида, до невероятных тем индустрии 4.0, искусственного интеллекта, систем 5G, а также образовательные тренды, которые сейчас происходят. Вы услышите очень много о том, какой реинжиниринг, образование ожидает нас в мире после пандемии. Мы также, как отметила Лязат, мы также с 12 по 16 апреля будем проводить неделю Нобелевских лекций, где выступят 15 лауреатов Нобелевской премии и лауреатов премии за прорыв. Это впервые, когда такое большое количество мировых ученых будут читать лекции специально для университетов Казахстана и Центральной Азии. Напомню, что 12 апреля в Казахстане отмечается День науки, и как раз к Дню науки мы подготовили целую неделю Нобелевских лекций. Поведение лекций станет первым этапом для того, чтобы мировые ученые начинали преподавать и быть лекторами в университетах нашего региона. Дорогие участники, мы всегда говорим, что Нобелфест — это больше, чем фестиваль. Его миссия — это создать новую базу знаний в регионе. Почему это важно? Потому что только те страны, которые активно инвестируют в образование и науку, смогут быть в авангарде тех изменений и развития, которые сейчас происходят в эпоху технологической революции. Все развитые государства мира проводят очень большое количество научных событий, Нобелевских фестивалей, поэтому мы хотели привнести такой фестиваль в наш регион. Мы как фонд хотели бы в рамках Нобелевского фестиваля создать целую серию специальных семестровых курсов для университетов региона. Мы планируем создать курсы для университетов по инновациям, экономике постковида, урбанистике, зеленой экономике, альтернативной энергии и искусственному интеллекту. Почему такие курсы важны? Потому что лекции этих курсов мы хотели бы, чтобы читали лауреаты Нобелевской премии, мировые ученые, эксперты, представители бизнеса, наши партнеры, для того, чтобы университеты шли в ногу с теми изменениями, которые сейчас происходят. Мы призываем все университеты к такому инновационному сотрудничеству, и вместе с этим Нобелевский фестиваль подготовил манифест Nobel Fest, который мы просим поддержать наших партнеров, международной организации, участников и университеты региона. Позвольте пожелать всем участникам плодотворных дискуссий, новых идей, а также поблагодарить наших партнеров, благодаря которым и состоялся этот большой и грандиозный праздник науки. Я благодарю компанию Coca-Cola, нашего стратегического партнера, корпорацию Chevron, нашего постоянного партнера, Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова, университет Актюбинский региональный университет имени Жубанова, компанию BTS Digital, фонд SOROS Казахстан, фонд науки, Министерство образования и науки Казахстана, а также нашего постоянного партнера – Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА. Спасибо всем за такую возможность провести такой грандиозный фестиваль, и без вашего содействия и партнерства мы бы не смогли его так сильно развить, и для того, чтобы он стал важным тем качественным изменением, которое мы хотим в образовании и науке. Спасибо всем за внимание, всем новых идей, плодотворных дискуссий и активных таких часов просмотра. Спасибо большое. Махсад, большое спасибо. А я хочу напомнить, что в течение следующих трех дней у вас будет возможность послушать, посмотреть и поучаствовать в дискуссиях и дебатах на 25 различных и важных тем. А пока я хочу дать слово директору евразийского подразделения компании Chevron, господину Джону Балцу. Мистер Балц, the mic is yours. Welcome. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые спикеры. Хочу поприветствовать вас сегодня от лица Chevron. Chevron является одной из лидирующих компаний в области нефтедобывающей отрасли. Chevron инвестировала в экономию Казахстана огромные суммы, и нужно сказать, что наша работа в Казахстане, а также является очень важной. наша дочерняя компания более 150 миллиардов долларов в экономике Казахстана, начиная с момента своей организации в 1993 году. Chevron создал тысячи рабочих мест. И мы не просто нанимаем на рабочие места напрямую, но мы также еще и предлагаем работы и контракты различным субподрядчикам. Мы гордимся тем, что наши инвестиции не ограничиваются лишь в нефтегазовой отрасли. Мы более 280 миллионов долларов инвестировали в различные проекты, в том числе и в проекты по наращиванию человеческого потенциала. В связи с нашими партнерами, государственными органами, министерствами, мы стараемся развивать науку и образование в Казахстане. Мы также вносим свой вклад в развитие области STEM, развитие критического мышления. Более нескольких тысяч людей участвуют в различных мастер-классах и вебинарах. Глобальная пандемия, с которой мы столкнулись в прошлом году, тем не менее, открыла перед нами некие новые возможности, например, и новые технологии, которые объединяют людей. Точно так же и Нобелевский фестиваль объединяет единомышленников, объединяет тех людей, которые хотят далее развивать науку и образование. Мы хотим вдохновить молодых ученых на дальнейшие открытия. Я желаю всем участникам успехов в своих начинаниях. Благодарю вас. Ну что же, спасибо большое, господин Балтс. Нашими спонсорами мероприятия является компания «Кока-Кола» и региональный менеджер по корпоративным связям и коммуникациям компании «Кока-Кола» Александра Акерман на связи. Здравствуйте, большое спасибо, Лизат. Уважаемые участники «Нобелевский фест», от лица компании «Кока-Кола» я рада приветствовать вас на этом региональном фестивале образования и науки, посвященном молодежи и инновациям. Это очень большая честь участвовать в открытии такого мероприятия. С такой огромной аудиторией. Хочу отметить, что основная тема фестиваля «Изобретая будущее» перекликается с видением эмиссии компании «Кока-Кола». Благать людям их любимые напитки, работая в соответствии с принципами устойчивого развития и создавая возможности лучшего будущего для общества и для нашей планеты. Но мы уверены, что построить лучшее будущее невозможно без инвестиций в инновации и в молодое поколение. Вся история компании «Кока-Кола» тесно связана с инновациями. Начнем с того, что сама компания появилась благодаря череде инноваций. В 1886 году, кстати сказать, после пяти неудачных попыток, на свет появился инновационный продукт, бодрящий и освежающий напиток «Кока-Кола». Затем его стали продавать новым для того времени способом, разливая в емкости и доставляя по адресу покупателям. В то время как другие прохладительные напитки можно было купить только на разлив в определенных местах продаж. Затем было изобретение знаменитой контурной бутылки «Кока-Кола», которую можно опознать на ощупь даже в темноте. Новые виды напитков, глобальная экспансия компании. И, конечно же, «Кока-Кола» знаменита на весь мир своим инновационным маркетингом и рекламой. В течение 135 лет мы следуем этой традиции инновативности, которая важна абсолютно для всех аспектов работы нашей компании. Как в производстве, так и в маркетинге, продажах, внутренних процессах и в наших проектах устойчивого развития, которые есть и в Казахстане. Мы стали партнерами этого фестиваля, потому что верим, что за наукой будущее. И что сегодняшняя молодежь, которая сейчас присутствует в этом виртуальном конференц-зале, в дальнейшем поможет сделать наши продукты, нашу компанию, наш регион и весь наш мир лучше и прогрессивнее. В прошлом году, во время пандемии, мы запустили волонтерский проект с университетами в странах Центральной Азии и Кавказа. Он называется Flow и расшифровывается как Future Leaders Online Workshops или онлайн-семинары для будущих лидеров. Сотрудники компании Coca-Cola делятся своими знаниями и опытом со студентами ведущих вузов Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, чтобы помочь им подготовиться к переходу из студенческой среды в рабочую, понять, какие качества и навыки им понадобятся для успешной карьеры, какие разнообразные задачи им предстоит решать на рабочих местах. И мне приятно отметить, что участие нашей компании в Нобелевском фестивале в качестве стратегического партнера органично связалось с этим проектом Flow. Мы пригласили к участию в фестивале университеты, с которыми мы работаем. И вместе с организаторами фестиваля у нас появилось много идей о возможном расширении этого международного сотрудничества. Я хочу пожелать всем участникам вынести для себя много нового и полезного из предстоящих трех дней работы конференции. И, конечно же, из последующих за ней лекции Нобелевских лауреатов. Спасибо. Спасибо большое, госпожа Кирмана. Партнером сегодняшнего нашего фестиваля стал еще Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова. И ректор Дарья Кожамжарова с нами на связи из города Шамкент. Здравствуйте, уважаемые гости, участники фестиваля. Мне очень приятно отметить, что во второй раз проходит праздник науки как Central Asia Nobel Face Life под названием «Изобретая будущее», который является одним из главных и самых масштабных научных событий Центральной Азии в Казахстане. Отмечу, что проведение первого фестиваля оказало положительное влияние на имидж нашего университета имени Мухтара Ауэзова. В программе первого Нобелевского фестиваля шесть ученых университета приняли участие в качестве спикеров и модераторов сессии. В работе традиционной международной научно-практической конференции промышленной технологии инженеринг 2020 принял участие лауреат Нобелевской премии мира глобальной энергии Райя Кванчук, с которым сегодня налаживается перспективное сотрудничество, коллаборация с ведущими университетами Южной Кореи. В этом году университет выступает стратегическим партнером данного мероприятия. Самое главное, уважаемые коллеги, знаково, что такое масштабное событие, Нобелевский фестиваль, проходит в месяц науки и технологий в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана в преддверии Дня работников науки Казахстана. В рамках фестиваля университет принимает участие в трех сессиях, где ученые университета являются спикерами и модераторами. Тематика сессии сконцентрирована на технологиях и инновациях по трем ключевым направлениям. Это как экономика возможностей, индустрия будущего и, конечно же, образовательные тренды. В преддверии фестиваля 29 марта этого же года на базе нашего университета прошла первая лекция лауреата Нобелевской премии по экономике Майкла Спенса, где он рассказал о глобальных экономических трендах в мире постпандемии и как они могут повлиять на Казахстан. Планируется, что осенью этого года по опыту Линдау следующий фестиваль Нобелевских лауреатов пройдет у нас на юге нашей страны в городе Шимкен. От имени всего коллектива нашего университета желаю плодотворных работ фестивалю всем участникам и спикерам. Выражаю благодарность организаторам данного мероприятия. Спасибо за внимание. Большое спасибо, госпожа Хужамжарова. А серию приветственных слов завершает член Совета директоров Бюро непрерывного профессионального развития Международного финансового центра Астана Асья Карибай. Асья здесь со мной в студии. Асья, вам слово. Здравствуйте. Для меня большая честь, дорогие участники, гости мероприятия, приветствовать вас на уже ставшем традиционном мероприятии на Центрально-Азиатском Нобелевском фестивале. И от лица Международного финансового центра Астана хотелось бы сказать, что мы всегда очень много внимания уделяли развитию человеческого капитала. Несмотря на то, что мы финансовый центр, мы всегда понимали, что без людей знающих, без людей думающих практически невозможно достичь серьезных каких-то успехов. Поэтому мы специально создали внутри МФЦА организацию Бюро непрерывного профессионального развития, которое как раз-таки занимается развитием образовательных инициатив, различными научными, исследовательскими инициативами. И вот результатом нашей долгой дружбы с Фондом инклюзивного развития и стало в том числе данное мероприятие. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Фонду инклюзивного развития, потому что миссия фонда, все, что говорит об инклюзивности, все, что говорит об открытости общения, об открытых диалоговых площадках. Это все очень близко МФЦА, и мы огромное значение уделяем такого рода инициативам. К сожалению, в этом году многим из вас не удастся бы присутствовать в нашей замечательной стране, в нашем замечательном городе, в наших вот таких замечательных офисах. Но здесь хотелось бы отмечить, что нет, наверное, есть положительные плюсы в пандемии, потому что здесь за кулисами у нас шутят, что благодаря формату, который сегодня у нас частично онлайн, огромное количество у нас участников, больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что количество людей неравнодушных к будущему образованию, к будущему науке. Это количество только увеличивается, что не может не радовать. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на предстоящие все мероприятия. От всей души желаем всем участникам и гостям мероприятия плодотворного участия в фестивале. Спасибо. Большое спасибо, Асия. Ну что же, мы начинаем второй Нобелевский фестиваль «Центральная Азия и Кавказа». Я всем нам желаю новых идей, нового опыта, новых знаний и вдохновения для новых достижений. Вперед за знаниями! Приходит весна и приносит новые надежды и праздничное настроение. Встретим весну за праздничным столом с Кока-Кола. И первая сессия посвящена мегатрендам нового мира в период постпандемии. Какие изменения пандемия вносит в мировую экономику, с нами поделится международный эксперт Марк Узан, генеральный директор Комитета по обновлению Бреттон. Продолжение следует... Марк ушел? Да? Марк уход. английский язык поставь здравствуйте дамы и господа уважаемые коллеги я очень рад приветствовать вас всех сегодня у нас очень интересная дискуссия касательно развития мегатрендов и я с удовольствием приглашаю сюда это знаменитый французский экономист а также исполнительный директор и я также хотел бы представить и второго нашего спикера это господин ралф салаходжаев он является представителем преподавателем в эсминском университете также консультирует узбекистанское правительство поэтому мы открываем нашу дискуссию потому как постпандемический мир поменял все то что мы делаем и какие мегатренды и сейчас возникают пандемической эпохи уважаемый марк уже марафон а я надеюсь что вы уже подсоединились к нам слышите ли вы нас рал да я вас слышу марк да я здесь здравствуйте марка здравствуйте ралф я очень рад вас приветствовать марка я бы хотел бы начать с вас уже прошел более чем год с тех пор как мы друг друга видели в живую тем не менее мы начали обсуждать все больше и использовать различные платформы такие как зум а microsoft teams и у нас даже больше коммуникации чем было раньше в предыдущие года то есть несмотря на то что мы не можем другим коммуницией тем не менее мы связываемся по средствам различных платформ я думаю что это огромное изменение в технологиях и весь технологический сектор он был ускорен с момента пандемии и основные технологии конечно же находятся более развитых странах поэтому хотел бы задать вопрос прежде чем мы начнем по основной теме мегатрендов я бы хотел задать вопрос касательно а что вы думаете в части развивающихся рынков то есть раньше мы думали что развивающиеся рынки а станут все больше и больше развитыми и пробел между ними не развивающийся развитым миром снизится как вы думаете как на это повлияла пандемия изменила ли это пандемии или все еще есть возможность такая спасибо максат доброе утро или добрый день всем спасибо вам за приглашение участие данному форму я хотел бы конечно же отметить ваши вклад по данной инициативе и как вы говорили несмотря на то что мы не можем встретиться лицом к лицу тем не менее мы можем виртуально взаимодействовать и как бы предложили что мы сейчас становимся в том находимся в том мире когда это все становится реальностью то есть технологии они намного ускорились и мы уходим из мира которого мы называли в глобализацию выходим в мир уже развивающихся стран где есть определенные драйверы поэтому я думаю что глобализация была основной парадигмой и как вы говорите развивающиеся рынки это были своего рода драйверами то есть мы считаем что мы конечно же совершили огромный прорыв в этой связи а вчера я также делал прогноз по глобальной экономике они были очень удивлены что действительно драйверы роста даже на развивающихся рынках огромного совершает огромный процесс поэтому мы конечно же увидим и ускорение и мегатренды как драйверы в развивающихся рынках и это последующим причинам а я думаю что одна из причин которые будут очень важно для развивающихся рынков это что у нас будет определенная диверсификации и также нам нужно будет находить новые драйверы роста потому что мы не можем больше полагаться над призом и в этой связи это все конечно будет более уязвимо по поступлению и капитала и в этом в этой связи для того чтобы развиваться и расти более больше вы увидите когда что именно мы используем для развивающихся рынков и конечно же такого рода изменения их можно рассматривать в целом потому что развивающиеся рынки это очень огромная сфера даже если мы все это объединим а всю экономику я думаю что у нас конечно же нужно будет пересмотреть в каждой стране какие у нас как в эпоху пандемии повлиял роль государства как у нас поставлена цепочка поставок потому что страна зависит от допустим цепи поставок США из Китая поэтому мы считаем что это как раз таки очень хороший момент для рынка развивающегося для того чтобы они смогли понять какие у них есть сравнительные преимущества когда у нас концепт глобализации изменяться и само понимание глобализации будет меняться и когда у нас мир уже будет определяться определенной системой глубины системой роста и мир в котором я думаю что один из трендов также будет очень сильно меняться я не хочу на это очень много время тратит но я думаю что можем спасибо спасибо марк спасибо за вступление давайте напомним что марк нам подсоединился с францией а рафа подсоединился с ташкента с узбекистана и на самом деле это очень интересно потому что марк у нас находится в европе уже в развитой стране в развитом регионе мира а раф у нас с узбекистана это тоже часть развивающихся рынков и я бы хотел продолжить с тем что обозначил марк то есть что мы сейчас наблюдаем что огромная часть мировой экономики которая как раз таки в основном представлена сша и китаем она испытывает очень быстро восстановление и а сша ожидает что они вырастут на 5 и 6 процентов а китай также восстанавливается но другая часть мира которая представлена развивающими развитыми рынками развивающимися рынками они все еще находятся в кризисе а уважаемый рауф как вы понимаете какие есть проспекты у рынка развивающегося и марку я бы хотел задать вопрос касательно к узбекистан казахстан центру листья развивающимся рынком таким как сша извиняюсь казахстан ассоции да спасибо за ваш вопрос и доктор узан абсолютно прав мы видим значительность изменения в парадигмах которые существовали ранее если мы посмотрим на развивающиеся рынки мы видим что они сейчас находятся в довольно уязвимом положении и как мы видим что некоторые страны центральной азии страны кавказа они очень сильно зависят от внешней торговли вот и мы также видим что такие страны как россия евросоюз у них также есть определенные трудности в поддержание стабильного роста поэтому правительство этих стран должно пересмотреть каковы ключевые драйверы данной экономики в нашей стране мы например особо обращаем внимание на человеческий капитал для того чтобы поддерживать экономический рост внутри страны за счет генерирования и создания предпринимателей за счет внедрения ресурсов в здравоохранение в экономику и в развитие инфраструктурных проектов я думаю это один из ресурсов второй ресурс это конечно же взаимодействие между странами во время пандемии конечно же очень сложно логистически осуществлять например межрегиональную торговлю поэтому очень важно чтобы страны между собой взаимодействовали и это позволит конечно же облегчить транспортировку снизить снизить цены на транспортировку и мы сможем увидеть конечно же более интегрированную структуру между странами и драйверы экономического роста смогут можно будет найти внутри самих стран то есть это будет шикарно ориентировано на внутренний рост я надеюсь я ответил на ваш вопрос спасибо Ралф я нашел довольно интересным то что развивающиеся рынки все еще используют некие традиционные методы роста и взаимодействия друг с другом например как интеграция но вдруг в остальных частях мира то что мы видим после пандемии это то что огромный рост технологический прошел и зеленые технологии например говорят о том что у нас есть альтернативные источники энергии они получили огромные огромное влияние марк как вы думаете является ли это мегатрендом и с вашей точки зрения после пандемии что мы видим как эти основные драйверы по США и по Китаю по остальным развитым которые нам повлияют спасибо Максат да я думаю тоже согласен с тем что говорил только что Раф что действительно общая стоимость оценки будет немного отличаться потому что мы знаем что ваши страны они очень рядом друг с другом есть очень большая динамика взаимодействия между Казахстаном и Узбекистаном это было и до этого такая динамика но постпандемия она усилится но в части мегатрендов по глобальной экономике во всем мире мы сейчас говорим конечно же о росте не только в развивающейся рынках и центральной Азии мы уже ушли с того мира который был вчера тот мир вчерашний мир он уже остался мы к нему уже не вернемся что вы помните о концепции нам нужно вообще понимать что у нас сейчас происходит в глобальной экономике нам нужно спасать жизни спасать жизни людей и вы сейчас можете посмотреть как используется финансовый пакет финансовые вложения в развитых странах для того чтобы спасать жизни в том числе в США и в Евросоюзе это немного может быть отличается от евразийского рынка потому что для нас это сейчас приоритет поэтому мы также видим изменения в этой части и это очень важно в парадигме макроэкономики это будет основа нового мира в котором финансовая политика будет выступать основным ключевым драйвером и который будет управлять макроэкономической политикой в развитых странах потому что финансовое официальное пространство в евразийском рынке оно немного ограничено поэтому если мы например посмотрим на США то у них огромный пакет стимулирования который не только связан с обеспечиванием платежей он также связан с тем чтобы уйти от если вы хотите от общих таких параметров по которым работали то есть это так называемый свободный рынок в котором работал США и развитый мир то сейчас наша цель это конечно же вернуть равенство бороться с неравенством и это будет своего рода трансформационным не только для штатов но и для в целом для развитых стран поэтому вы увидите что роль государства становиться все более и более важна и вы будете увидите мир в котором глобальное правительство будет больше важно вы увидите что у нас международные институты будут больше взаимодействовать они уйдут немного к другой форме к той которую я называю концепцией нации то есть это та нация тот принцип который еще в 19 веке был озвучено говорилось о том что все нации в целом они имеют определенное общее свойство между собой и где две крупные силы будут иногда друг с другом конкурировать как например США иногда вступать в сотрудничество то есть в любом случае требуется определенная адаптация к новой парадигмы к парадигмы макроэкономической политики которые значительно отличаться которые мы будем прежде всего бороться с неравенством будем стремиться к тому чтобы у нас были более менее равенство и что выберет казахстан между сша например или китаем или они выберут что-то чтобы находиться в нейтралитете но в том случае мы оставим вот этот мегатренд в мире автоматизация человеческий капитал больше конечно же цифровизации больше зеленых технологий понятно что все это не случится за одну ночь и как сказал прав вам нужно конечно же инвестировать свои ресурсы привлекать инвестиции и почему я это делаю потому что таким образом вы сможете достигнуть роста в развивающихся рынках и сможете дальше уже продвигаться по этой теме сеньки марк спасибо большое марк я полностью согласен и с вам и с рафом говоря о том что центральная азия казахстан узбекистан должны иметь больше возможности интеграции ведь как отметил марк если казахстан будет выбирать между сша и китаем у нас еще есть россия очень большой выбор и выбор должен быть в пользу интеграции в том числе интеграция с центральной азии и странами регионы такими в частности как успеха хочу сейчас снова слово предоставить и задать вопрос в следующем прошлом году а в ходе пандемии мы все считали что развивающиеся рынки могут столкнуться с кризисом глубины из кризисом долга долг который напрямую связан конечно же долларом считаете ли вы что это по-прежнему может произойти либо мы все-таки уже прошли данный этап возможного кризиса вы абсолютно верны есть еще еще одна проблема это повышающийся долг развивающих стран и все-таки многие страны сейчас столкнулись именно к внешнему с внешним финансированием переходят на внешнее финансирование для многих стран это сложная ситуация по-прежнему ведь многие основывают свою экономику на внешней торговле на торговле различными товарами и если не иметь притока международных долларов свою экономику то конечно же может быть определенная сложная задача в плане выплаты долга но я хочу здесь отметить о чем говорил доктор узан тем не менее мы не наблюдаем серьезной проблемы долго а скорее проблему устойчивости сейчас несколько трендов которые мы сейчас наблюдаем это гендерный разрыв данная проблема наблюдается по всему миру и данный пробел становится все шире и шире а гендерный разрыв такой и сейчас есть определенные исследования которые говорят что на 30 лет назад еще мы были откинуты пандемии в отношении гендерного равенства здесь нужно отметить конечно же не только в пандемии но и также различные мегатенденции доктор узан может быть об этом чуть больше может отметить это ослабление государственных институтов в ряде стран пандемия показала что в некоторых развивающихся странах государственные органы и те государственные меры которые были предприняты в ходе пандемии все-таки приводят к тому что повышается коррупция и целом ситуация ухудшается это те крупные тенденции которые наблюдаются во многих странах и крупные международные игроки должны также это принимать внимание то каким образом мы будем идти именно к устойчивому развитию при том что у нас столько неопределенностей не только в экономическом плане но и социальным данная пандемия это ведь не столь экономический кризис сколь социальный кризис а кризис социальных технологий которые мы наблюдаем как медицине так и развитие вакцины доступа к вакцине и так далее поэтому это этот вопрос будет много более сложным для развивающихся стран в краткосрочной перспективе спасибо раб за ваши высказывания давайте продолжим данную идею устойчивого развития хочу задать дополнительный вопрос марку неравенство становится ли неравенство все более распространенным и можно ли назвать неравенством крупной проблемой которая привела пандемия как вы считаете будет ли продолжаться усиление неравенства не только в развивающихся странах но может быть и в развитых да максат давайте я прежде чем отвечу на ваш вопрос сначала прокомментируя тот анализ который разводил озвучил рау целом надо задать себе вопрос не потеряем ли мы целое десятилетие развития из-за пандемии не вернемся ли мы к первому шагу не потеряем ли мы все те достижения которых мы имели последнее время из-за пандемии и более того но давайте попробуем оптимистично взглянуть на этот вопрос и я согласен с вами если мы посмотрим в целом на весь мир если мы посмотрим на развивающиеся рынке то конечно же мы увидим что неравенство идет широким шагом по планете второе финансовая инклюзивность является очень важны и если вы предоставляете некую финансовую поддержку людям то вы очень быстро заметите что если давать людям именно финансовую поддержку наличными то это придет к определенным последним я знаю что в казахстане вот наблюдалась такая инициатива что же мы увидим мы увидим что технологии и инновации могут иметь серьезные изменения в связи с этой ситуацией давайте посмотрим теперь на после шоковое состояние то есть мир после пандемии это этот мир будет характеризован серьезным долгом множество стран по всему миру и неравенство будет по-прежнему очень широко распространенным явлением и как говорил в начале своей презентации впервые у нас будет наблюдаться изменение парадигм потому что этим будут заниматься все супердержавы если мы посмотрим на макроэкономические парадигмы например сша мы должны посмотреть конечно же на макроэкономические парадигмы и других стран мира мы должны посмотреть на ту политику которая будет иметь место после пандемичном мире мы должны дать власть людям мы должны удостовериться в том что у каждого человека будет доступ к вакцине мы должны будем вакцинировать всех только в этом случае мы сможем достичь коллективного иммунитета то есть здесь еще нужно своего рода дипломатические мероприятия в отношении вакцины далее человеческий капитал это вообще очень важный момент я смотрю на центральную азию и я знаю что вы планировали туризм который должен был стать широко распространенной отрасли визы все поотменяли да но сейчас туризм будет претерпевать серьезные сложности и надо будет брать уже не количеством а качеством то же самое касается и инфраструктуре поэтому мега тренды действительно будут меняться все таки цель государственной политики сегодня это бороться с неравенством и это касается практически всех развивающих стран рост развитие должно быть инклюзивным равным справедливо я постараюсь быть все таки оптимистом умеренным и скажу что у вас все заинтересованные стороны вовлечены в данный процесс которые хотят улучшить жизни людей и это уже не просто капитализм которым он был ранее чем раньше мы это поймем тем лучше будет а может быть это приведет к повышенным налогам для различных компаний может быть какие-то другие меры будут предприняты но так или иначе произойдет перераспределение благосостояния спасибо большое марк благодарю вас за данную дискуссию хочу сейчас вернуться к одной из мега тенденций 2019 года еще до начала пандемии шелковый путь инициатива один пояс один путь это была огромная инициатива для всего региона для казахстана для центральной азии для узбекистана и хотел бы задать вопрос рауфу надеемся мы что подходим мы концу пандемии по крайней мере видим какой-то свет в конце тоннеля верить верите ли вы в то что инициатива шелкового пути и один пояс один путь будет успешны благодарю вас за ваш вопрос да я согласен тем что как только пандемия завершится мы увидим возврат к нормальной жизни к предыдущим планам которые у нас были также очень важно отметить что данный регион которым есть и более богатые страны и более развитые менее развиты тем не менее все страны региона дальше примятся просто и к развитию и этот регион является густонаселенным у нас здесь есть такие страны как индия и китай юго-восточные страны восточной азии и страны центральной азии каждый из этих стран может стать точкой развития и может притягивать к себе инвестиции и как уже об этом говорил доктор узан нам надо будет говорить о региональной интеграции о интеграции инициатива один пояс один путь ведь эта инициатива охватывает большой спектр стран регионе и нужна будет общая инфраструктура а планировался даже проект новых железнодорожных путей по данному региона один пояс один путь также нужно будет продвигать и новые экономические пути здесь важно что в постпандемическом мире нам потребуются хорошие технологии мы видим что инновации изменения технологий сейчас происходит намного быстрее все это является очень важным только для экономического роста но также и это может быть вопрос выживания целых отраслей целых индустрий и один пояс один путь является инициативой которая поддерживается инновациями и технологиями и вы можете увидеть что многие технологические инновации приходят именно из азии и если мы посмотрим на сша посмотрим на европейский союз а то мы можем отметить что многие из этих стран сталкивались с проблемами производства ведь различные составные части элементы не поступали и я считаю что данная инициатива один пояс один путь будет являться очень важной инициативой и даже наверное станет еще более важным чем она была до пандемии для того чтобы вернуться к предыдущим уровням экономического роста спасибо спасибо рау марк хотели бы вы что-то добавить да я хотел еще добавить несколько слов касательно инициатива один пояс один путь нам конечно же нужно посмотреть на ситуацию до пандемии я думаю что инициатива один пояс один путь всегда говорила в первую очередь о взаимосвязи то есть так как целый ряд стран здесь являются странами не имеющими выхода к морю в первую очередь им нужна связь нужны соединения нужно преодолевать различные торговые барьеры и так далее то есть коннективность является приоритетом для центральной азии и когда мы говорим об инициативе один пояс один путь мы еще добавляем историческое расширение то можно еще добавить и слова зеленый зеленая инициатива зеленая цифровая инициатива и более того страны центральной азии где продвигается данная инициатива которые хотят также привлекать туристов свои страны опять же хочу тоже подчеркнуть что нужно фокусироваться на кальчестве туризма а не на количестве то есть нужно а посмотреть конечно же и на различные составные части экономики стран центральной азии и туризм сейчас как я уже говорил претерпевает определенные сложности и каким же образом стоит восстанавливать экономику это подумать о качестве туризма и данной инициативы путь может в этом помочь мы должны скоординировать свои действия мы мы вот часто говорим о том что центральной азии кочевники номады но вот сейчас после пандемии все хотят быть кочевниками люди хотят из одной страны в другую переезжать просто своим лэптопом и работать из любой точки мира они хотят шесть месяцев проводить какой-то стране вот можно вот такой еще аспект такое измерение добавить в инициатива один пояс один пояс то есть это коннективность выделенный и цифровой при этом нужно постараться не повысить уровень своего внешнего долга особенно когда мы говорим о долге в рамках двусторонних отношений с китаем здесь не встали что-то просто об инвестициях и вообще должна быть не государственная инициатива должна быть частная инвестиция надо чтобы инвесторы приезжали в ваши страны потому что они видят потенциал и конечно же еще раз хочу что данная инициатива должна быть зеленой и цифровой спасибо марк спасибо будет замечательно если наша инициатива одного пути и одного пояса станет более зеленой и более цифровой хочу задать еще несколько вопросов которые поступили к нам от аудитории вопрос марку COVID-19 ухудшило существующие экономические социальные и расовые напряжения недавно в частности по отношению к азиатскому собственному сообществу по всему миру как вы думаете сможет ли наше сообщество преодолеть эту проблему то есть вопрос о пандемии и о некоторых расовых таких обвинениях в логии политики называли вирус китайским вирусом пожалуйста да конечно если мы посмотрим на пандемии посмотрим на поляризацию которую она привела между различными странами действительно можно вспомнить что кто-то этот вирус называл китайским вирусом также наблюдалось и дискриминация против азиат в частности в США я думаю что все таки тон этих высказываний меняется сейчас мы больше говорим о разнообразии мы говорим о инклюзивности невозможно просто работать в вакууме мы должны все заинтересованные стороны привлечь к решению данного вопроса и парадигмы меняются мы должны быть более инклюзивным как собственным мы должны быть более справедливым обществом и обществом с большим равенством это правдивно меняется и в США в том числе действительно мы живем в мире где присутствует поляризация посмотрите на то что происходило в США до того как администрация Байдена зашла на пост по сути произошла атака на символ демократии на капитоль это было ужасно и сейчас весь мир должен отходить от этой поляризации и создавать более справедливое более равное общество это происходит как в США так и в Европе в связи с изменением парадигм и если бы я мог одно какое-то сообщение оставить сегодня один посыл какой-то озвучить я верю в существенные последствия COVID-19 это будет не просто мир где будут более высокие налоги нет это сотрудничество политиков по всему миру и целью правительства всегда должно быть помогать своим людям и служить людям своей страны мы не можем продолжать жить в мире с существенным неравенством с поляризацией с дискриминацией надо смотреть на новые ценности которые сейчас появляются эти ценности касаются инклюзивности они касаются разнообразия мы должны принять эти новые ценности и ориентироваться именно на них таким образом наше сообщество станет более сбалансированным я большой оптимист в этом плане я считаю что все таки эти изменения которые начинаются в США будут иметь эффект на весь мир спасибо Марк за ваш ответ сейчас хочу резюмировать нашу дискуссию к вопросам из аудитории обоим можете ли вы резюмировать мегатенденции которые будут являться характерными для 2021 года я думаю что самая важная мегатенденция этого года это изменение парадигм не только касательно экономического роста но и того каким образом мы оцениваем общество в целом мы будем наблюдать высокую инклюзивность и также включение менее прилигрованных секторов общества также будем больше внимания уделять вопросам окружающей среды и будем наблюдать инвестиции в ВИЭ здравоохранение инновации и будет все таки меньше зависимости стран от товаров я думаю это будут одни из основных изменений спасибо Ральф Марк да я полностью разделяю то что было сказано я также хотел бы упомянуть то о чем мы еще не говорили во время данной дискуссии но я думаю что это будет один из основных трендов будущего мы изменили вообще то как мы думаем сейчас это вообще полностью мы изменили наше мышление подумайте что мы сейчас не можем рассмотреть все последствия того что мы понимаем что деньги уже не означает все у нас раньше были бумажные деньги и один центральный банк который выпускал деньги но сейчас в мире вы видите обсуждение что центральные банки будут выпускать цифровую валюту и конечно же это будет своего рода изменением потому что в мире например у нас Европа становится более цифровой Китай становится цифровым у нас будет вообще совершенно другая денежная международная система и мы также думаем что у нас частные компании частный сектор также может выступать выпускать денежные цифровые деньги подумайте Амазон например Амазон может создать свою собственную какую-нибудь валюту и покупатели будут оплачивать в этой валюте что-то наподобие биткоина поэтому я думаю что это еще один из мегатрендов который будет очень сильно быстро развиваться в следующие несколько десять лет потому что будут соответственно задаваться новые вопросы будет ли у нас мир где есть монополия где у нас государство выпускает деньги или у нас будет какой-то новый мир где естественно там будет доллар США ну и какая-то реплика так называемых частных валют частных денег то есть это один из таких основных вопросов для мировой экономики потому что как вы видите если каждая страна начнет выпускать свою цифровую валюту то тогда вопрос будет как эта цифровая валюта будет между собой связана и конечно же я верю что это будет один из больших мегатрендов в части тех помимо этих трендов что мы обсудили то есть мы уходим от вопроса глобализации это однозначно мы будем в мире который у нас становится более нематериальным и я считаю что человеческий капитал будет очень важным общий вопрос инклюзивности будет важным если мы сможем молодое поколение правильно воспитать то у них конечно же хорошая жизнь спасибо марк спасибо и я хотел бы также упомянуть об изменении климата потому что мы видим что это становится одним из крупных мегатрендов мы видим все больше и больше вопросов по климату мы видим что США вернулась обратно в парижское соглашение то есть все различного рода технологии по использованию альтернативных источников энергии все это становится более важно спасибо марк спасибо марк я хочу вам напомнить что марк это исполнительный директор комитету и он советник правительства узбекистана и также нескольких других международных институтов спасибо за то что вы были сегодня с нами и мы продолжим нашу сессию по суперапам и 5G спасибо за внимание спасибо до свидания у департам Это в эпоху Ютуба. Помню, как в самом начале отправляли наш журнал бесплатно в школу. А сегодня Ой-Ла. Это научно-популярный журнал, который вставил в один из стран на пяти языках. Это журнал на казахском языке, а это на немецком, корейском языке и, конечно же, на английском. Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь дать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить невиномышление. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, от которых бились лучшие в одночеловечество. Наш журнал считает более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журналы даже в самые обмененные регионы страны. У нас есть ими-читатели в Улья-Любине с Первой Травской области. Доставка к нему обходится даже дороже стоимости самого журнала. Но мы просто не можем оставить этого ребенка без новых знаний. А еще Улья-Любина помогает учителям интересно вести уроки. Все это дает нам энергию создавать наши знания. Сегодня Улья-Любина это не только журнал, но и школа наук для детей. Мы ведем увлекательные курсы по физике, химии, биологии и математике, которые не похожи на школьные предметы. Наши курсы прошли более 700 детей. Наш журнал нашел поддержку многих людей. Мы – команда журнала Улья-Любина. И мы хотим, чтобы наши дети умели думать. Улья-Любина 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь дать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить глубину мышления. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, от которыми бились лучшие умы человечества. Наш журнал читает более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журнал даже в самые отдаленные регионы страны. У нас есть юный читатель в Улежу Мискер-Витровской области. Доставка к нему обходится даже дороже стоимости самого журнала. Но мы просто не можем оставить этого ребенка без новых знаний. А еще «Ойла» помогает учителям интересно вести уроки. Все это дает нам энергию создавать наш журнал. Сегодня «Ойла» — это не только журнал, но и школа наук для детей. Мы ведем увлекательные курсы по физике, химии, биологии и математике, которые не похожи на школьные предметы. Наши курсы прошли более 700 детей. Энергия знаний бесконечна, но распространять ее можно только благодаря единомышленникам. Мы рады, что наш журнал нашел поддержку многих людей. Мы — команда журнала «Ойла», и мы хотим, чтобы наши дети умели думать. И первая сессия посвящена мегатрендам нового мира в период постпандемии. Какие изменения пандемия вносит в мировую экономику, с нами поделится международный эксперт Марк Узан, генеральный директор Комитета по обновлению Бреттон-Свудс. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Нуртай, компания BTS Digital. Мы развиваем экосистему ITU в Казахстане. Всем добрый день. Меня зовут Бибар Сумербаев. Я проект-лидер школы программирования кванат, школы без учителей, лекций и оценок в онлайн-формате. Наверное, слово нужно взять «не». Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Жунусова Асель. Я отвечаю за развитие суперапов BI Group, строительной компании, строительной инвестиционной компании. И мы строим очень классный сервис для наших клиентов. Бибар с Аселью очень приятно познакомиться. Я думаю, что сегодня, видимо, тема обсуждения – это суперапы и то, что мы о них думаем. Что вы думаете о тренде суперапов? Что вам кажется является такой движущей силой того, что суперапы сегодня являются таким модным трендом? И очень многие компании целятся в том, чтобы построить один. Ну, если говорить про суперапы, это уже, наверное, не тренд, это уже реалии с получением 42-500. С пандемией суперапы приобрели такую не просто популярность, а уже жизненную необходимость. Вот, да, ну, что еще? Ну, вот мне интересно вот опыт изучить вот коллег, да, с BTS Digital, потому что как пользователи, как и, ну, сталкиваемся с решениями, и как вот, там, кольце, живу в домах BI Group, и тоже часто сталкиваемся с сервисами, используем как активный пользователь. Да, очень интересно возражать на эту тему. Да, да, я хотел бы спросить у Василь, да, Асиль, расскажите, пожалуйста, да, вот, чем занимается вот BI Group, да, что такое суперап в понимании консекции холдинга BI, и в целом, да, поделиться, ну, может быть, какими-нибудь кейсами. Да, спасибо за вопрос, давайте расскажу. На самом деле, BI Group давно думает над этим вопросом, над этой задачей. Все началось с простого маленького личного кабинета, где мы хотели поддерживать связь с нашим клиентом, с клиентом не тем, кто приобретает недвижимость, а непосредственно с тем, кто проживает, потому что мы понимаем, что это очень важный этап, когда, ну, этап покупки, он важен, но не менее важный момент – это этап проживания в наших живых комплексах, и именно он оставляет вот такое впечатление в целом о том, что такое компания BI Group и что такое качество от компании BI, что такое жить в домах BI. Мы задумались над этим давно, еще в 2016 году, и все началось с маленького личного кабинета, где была простая заявка, по которой можно было получить ответ от сервисной компании. В конечном счете в прошлом году мы решили, что будем строить все-таки суперап, который будет включать в себя все этапы покупки недвижимости, провести проживание непосредственно уже в самой недвижимости, плюс получение именно всех документов и ключей тоже через вот именно это мобильное приложение. То есть задача вот была такая, тривиальная, да, то есть нужно было получить, придумать супер, отработать, вернее, оцифровать весь клиентский путь, и вот мы, собственно говоря, этим и занялись. И в последующем, по ходу того, как мы начали продвигаться по этой теме, у нас начали появляться дополнительные продукты, такие как Smart Remote, BI Rent, а может быть вы слышали о них, такие проекты, как, получается, Connected Home, да, это умный дом, система умный дом в наших жилых комплексах. И мы потихоньку поняли, что вот, да, есть клиентский путь, да, мы его можем оцифровать, да, этап проживания, living, да, часть, она очень важна, но помимо этого мы можем предлагать еще и дополнительные сервисы. И мы начали вот активно свои доп. сервисы включать непосредственно уже в наше мобильное приложение, и на сегодняшний день наши пользователи, наши клиенты, у нас вообще в целом в компании порядка 50 тысяч домохозяйств, которые мы реализовали, и если посчитать, это порядка 200 тысяч клиентов, да, проживают в наших жилых комплексах. И на сегодняшний день около 30 тысяч пользователей, вот как раз-таки клиентов, являются пользователями непосредственно нашего мобильного приложения BigUp, которое мы, кстати, как бы и считаем, что, ну, вернее, идем к тому, чтобы стать все-таки суперапом. Я надеюсь, ответила на ваш вопрос. Да-да-да, Асель, спасибо. Я хотел бы спросить вот насчет, к нам покрутился Канат Кожахмет, это эксперт в сфере IT-образования, да, в сфере цифровых технологий, да, я лично знаком с Канатом. Да, я вот хотел спросить, да, вот, ну, слышно ли его, да, у наших вот организаторов и по возможности, да, передать ему слово, так как в Zoom, мне кажется, вот, в том, что он находится в сфере, да, у него вовремя, да, у него. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Так. Я предлагаю тогда продолжить дискуссию по суперапам. Осель, спасибо большое. Вы, мне кажется, в описании своего суперапа подчеркнули несколько трендов, которые также видим мы. Это те тренды, которые, на наш взгляд, будут доминировать в ближайшее время в IT, в мобильные разработки. Первое – это то, насколько важен стал мобильный телефон и какой мобильный телефон сегодня играет в жизни людей. То есть, по сути, так или иначе, большая часть задач или проблем, которые пользователи сегодня хотели бы решить в своей жизни, проще всего и лучше всего решаются с помощью мобильного телефона. Это и различные приложения, и доступ к сайтам, и интернет везде. То есть, по сути, это, наверное, лучшее технологическое решение и очень большой тренд. Второе, Осель, вы сказали про покрытие полного жизненного пути человека, да, то есть вот так называемый customer journey. Дать ему возможность в одном месте максимально удобно, скажем, без траты лишнего времени покрывать все свои потребности, в вашем случае связанные с недвижимостью, связанные с проживанием где-то в жилье. Вот. И мне кажется, это два тренда, которые очень важны и на которые нужно реагировать. И они являются драйверами суперапа сегодня, всех суперапов, которые происходят в мире. Это желание компании как можно лучшим образом дать клиентам возможность решать все свои жизненные задачи с помощью их мобильного телефона. Это очень простая задача, чтобы ты мог с помощью своего телефона сделать все, что тебе нужно по жизни. И это такой суперап, который сегодня строим мы. Вот. Мы понимаем, что, наверное, самая главная, скажем, задача у стартапа, который пытается построить суперап, это найти вначале большие точки роста, найти такие юзкейсы или найти такие потребности у пользователей, которые являются наиболее востребованными, которые являются, скажем, сегодня актуальными для него. Что-то, что позволит ему видеть ценность в приложении, который он сделает у себя основным. Вот. И мы сегодня делаем ставку на, по сути, четыре большие вещи. Мы сегодня видим большую потребность в том, чтобы пользователи могли потреблять контент. Причем говорить о том, что есть недостаток контента в мире или в интернете, наверное, было бы неправильно, но есть большие дефициты, большая потребность на контент локальный, на возможность взаимодействовать с людьми из твоей географии, взаимодействовать с авторами, которые понимают, находятся с тобой в одном культурном коде и создают контент, создают видео, создают аудио, которые тебе понятны. Поэтому мы делаем ставку на контент, именно локальный контент. Создаем для этого сериалы, организуем сообщества для общения пользователей. Вот. Это первая наша ставка. Вторая большая ставка – это взаимодействие пользователей между собой, людей между собой. И, ну, скажешь, самая популярная форма этого сегодня – это мессенджинг, это возможность общаться в тексте, возможность общаться голосом через видео. Вот. Это потребность, которая есть у людей каждый день, это потребность, которая неплохо закрыта, если честно, такими приложениями, как WhatsApp, может быть, как Telegram, но мы ищем возможность сделать это еще более удобным. Мы ищем возможность сделать так, чтобы пользователям было удобнее общаться там же, где они, например, потребляют контент в одном суперапе. Наша третья ставка – это ставка на взаимодействие человека с, скажем, офлайн-миром, на взаимодействие с бизнесами, на взаимодействие с государством в том числе, потому что, ну, взаимодействие с государством, получение каких-то сервисов от государства, возможность быть услышанным – это одна из больших таких достаточно важных потребностей в жизни людей. Поэтому мы реализуем именно ее, и вот Baybars вначале сказали, что, наверное, отличным примером того, как у нас получилось в прошлом году была ситуация 42 500, когда мы постарались внутри нашего суперапа дать возможность людям в несколько кликов максимально просто, максимально легко с помощью телефона подать заявку на получение этой помощи. Ну и, наконец, если говорить о взаимодействии с бизнесом, о возможности пользователей через одно приложение получать услуги других компаний, получать услуги других продуктов и сервисов, то мы для этого создаем, мы создали уже, по сути, так называемую ITU App-платформу, да, и это, по сути, такая среда, пространство мини-приложений внутри ITU. Она позволяет нам гибко расширять то, какие сервисы, то, какие провайдеры могут быть подключены в одно приложение. И создавая тем самым одно приложение, в котором у человека закрыта и потребность в контенте, потребность в общении, потребность в взаимодействии с внешней средой, мы надеемся, что у нас получится сделать так же, как в вашем приложении, как в вашем SuperApp, очень удобную и ценную для пользователя возможность с помощью своего телефона получить как можно больше ценностей, как можно больше услуг. Это то, куда сегодня целимся мы. Это наше представление о том, что должен себя представлять SuperApp. Спасибо, Нуртай, да, мне очень было полезно, да, слышать ITU App, да, то есть, честно скажу, ну, то есть, ну, вот BTS Digital, да, делают очень такие квантовые прыжки, да, в области отечественного контента, да, вот, можно увидеть очень много локализованных сериалов, да, на платформе YouTube, есть очень много вопросов именно спроса именно на вот мессенджеры, да, мы знаем то, что у WhatsApp есть вопросы там, например, с персональной защитой данных, да, но вот, Нуртай, я хотел бы вот, если возможно вот в контексте, может быть, презентации, либо наглядно показать, чем занимается BTS Digital, да, какие решения и какие проблемы в сфере вот SuperApp, да, то есть, супермаркета для приложений, вот, вы можете, ну, показать, поделиться в целом. Ну, да, наверное, вот у нас есть несколько, скажем так, таких визуальных материалов для того, чтобы поддержать то, о чем я уже говорил, да, мы сказали, что для того, чтобы человек мог хорошо и удобно для себя с большой ценностью взаимодействовать с бизнесом, взаимодействовать с другими людьми, мы видим несколько ключевых таких платформ, которые должны быть внутри SuperApp. Вот, ну, я уже сказал про то, что мы видим большую потребность в мессенджере, и поэтому реализуем именно ее. Вот, я сказал про то, что мы создаем платформы для контента, вот, и контент, он же на самом деле очень разный, да, мы говорили про сериалы, мы говорили про то, что музыка является очень таким востребованным и, наверное, большой ценностью для пользователей потенциальной. Вот, мы создаем игры, потому что, скажем, игры играют очень важную роль в развитии человека, они как развлекают, так и дают возможность нарабатывать все какие-то навыки дополнительные. Это большая часть развития, я думаю, человека. Ну, и, конечно же, очень важно, что наше мини-приложение, которое мы разрабатываем внутри ITU как платформу, а также кошелек, который мы реализуем, они позволят, по сути, нашим пользователям взаимодействовать с бизнесами, взаимодействовать с различными организациями, продуктами и сервисами, не выходя из одного предложения, оплачивать услуги, переводить деньги друг другу, иметь возможность какие-то деньги зарабатывать внутри на тех продуктах и сервисах, которые мы делаем, да, то есть у нас есть платформы, которые мы реализуем, которые позволяют пользователям найти работу, может быть, найти какую-то сдельную работу себе на час или два, да, то есть они... Мы хотим создать как можно больше возможностей для наших клиентов получать пользу от приложения, развиваться, значит, развивать свои навыки, получать полезную для них информацию. И вот оплатформа сегодня у нас, если смотреть на цифры какие-то, да, то есть мы сегодня уже завели почти 50 партнеров в оплатформу, да, то есть это там в том числе известные компании, которые сегодня размещены в эту оплатформу и своим клиентам, своим пользователям дают возможность с одного приложения, с Айту, потреблять свои услуги, вот. Мы зарегистрировали уже более двух миллионов пользователей в целом Айту, да, то есть это достаточно важный и достаточно значимый, на наш взгляд, показатель, потому что конкуренция в этом поле очень большая, и вот те усилия, которые мы вкладываем, они дают результат постепенно. У нас появляется музыка, мы делаем большой фокус на локальных производителей, на локальные треки и хотим сделать потребление музыки в Айту очень простым, да, и тебе не нужно быть меломаном для того, чтобы потреблять музыку в Айту. Ты заходишь, и мы даем тебе простые листы, которые подходят тебе на каждый день. Наш кошелек позволяет оплачивать более 2000 различных услуг сегодня внутри Айту, это и коммунальные услуги, и какие-то финансовые, и те же игры, то есть, по сути, все, что тебе нужно было оплатить. И если говорить о том, какое взаимодействие мы развиваем в Айту, то сегодня в Айту действует более 8000 активных сообществ. Сообщества могут быть большие и маленькие, есть те, которые мы организуем сами, по каким-то большим темам, по городам или по каким-то, скажем там, темам важным для людей. Но также есть и мини-сообщества, которые организуют сами. У нас более 16000 активных каналов с контентом. Это и новостные информационные контенты, очень много развлекательного, очень много молодежного. То есть, если смотреть на то, что из себя представляет сегодня Айту, то вот это те цифры, которые лучше всего сегодня отражают. Спасибо. И нам кажется, что основная задача для суперприложения это создать эффект так называемого полного стадиона. То есть и мессенджер, и сообщество, они будут ценны тогда, когда они наполнены пользователями, когда, скажем, в рамках этого приложения или в рамках этой среды, в рамках этой адресной книги ты можешь найти большую часть своих знакомых, когда ты можешь написать своим друзьям, когда там есть много пользователей, тем ценнее эта площадка. И поэтому мы сегодня целимся на то, чтобы развить именно часть аудиторную, привлечь как можно больше пользователей и создать для каждого из них ценность внутри нашего суперрапа. Спасибо, Бейбар, за ваш вопрос. Да, вот спасибо, Нуртай, за очень подробную презентацию. Если вот говорить насчет именно суперрап, то есть тренд идет за рубежа, то есть это, по сути, супермаркет сервисов. И я очень много заметил то, что есть темы на досуге в Айту. Это самое важное преимущество, которое есть практически во всех суперрапах, которые мы говорим, в России условно, в Казахстане. И BTS Digital, в частности, Айту-платформа, она поддерживает именно локальный казахстанский отечественный контент и отечественные решения, которые могут делать решения, зарабатывать и популяризировать любую тему в рамках этой экосистемы. Ну, как-то так. Асель, да, я хотел задать, наверное, такое, да, можете поделиться ли вы достижениями вашей экосистемы BI в части клиентского сервиса? Асель, ну, слово вам, да? Да, да, конечно. Ну, спасибо, Нуртай, очень интересные материалы. Очень приятно с вами в том числе познакомиться. До этого как-то не удавалось, да? Надеюсь, как-нибудь встретимся с вами в оффлайне. Ну, смотрите, если говорить конкретно о нас, то мы немножечко у нас, наш суперап, он немножко отличается тем, что мы все-таки больше под недвижимость кастомизированы. И если говорить о достижениях, то, например, в период пандемии в 2020 году мы договора долевого участия, вот те договора, которые обычно приходят клиенты, да, и подписывают у нас в офисах продаж, мы подписывали в онлайн формате. Для этого не нужно было приезжать к нам в офис, то есть можно было выбрать недвижимость и в онлайн формате договор подписать. Мы считаем, что для нас это одно из таких самых ярких достижений 2020 года, потому что вы, наверное, сами понимаете, констракшн-сфера, она немножечко такая интересная, довольно не технологичная, но тем не менее нам все же удается в нашей компании технологичность в саму отрасль вносить. И вот хотя бы то, что мы подписали все наши, подписываем договора, продолжаем подписывать с нашими клиентами в онлайн формате, это очень хорошее достижение. Кроме того, все оплаты, которые производят клиенты по рассрочкам, да, когда они оплачивают ежемесячные платежи за покупку недвижимости, либо сразу же оплату вносят как стопроцентную, мы тоже сейчас принимаем в онлайн формате, не нужно носить деньги с собой, достаточно будет сделать там перевод. Мы не финансовый институт, мы партнеримся с Каспики, партнеримся с процессинговыми компаниями, с разными банками, которые нам тоже предоставляют определенные условия. Мы платим большие комиссии, к сожалению, это боль, да, комиссии у нас огромные, но тем не менее для того, чтобы нашему клиенту было удобно, мы онлайн платежи проводим, и клиенты могут себе как бы это позволить сделать. Вот два вот таких вот ярких достижения за прошлый год. Меня хорошо слышно, коллеги? Да, вас слышно отлично. Спасибо. У нас очень много планов, конечно, еще до сих пор не все реализовано, сейчас мы активно работаем над онлайн-ипотекой, вот хотим сейчас, у нас запущен пилотный проект с Алтынбанком, Алтынбанк тоже очень цифровые ребята, очень хорошей скорости у них по разработкам, и в ближайшее время мы хотим запустить релиз, пока что выкатить только предодобрение, то есть клиент может подать заявку на ипотеку, на любую недвижимость, и банк уже должен будет там в течение 15 минут выдать ответ, да или нет, то есть подтверждается или не подтверждается займ. И дальше, конечно же, наша задача является построить end-to-end процесс, когда клиенту не нужно будет идти в банк, не нужно будет приходить в строительную компанию, то есть все можно будет сделать удаленно, удаленно приобрести, удаленно оплатить, удаленно оформить займы, подписать всю необходимую документацию, получить ключи и так далее. Все эти вещи мы сейчас отрабатываем. По прошлому году мы организовали подписание акта приема передачи, это тоже один из этапов покупки недвижимости. Когда уже квартира передается собственнику, мы акт приема передачи также автоматизировали, и сейчас можно его также в том числе пройти в онлайн формате через мобильное приложение. То есть у тебя, по сути, появляется такой чек-лист, где ты чекаешь, окно не разбито, все хорошо, дверь окей есть. То есть вот эти все вещи, они тоже уже реализованы. И более того, мы их пропагандируем, потому что мы очень сильно работаем над тем, чтобы быть прозрачными, быть понятными для клиента, для потребителя. И зачастую клиенты, которые в первый раз приобретают недвижимость, они просто не знают, каким должен быть процесс. И мы, как профессионалы в этой части, помогаем, обращаем внимание клиента на ошибки, которые могут быть допущены нашими ребятами-строителями, для того, чтобы клиент был все-таки удовлетворен в конечном счете, и никаких проблем в дальнейшем с эксплуатацией недвижимости у него не возникало. Вот такие вещи мы реализовываем. В общем, очень много планов у нас. Очень сильно мы хотим партнериться и с BTS Digital, и уже партнеримся. Да, и открыты ко всему сообществу IT, ко всем стартапам, кто предлагать будут интересные решения. Мы готовы как бы со всех выслушать. Я знаю, что здесь аудитория в основном молодые ребята, студенты. В этой части сама компания тоже проводит очень большую работу. У нас есть программа BI Graduate. И те ребята, которые сейчас, к примеру, уже находятся на последних курсах, заканчивают институт, они могут поучаствовать в нашей программе и, возможно, получить работу в нашей компании. Асель, спасибо за такой подробный рассказ о том, что делает сейчас BI Group в целом. У меня, наверное, вопрос. Мы все знаем, что IT-технологии и суперприложения развивают экономическое развитие в стране, повышают конкуренцию, дают преимущество отечественным игрокам. У меня, наверное, первый вопрос к Нуртаю. В Казахстане развиваются различные сервисы, приложения, в том числе суперапы. Возможно, могут ли наши казахстанские IT-компании либо экосистемы обуздать именно рост потребностей технологий и революцию в сфере технологий в целом? Спасибо за интересный вопрос. Я думаю, что, конечно, могут и, более того, очень активно это сегодня делают. Я думаю, что мы видим, что в стране развивается несколько платформ. Мы видим, что есть большое, скажем, такое сообщество более мелких стартапов, которые находят для себя более сфокусированные ниши и стараются развивать компетенции в них, стараются стать лучшими в этих нишах. Есть большие системные игроки, мы вот себя видим тоже таким, который старается сократить расстояние между этими стартапами, между их продуктами, между технологиями, которые они создают и пользователями, и потребителями. Я думаю, что у суперапов в этом плане тоже очень большая роль того, чтобы сократить между ними расстояние, помочь им найти друг друга, помочь каждому отдельному малому продукту, скажем, нишевому продукту получить все большую аудиторию. Поэтому я убежден, что, да, у нас, как у IT-сообщества в Казахстане, очень хорошие шансы, и мы сегодня, по сути, развиваемся уже очень бурно, развиваются много продуктов, сервисов, систем, которые в полной мере, скажем, реализуют все возможности технологий в современном. Ну да, спасибо, Нуртай. Я рад, что вы поддерживаете как местное IT-сообщество. Я сам вижу в экосистеме IT очень много маленьких и средних стартапов. Не обязательно IT, а даже там и медиа, и другие, да, отрасли. В целом, ну, у меня, наверное, вопрос к Асель, да, наверное. Вот, Асель, вот вы говорили то, что вы оцифровываете вот акты долевого участия, различные сделки и договора вот в сфере строительства, а также, ну, обслуживание своих клиентов в рамках вот цифровых КСК и так далее. Вот, по-вашему, сможет ли BI Group, да, вот именно ваша вот служба там клиентов конкурировать с приложениями, там, да, либо, не знаю, как вы будете именно стимулировать экономическое развитие, да, ну, рост доходов, прибыль, да, вот среди ваших вот пользователей, клиентов там, да, и различных игроков? Так, спасибо за вопрос. Смотрите, все-таки основной задачей нашей на сегодняшний день является, это, как бы, да, облегчение процедуры покупки недвижимости для нашего потребителя. Вот это основная задача, сделать клиентский путь максимально удобным. В нашей истории был даже такой кейс, что мы для государства написали платформу по регистрации договоров долевого участия. Платформа называется Казреестр. Два года назад мы подарили ее в Министерство инфраструктурного развития, вот наше отраслевое министерство. И вот таким образом мы поддерживаем отрасль и пытаемся оцифровать некоторые моменты, которые в конечном счете приносят value нам, в части того, что мы сокращаем время, ресурсы, да, и, соответственно, делаем, облегчаем, самое главное, жизнь нашего потребителя и делаем ее более проще, чтобы человеку было удобно, быстро и комфортно приобрести там ту или иную недвижимость. И не тратил это у него много энергии, сил и времени. Вот основная задача все-таки, она является таковой. Да, мы хотим, конечно же, чтобы это все окупалось, потому что мы вкладываем немалые денежные средства, но все же в большей степени нашей задачей является удовлетворение нашего потребителя сделать так, чтобы мы помогали клиенту приобрести недвижимость в один клик и общаться с нами, с сервисной компанией, да, потому что мы сами и обслуживаем наши дома тоже в один клик. Вот у нас есть наша сервисная компания собственная, да, К5, мы ее так называем, компания 5 BI Clients, и мы понимаем, что оттуда мы тоже денег заработать не можем, потому что КСК денег не приносит. Но при этом сам девелопер компании BI Group, она готова давать дотации и поддерживать наши жилые комплексы только для того, чтобы конечный потребитель, клиент был доволен качеством жизни и качеством проживания в наших жилых комплексах. И каждый год у нас принято решение нашим правлением, мы выделяем денежные средства на то, чтобы ремонтировать наши старые дома. Мы не берем с клиентов денег и собираем с них денег. Мы там, где действительно есть проблемы, которые со временем качество было подпорчено каким-то образом, мы приходим и исправляем за собственные средства. Проводим различные мероприятия для наших клиентов для того, чтобы действительно сама жизнь в домах была лучше. То есть это ответом к тому, что мы пока суперапа не зарабатываем. У нас в планах прям высокие доходы иметь суперапа, их просто нет. То есть сейчас мы больше ведем как бы такую деятельность, когда мы ориентированы на то, чтобы улучшать клиентский путь, улучшать клиентский опыт. То есть наш основной бизнес – это все-таки девелопмент. То есть пока вот такая у нас задача. Я ответила на ваш вопрос? Да, вы ответили на наш вопрос. Все супер, да. Вот радует то, что вот биогрупп идет наоборот на встречу государству, и это стимулирует новую сферу, которая называется «Гавтэк». Да, ну я хотел, наверное, вопрос задать к Нуртаеву, да. Ребята вот спрашивают, какие барьеры существуют в Казахстане, да, вот в качестве именно для новых сервисов именно в части суперапа. И как стать вот таким суперапом, там, либо вот, ну, очень тяжело, наверное, стать экосистемой, да, вот как Айту, да, или там Каспи. Но что клиенты хотят от компании, да, вот из вашего опыта, вот? Спасибо за вопрос. Вы сказали о том, какие барьеры, да, какие сложности есть. Я думаю, что на самом деле с точки зрения потребителя основной, в смысле, основная особенность, которая сегодня там связана с развитием суперапа в Казахстане, заключается в том, что для них это не барьер, да. Я думаю, что с точки зрения пользователей сегодня на самом деле у них есть очень большой, широкий выбор того, какими приложениями пользоваться. И именно этот выбор, он уже для, скажем, для национальных отечественных создателей суперапов является каким-то барьером того, что, по сути, наша задача является создать продукт, наша задача является создать такое приложение, которое было бы лучше, чем все остальные, для того, чтобы, как бы, войти, знаете, попасть, завоевать сердце наших клиентов, завоевать наших клиентов именно лучшим удобством, лучшей скоростью, лучшей ценностью, которую мы создаем. Это вот самая главная задача, потому что выбор сервисов интернета, сервисов продуктов в интернете у пользователей сегодня просто не ограничены. И самая большая сложность в том, чтобы сделать лучший продукт, который выберут пользователи. Получается, для клиентов нету никаких барьеров. Идет именно конкуренция среди экосистемы за клиента. И я думаю, вы уже, наверное, как один из лидеров, да, если два миллиона пользователей в экосистеме, это такой серьезный показатель. Да, мы вкладываем очень много усилий, и мы стараемся одновременно проработать, изучить и развить продукт в нескольких направлениях. Мы понимаем, что SuperApp – это не какое-то узкосегментированное приложение, это продукт, который создается для широкой аудитории. И поэтому в рамках того приложения и продукта, который мы даем, нам важно создавать ценности и отвечать интересам различных аудиторий, различных сегментов. Это предъявляет требования к тому, чтобы мы точно так же развивались бы в нескольких направлениях. Это большие усилия, которые позволяют нам для каждого клиента, для каждого гражданина в Казахстане создать такой продукт, который будет для него лично ценным, для него лично удобным. Мы рады, что сегодня, скажем, 2 миллиона человек уже к нам присоединились, воспользовались нами. Мы сейчас видим, что почти 500 тысяч человек пользуются нами ежемесячно, как минимум раз в месяц. И надеемся, что ту ценность, которую мы сегодня создаем для этих клиентов, мы сможем донести до больших масс, до всего населения нашей страны. Супер, супер. Ну, наверное, я еще такой крутой к вам вопрос хотел задать. Именно как вообще эти суперприложения стимулируют инклюзивное сообщество? Потому что когда в свое время я работал в холдинге «Зерде», мы обучали людей именно социально вызвимые слои, то есть многодетные матери, безработные, инвалиды, колясочники. Я знаю, что у вас очень много приложений было реализовано в рамках пандемии, и как они вообще начали стимулировать именно инклюзивное сообщество. Я вот знаю Digital ID, может быть, есть и другие какие-нибудь сервисы, которыми вы можете просто поделиться и рассказать. Да, действительно. Вот мы говорили о том, что технологические тренды двигают развитие, что мобильный телефон становится все более и более capable, у него появляется больше функционала. Но если смотреть на это с точки зрения того, что это означает для людей, то, по сути, это большой уравнитель возможностей. Это большой, скажем, выравниватель шансов и возможностей для тех людей, которые сегодня находятся на разных, скажем, стадиях своего развития, или они находятся, может быть, географически в отдаленных ситуациях от инфраструктуры. Мы стараемся создать продукты и мы стараемся создать такие возможности, чтобы независимо от того, где находится пользователь, находится ли он в городе Алматы, где ему доступно очень много инфраструктуры, он может пойти в ближайшую библиотеку, получить неограниченный доступ к интернету, начать получать курсы, изучать английский. Он может зайти в ЦОН, который находится, скажем, в каждом районе. Если говорить о жителе аула какого-то или села, то, конечно же, у него возможности ограничены, начиная с интернета, начиная с того, насколько ему доступна инфраструктура, насколько ему доступны различные коммерческие предприятия. Его выбор сильно ограничен. Они часто существуют и живут в мире, в котором какие-то локальные отдельные производители, локальные игроки, они монополизируют ситуацию в каком-то регионе. И мы хотели бы с помощью наших технологий дать возможность выровнять этот габ, сделать так, чтобы если у человека есть телефон, если у него есть наше приложение, то где бы он ни находился, какие бы у него ни были изначальные позиции, он имеет одинаковый доступ к сервисам, одинаковый доступ к госуслугам, одинаковый доступ ко всем возможностям, которые ему могут быть нужны в жизни. И Digital ID – это один из продуктов, который мы развиваем. Этот продукт является составной частью экосистемы. ITU является единым логином для системы. Он позволяет с помощью биометрической идентификации людям удаленно, независимо от того, где они находятся, получать электронную цифровую подпись и иметь доступ ко всем тем услугам легально, которые можно получать через телефон, которые можно получать в удаленном формате. То есть не идти в ЦОН, не ждать очереди, а просто показать свою биометрику. Из своего дома они могут получить электронную цифровую подпись и начать пользоваться всеми теми услугами, которые могут быть нужны на электронном портале, в банках, в каких-то других коммерческих организациях. То есть это большая возможность выровнять их независимо от того, где они находятся. У меня вот такая идея, ну не идея, а я вот недавно читал кейс Инополиса, когда вот ребята из Инополиса создали Telegram-чат, где сидит мэр, ну то есть этого города, где сидят все жители. И такой Telegram-чат существует для быстрой коммуникации и решения городских проблем. Я думаю, наши акиматы, ребята, которые хотят реализовывать концепцию Smart City, могут такое же сделать, не отходя, вот даже у нас есть свое приложение, на iTunes, Messenger, могут создать свой Telegram-чат, где могут общаться напрямую с клиентами, напрямую со своими жителями. Не надо там подавать кучу заявок, там идти в сон, писать заявление и пользоваться. Я вот вижу такой один из прикладных уже кейсов, которые делают уже в Татарстане. Я думаю, мы тоже сможем это сделать. И может быть, если у вас есть вопросы, либо есть вопросы аудитории, мы в целом готовы ответить там для наших слушателей. Я, во-первых, горячо поддерживаю то, чтобы использовать продукт ITU для улучшения взаимодействия с государством. Можно попробовать разные формы, мы готовы делать различные пилоты, всех призываю в этом принять участие. Действительно, есть вопрос от аудитории. Мне кажется, что развитие суперапа, оно должно идти вместе с развитием человеческого капитала. Поэтому, Бейбарус, хотелось бы вам тоже задать вопрос. Мы знаем, что у вас есть школа квант. Могли бы вы немножко рассказать об этой школе, чем она занимается? Ну, в целом, школа программирования квант – это инициатива Международного финансового центра, такое вот государственное частное партнерство, где мы помогаем ребятам, то есть не из IT-профессии, без бэкграунда. Даже если он учится в школе получить вот эту цифровую профессию, но суть не в получении самой профессии, а в получении востребованных навыков, которые позволят перепрыгивать в профессии digital. То есть мы знаем, что в IT, особенно в больших компаниях, требования именно к IT-навыкам очень высоки. Если нужно создать какое-то приложение, нужно знать как минимум три технологии. Если раньше нужно было три технологии знать, сейчас уже нужно пользоваться уверенно пятью инструментами и три языка знать уже на таком совершенном уровне. И мы помогаем нашим студентам, школьникам, студентам университетов и работающим ребятам получать вот эти все навыки. Обучение у нас идет без лекций, без оценок. Задачи именно... У нас есть как задачи, квесты, за которые ты получаешь очки. Есть проекты, в рамках которых ты должен делать полноценный проект, который ты можешь показать работодателю, можешь поделиться с ребятами и можешь даже начать делать какое-то приложение на вашей платформе. Я сам лично буду просить своих школьников, то есть наших студентов, да, раскачивать вот это местное IT-решение. Ну вот, как говорится, чем мы занимаемся, да, то есть мы интегрируемся с фузами, мы делаем для ребят цифровые стажировки, у нас вот девочки проходят интервью в Кремевой долине, стартапы, не просто IT-стартапы, а стартапы, которые применяют Artificial Intelligence, Machine Learning и другие передовые технологии. Спасибо большое, Baybars. Как вы думаете, что еще могут компании, такие компании, вот как BI Group, как BTS Digital сделать для развития студенческого потенциала в стране? Ну, да, если говорить, я считаю, компании не должны, компании не должны, там, как говорится, заниматься только со студентами, я считаю, можно работать и с working professionals. Здесь я, наверное, сделал бы акцент на T-shaped skills, то есть когда человек уже работает в строительстве, и если он набирает цифровые навыки, он знает, как отцифровать строительство. Если он работает, например, в медиа, в досуге, да, то есть, то он может приобрести какие-то цифровые навыки и реализовывать свои решения. Почему? Потому что вот вчерашний студент, он может там перейти в компанию, в которую больше платят условно там, да, или вообще уехать за рубеж. Вот. Ну, это как-то первое, да. Второе, я, наверное, сделал бы именно компаниям, возможно, выделение каких-нибудь грантов на обучение таким специальностям, которые будут стимулировать супер-апс, да, то есть это первое, это интеграция сложных решений, именно, может быть, каких-нибудь банковских сервисов, шлюзов электронного правительства, потому что это очень тяжелая тема, и с нею приходится работать вчерашнему выпускнику, то есть, к сожалению, к этому университету не учат. Второе, это понимание безопасности приложения, то есть сейчас усиливается требование законодательства к персональным данным, и мне кажется, ребята должны знать базовые какие-то вещи в области кибербезопасности, и даже применять. И третья вещь, это, наверное, облачные решения, это именно кауд-компьютинг, эта сфера очень развивается, это отмечают международные отчеты, там, Amazon Web Service, Microsoft Azure, IDC и другие. Здесь, наверное, нужно пользоваться не только серверными решениями, а уже какие-нибудь такие виртуальные решения в облаке, и я знаю, вот, ITU держит очень много сервисов в облаке, то есть любая IT-компания переходит на облако, если она хочет просто даже, не просто конкурировать, а просто выжить. И у нас ребята могут работать в целом как на низком уровне и высоком уровне в языке. То есть задачи не прогуглишь. Ну, если для студентского потенциала, мне кажется, нужно давать не просто задачи, которые ты можешь их прогуглить и скопи-патить этот код со Stack Overflow, а именно какие-то оригинальные задачи, и, наверное, вот. И вторая вещь, наверное, что компании должны, мне кажется, требовать от нас, от школ, да, IT-школ, IT-университетов кадров не через 4 года, когда уже эта технология станет невостребованной, а, условно, через полгода, год. Вот что вот мы можем сделать там, да, для развития не только студенческого потенциала, давайте будем говорить человеческого потенциала. Да, согласен. Спасибо большое за ответ. Асиль, давайте постараемся сделать это вместе. Приятно было познакомиться. Асиль, спасибо большое. Спасибо, коллеги, всего доброго. Спасибо. 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 Что такое энергия? Я верю, что энергия девочек может дать нашему миру инновации, Поэтому при поддержке наших партнеров три года назад была запущена программа Girls in STEM, в которой я ментор. Эта программа помогает девочкам заниматься наукой, технологиями, инженерией и математикой. Мы уже получили впечатляющие результаты. Наши участницы покоряют кремниевую долину, собирают роботов, запускают мобильные приложения, об их проектах рассказывают на канале BBC. Я верю, что мы даем шанс каждой девочке заниматься STEM. Недавно в одном городе открывали IT-лицей, который хотели принимать только мальчиков. Но когда администрация узнала про достижения наших участниц, то изменила свое решение. Теперь туда принимают и девочек. Я заметила, девочки в STEM стремятся создавать социальные проекты. Ведь так важно, чтобы наше изобретение помогало людям. Камкер – это мобильное приложение. И специальная кнопка, которую надо нажать, если вы попали в битун. Это ложка для людей с болезнью Паркинсона. Из-за тремора им очень сложно принимать пищу. Но благодаря нашей ложке это сделать намного удобнее. Фейнфайндер – прибор, который помогает делать быстрый и безболезненный укол. Нужно просто навести лучшие на обыск вены, чтобы подсветить ее. Это умная перчатка для людей с нарушениями зрения. Она позволяет ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться. На улицах в участии виден заполненный мусором контейнер. Поэтому придумали смарт-бин. Смарт-бин – это умный контейнер, который отправляет сигнал коммунальным службам сразу, как только он заполняется. Я очень хочу, чтобы каждая девочка могла стать ученым или инженером. Участие девочек ускоряет социальные изменения. Мы внедряем инновации во имя перемен. Продолжение следует... 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 Да, всем добрый день. Большое спасибо организаторам, что дали мне возможность принять участие в данном мероприятии. Я выступаю в текущий момент модератором этой сессии. Хотел представить вам наших уважаемых спикеров. Это Азат Лиаскар, управляющий директор Astana Innovations. Это Ольга Клифосова, менеджер в отделе адаптации обзора секретарь рамочной конвенции по изменению климата. И Нариман Мукушев, генеральный директор BI Innovations, управляющий директор POPIT в BI группе. Да, коллеги, всем привет. Всем привет участникам. Я предлагаю это в следующем формате. У нас будут две презентации. Презентации будут у Ольги Наримана. Соответственно, коллегам будут показать свои материалы. Давайте ориентироваться на 5 минут выступления, а потом тогда перейдем к обсуждению с ошибым вопросом. Давайте предлагаю с Ольги тогда начать. Ольга, вам слово. Ольга, вы наслышите? Я вас слышу? Вы меня сейчас слышите? Извините. Да, да, да. Так, сейчас я попробую показать свою презентацию. Это я ее пока не вижу. Вроде бы. Еще раз попытка. Как-то я ее пока не вижу. Если следует... А, вот она. Достаточно. Сейчас вы видите мою презентацию? Да, видно. Все, хорошо. Спасибо большое. Попробуем. Меня зовут Ольга, я из Казахстана сама. Мне очень приятно выступать. Большое спасибо организаторам за то, что пригласили. Секретариат Рамочной конвенции по изменению климата. Несколько слов я начну с контекста. Наверняка вы знаете, чем занимается конвенция ООН по рамочной конвенции ООН об изменении климата. Немножко напомню, как мы работаем, как она работает. Секретариат поддерживает работу этой конвенции. Она представляет собой... Я переключусь на английский язык, потому что готовилась я к презентации на английском языке. УНФЦС – это основа для межносторонних действий. И по данной конвенции у правительства есть определенные платформы для того, чтобы согласовывать свои действия по климату. И также УНФЦС – это определенное пространство по политическому вовлечению, по обмену информации, по национальным политикам, изменению климата и разработке международных отчетов и отчетностей. Ключевые инструменты, конечно же, это, которые используют страны, это вклад на национальном уровне и национально-адаптационные планы, в котором указываются стратегии по снижению выбросов и по тому, как это влияет значительно на изменение климата. И также мы говорим о стратегиях, которые используются. Недавно соглашение, которое, наверное, большинство знает, это парижское соглашение, которое было принято. И очень большое количество глав государств презентовали на данной конференции в Париже и договорились о том, что у нас увеличение средней температуры должно происходить на меньше, чем 2 градуса Цельсия, на 1,5 градуса Цельсия, и что увеличение возможностей влияния на климат и также на устойчивость климата и снижение выброса парниковых газов. В части финансов также была договоренность, что будут постоянные финансовые потоки, которые позволят снизить выбросы парниковых газов и тем самым способствовать устойчивости климата. И, конечно же, одна из особенностей – это то, что самые уязвимые страны, самые уязвимые участники, также им оказывается помощь по адаптации к изменению климата. То есть как это все связано с вопросами нашей нынешней беседы. То есть, как мы знаем, города содержат в себе около 55% мирового населения, и этот тренд, он без конца увеличивается, и более 50% всей инфраструктуры сконцентрированы как раз-таки в городах. То есть города, своего рода, это хабы для правительства, для экономики, для технологии. Города и люди, населяющие их, они очень уязвимы именно по вопросам изменения климата. То есть мы знаем, что, например, ураган, который у нас происходит раз в сто лет, сейчас вот эти ураганы, они случаются намного чаще и очень имеют трагичные последствия как для инфраструктуры, как и для людей, потому что плотность населения в городах очень высока. И, конечно же, возникает больше опасности с естественной стороны. С другой стороны, города являются основными источниками выбросов. То есть на сегодняшний день 18% всех выбросов, они производятся только с крупными вегаполисами. Здесь я особо долго на целях устойчивого развития останавливаться не буду, но это все вопросы, которые связаны с действиями, которые были разработаны по достижению цели устойчивого развития. И здесь как раз-таки основные указаны, то есть то, что у нас идет от уровня нации до сообщества, до городов. И такие цели устойчивого развития, они позволяют как раз-таки способствуют снижению выбросов. Также у городов у нас очень огромный потенциал. То есть несмотря на то, что мы повышаем качество городов, то есть делаем их более устойчивыми, делаем их более умными, у нас возникает больше возможностей по трансформированию этих решений. И здесь как раз-таки на этой инфографике мы можем увидеть несколько потоков, связанных с этим вопросом, и возможно мы об этом сможем позже поговорить. То есть это основные моменты, связанные с изменением климата, то есть, например, автоматическое определение и мониторинг выбросов, а также потенциал возобновляемых источников энергии и опасности, связанные с климатом. Также предактивный анализ, прогнозирование и сценарий, что есть ли для поддержки выработки решений с учетом таких неизвестных, как солнечная и облачная система, температура, сельское хозяйство, вода и другие пункты. То есть говоря о конкретных вопросах, уважаемый председатель, мы можем сейчас это обсудить или потом. То есть я несколько вопросов выбрала из тех, что были нам представлены. И есть несколько предложений. Очень интересный доклад, спасибо большое. Тогда предлагаю, Нариман, тогда вам слово, потом обсудим. Добрый день всем. Спасибо большое. Меня слышно? Да-да. Так, сейчас я заширю экран. Презентацию видно, да? Да, видно. Всем добрый день еще раз. Благодарю за приглашение. Сегодня очень рад на этой площадке немного рассказать о BI Group и в целом о нашей инновационной деятельности. BI Group – крупнейший строительный холдинг страны, Казахстана, который уже 26 лет возводит недвижимость. В структуре холдинга важную позицию занимает BI Innovations. Это основное подразделение, создающее цифровую экосистему вокруг всех процессов строительства, от проектирования до клиентского сервиса. Своего рода цифровая урбанистика. В квартире нашей команды более 40 цифровых проектов. Ими пользуются данными проектами, как наши сотрудники, компании, партнеры, клиенты, жильцы. Если говорить о цифровизации самого процесса строительства, то здесь мы применяем ряд технологий. Я по ним хотел вот так вот в общих чертах буквально рассказать. Любое строительство начинается с проектирования самого здания, будь то жилой комплекс или бизнес-центр. И здесь мы применяем BERT-технологию, которая позволяет в электронном формате формировать эскизный проект. Повышается качество планировок, повышается качество работы, исключается человеческий фактор и, самое главное, сокращается время. Если раньше эскизный проект можно было формировать, знаете, это был заказ, например, компаний на рынке, это могло занимать месяц-полтора, то сейчас, задав корректные параметры того, что необходимо получить на выходе, программа рассчитывает это буквально в период, максимум там в течение суток. BIM COST-продукт – это уже после того, как мы формировали эскизный проект, дальше из него идет рабочий проект строительства, и из них уже рождается в автоматическом режиме планирование объема работы, детальные расчеты, то есть, грубо говоря, с мета. Понятно, что, сразу оговорюсь, мы тут пока не скажем, что там все полностью автоматизировано, но уже из эскизного проекта тоже заформируется полностью, что надо купить, в каком количестве, когда надо купить, когда надо начать работы, потом проверяется на текущий момент человеком, человек смотрит, эксперт подтверждает, либо где-то корректирует, то есть, это в таком режиме пока, пилотном. Но, однозначно, экономия по времени огромнейшая есть, а время в строительстве – это прямая идет корреляция с деньгами. Третье, то, что я говорил про смету, про формирование плана работы и так далее, это у нас отдельный продукт, называется УСП, управление строительным производством. В рамках этого продукта исполняется, мониторится график, план потребностей ресурсов, ведется ежедневный учет расхода материалов. По сути, это сердце строительства, BI – это своеобразный продукт по учету всех строительных проектов, строительных материалов, этапности, и где мы в каждом проекте находимся на текущий момент. Далее. При строительстве жилых комплексов никакие процессы ранее не контролировались, это было буквально несколько лет назад. Контролировалось все достаточно вручную, где-то через Excel, бумагу. Если бы так дальше продолжалось, конечно, увеличивать обороты, объемы было бы достаточно сложно. Для этого был запущен проект Opera Build, Operational Build. Это продукт, это мобильное приложение, которым пользуются непосредственно строители на местах, это руководители проектов, начальники участков, которые в рамках данного мобильного приложения могут делать заказы, что необходимо, проверять, отмечать определенные пройденные шаги и так далее. То есть для того, чтобы они не ходили потом в офис, все это там не делали, не заносили в какие-то журналы, которые потом в систему заносить. Все это сделали через мобильное приложение, и сейчас активно идет пользование. Очень сложно строить любую недвижимость без участия партнеров и подрядчиков. Для эффективного взаимодействия с ними и исключения физического контакта на сегодня мы используем проект BI Partners. Это отдельный портал, в рамках которого мы со всеми нашими подрядчиками, со всеми нашими поставщиками, партнерами, а юридическими лицами подписываем все контракты, договора, акты, все в режиме онлайн через ДЦП. Вот вы видите внизу цифры, 140 тысяч договоров подписано через него, 32 тысячи компаний, с кем мы взаимодействуем через данный портал. Объем закупок 96 миллиардов. Ну и, наверное, важнейший фронт нашей работы – это является поддержкой взаимодействия с нашими клиентами. Для этого была разработана целая цифровая экосистема. Мы ее официально запустили, анонсировали в прошлом году на BI Ecosystem Event. И этот продукт, эта экосистема называется Big App. В приложении жильцы могут найти интересующую недвижимость, купить ее. Кстати, хочу обратить внимание, мы впервые в октябре прошлого года запустили возможность купить недвижимость, квартиру в жилом комплексе онлайн. То есть это, условно говоря, на AliExpress зайти, купить зарядку. Так можно с карточки купить, зайти на сайт и квартиру. Понятно, что здесь есть определенный медицизм. Не все клиенты готовы так делать. Все-таки это не спички покупать по размеру средств. Поэтому не все покупают пока так. Но, тем не менее, мы видим хорошую динамику, что люди покупают, особенно те, которые находятся в других городах, где отдел продаж BI не представлен. Далее, после покупки через это приложение клиенты могут спокойно отслеживать ход строительства, подавать заявки, записаться на передачу ключей. А после того, как уже будут жить в полученной квартире, в купленной квартире, уже смогут любые вопросы КСК писать там. Там есть трекинг, там мониторится все. И мы обязательно на все ситуации реагируем. И последнее, что хотелось рассказать. В целом, это у нас такое выражение, которое у нас корпоративная культура такая, что мы очень активно читаем книги, разные книги. Даже у нас есть в KPI. Не в каждой компании я встречал, но это мне здесь очень нравится, что у нас в KPI, в IDP, Individual Development Plan, у каждого прописаны книжки, которые нужно прочитать. Какие-то книжки мы сами себе ставим. И это прям задача. Понятно, мы там экзамен потом не сдаем, но это больше вопрос доверия. И мы понимаем, что это для нашего, собственно, развития нужно. Поэтому здесь такое небольшое выражение из книги «Взрывной рост». Кто читал, компании, которые делают правильные ставки, станут лидерами отрасли в следующие 10-15 лет. И если совместят большие инвестиции с технологиями и приверженностью к изменению масштаба всей компании. То есть я эту фразу добавил к тому, что сейчас BI выбрал очень большое, сильное направление и очень активно инвестирует именно в направлении оцифровки всей деятельности, как внутренней, так и взаимодействия со своими клиентами. Мы себя позиционируем в ближайшие несколько лет как construction tech компания. И будем рады, наверное, и с клиентами, и с партнерами, подрядчиками, подставщиками с каждым сотрудничать. Спасибо. Да, Нариман, спасибо большое. Могу только подтвердить, как бы там так получается, что мы просто по роду деятельности с Нариманом и с его командой достаточно часто пересекаемся, поэтому могу только подтвердить все вышесказанное. Вы знаете, спасибо обоим спикерам за доклады. Мне что понравилось в выступлениях, то, что они между собой на самом деле пересекаются. То есть Ольга говорила про ответственное отношение собственно там к природе, к том, что у нас как бы там одна экосистема на весь мир, как бы мы в этом мире живем достаточно маленький и узкий, хотя кажется, что он огромен. При этом говорилось про то, что города являются центрами инноваций и, собственно, в городах как раз рождаются вот эти возможности для того, чтобы предотвратить необратимые изменения климата и так далее. И как раз на самом деле это нашло отражение в докладе Наримана, где он как раз рассказал про то, что крупные строительные холдинги, которые на самом деле во многих экономиках мира являются такими определяющими, то есть они генерят очень много рабочих мест, очень большой вклад в экономику, потому что тянут за собой, ну, то есть материалоемкая, как бы очень наукоемкая отрасль, тянут за собой другие отрасли. И внедрение инноваций именно в девелопменте, соответственно, как раз очень сильно двигает вот эту историю, про которую говорила Ольга. У нас вопрос от аудитории, он к Нариману. Опирается ли BI Innovations на международный опыт при внедрении умных технологий? Спасибо за вопрос. Да, конечно. Первое, что мы обязательно смотрим, это есть рынок ENR 100, это 100 самых крупных инновационных застройщиков мира. И мы там смотрим, что делают самые, скажем так, продвинутые, самые крупные игроки в мире. Это и китайские компании, французские компании, американские компании, изучаем их деятельность. Второе, очень активно следим за тем, что происходит со стартапами в Калифорнии, потому что очень много интересных стартапов в 3D-строительстве через 3D-принтеры в разного рода юберных сервисах, и мы там руку на пульсе держим. Ну и третье, мы обязательно также смотрим на рынок СНГ. Для примера, вот я хотел бы сказать, в России есть достаточно хорошая, целеустремленная, быстро развивающаяся компания, PIC. И по некоторым направлениям, в принципе, мы у них где-то чему-то учимся, и не стыдимся этого. То есть, если где-то кто-то впереди, почему бы у него не получится. Да, Риман, спасибо большое за ответ. А у нас есть еще один вопрос. Осуществляет ли Казахстан продажа квот на парниковые газы? И ответ на этот вопрос я попросил дать Азата или Аскара, потому что у нас еще один есть спикер. Азат, мы будем реализовать. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, хотелось бы выразить огромное благодарность за то, что дали возможность поучаствовать в данном мероприятии. Вы не могли бы повторить еще раз вопрос, потому что... Осуществляет ли Казахстан продажу квот на парниковые газы? Ну, смотрите, здесь, скорее всего, вопрос, наверное, не в наших компетенциях, потому что Aslan Innovation занимается, наверное, совсем другими делами. То есть, мы занимаемся направлением Smart City, умный город, экосистема, ГЧП, ну и много-много-много чего. То есть, занимаемся цифровизацией города. То есть, насчет вот таких вот вопросов, насчет таких проектов, как бы, я пока не могу ответить. Да, я думаю, что Ольга, по-моему, тянет руку. Ольга, можете прокомментировать? Ну, могу определенно, наверное, сказать, что нет, не участвует в этой торговле в настоящее время. Ну, вообще, здесь ситуация с этой торговлей, она немножечко сейчас с международным немножечко, она находится в пересмотре, потому что второй этап Киотского протокола, под которым проводится вот, возможно, такие, возможно, такая транзакция, он заканчивается, а новая под Парижским соглашением еще, система еще не утверждена. Странами там много спорных вопросов. Но, кроме этого, странам необходимо выполнять определенные обязательства для того, чтобы участвовать в такой торговле, и это не всегда, так сказать, не всегда для некоторых стран не всегда возможно. Поэтому, ну, вот, в случае Казахстана сейчас, насколько мне известно, это не моя область экспертиза, насколько мне известно, такие обязательства еще как раз находятся в стадии выполнения, то есть оставляются отчеты и так далее, пока они еще не представлены в секретариат, и даже если бы была такая возможность, в настоящее время не осуществляется эта деятельность. Да, спасибо, Ольга. На самом деле, как бы, я думаю, что, в принципе, для стран, у которых небольшой углеродный след, я думаю, что, в принципе, это как раз возможность торговли квотами. То есть, это как раз стимулирует введение инноваций, чтобы уменьшать, соответственно, выбросы и торговать квотами, если они остаются. У меня будет вопрос, тогда я попытаюсь его задать Азату, как раз потому, что мне кажется, что это как раз очень близко к тому, чем занимается Астана Innovations. Подскажите, коллеги, Нариман, Ольга, тоже подключайтесь, как городам обеспечить привлекательную среду для технологических компаний в создании умных устойчивых экосистем. Может быть, как раз Азат, поделитесь тем, как этим вопросом занимается Астана Innovations. Какие условия создаются? Большое спасибо за вопрос. То есть, в принципе, мы для себя определили три направления, которые город должен обеспечить для привлекательности. Разделили их на три. Первое, это человеческий капитал. То есть, это мы говорим о наших гражданах города, Нашултан, те, которые в тренде, которые готовы к вызовам технологического бума, те, которые знают повестку мира технологического, те, кто обладает нужными компетенциями. То есть, в этом направлении нам бы хотелось очень сильно отметить такие организации, как образовательные в основном. Это Найти университет, Назарбаев университет, Школа Алем, мы говорим об инновациях, о технологиях и о развитии всего. То есть, это как бы первая базовая такая вещь, на которую мы должны обращать внимание и создавать для них условия. То есть, второе, это институты развития. Это тоже очень немаловажные игроки в развитии именно умных городов. Почему? потому, потому что хорошо, вот, например, у нас появилось общество, которое готово к этому, которое знает тренды, которое готово развиваться, создавать, творить и делать наш мир, нашу жизнь чуточку лучше и умнее и комфортнее. Так вот, институты развития, на них лежит очень большая ответственность в плане того, что они должны помогать, создавать условия, где-то двигать какие-то нормативы, где-то двигать какие-то, например, не знаю, подзаконные акты, может быть, двигать какие-то еще, еще какие-то вещи для того, чтобы именно тем ребятам, которые готовы, которые хотят развиваться, которые хотят внедрять что-то и делать нашу жизнь лучше, чтобы им было лучше, чтобы они сделали как бы такой быстрый прогресс. Ну, также те институты развития должны помогать в плане инвестиций, обучать, направлять, способствовать. Ну, если перечислять их, то у нас их, они как бы именно что-то они у нас есть. Это МФЦА, это Астана Хаб, это Каза Инновations, да, ну, и, в принципе, мы и Астана Инновations. Ну, и, конечно, третье, это открытость города Коновация. Что это говорит? О чем говорит? Это говорит о том, что, в принципе, да, мы хорошо создали общество, институты развития помогают, наши ребята выявляют какие-то зоны, начинают развивать, да, начинают придумывать какие-то технологические решения. Так вот, здесь очень важную роль играет именно внедрение открытое с города, то есть город должен быть готов, чтобы дать возможность этим проектам запилотироваться в конкурентной среде, на реальных, ну, именно в бою, как говорится, поддержать и, как бы, выслушать их, а в дальнейшем дать возможность лучшим, как-то, когда лучшие решения, либо же внедряться в городе, либо же дать, ну, масштабироваться. То есть, в принципе, вот три, да, три компонента, которые должны создавать города. Если перечислять, если, как бы, говорить о наших продуктах, то, например, по первому компоненту человеческому ресурсу, по человеческому капиталу по развитию, основной инновейшнс проводят стэм-олимпиады для школьников, а также проводим основной инновейшнс челлендж, то есть, и батлы проводим для того, чтобы определяем какую-то определенную проблему, да, объявляем конкурс и выявляем путем сбора, да, предложений мы выявляем там победителей для того, чтобы дальнейшем внедрять. В принципе, также мы принимаем, помимо там проведения стэма, основной инновейшн челленджи, принимаем заявки от общества, любые, для внедрения и пилотирования у нас в городе. Также мы запустили проект, я, наверное, чуть-чуть о нем попозже расскажу, это умный район, умный район дает возможность именно тем ребятам, не важно, кто это, это может быть и молодые стартаперы, у которых только MVP, да, это может быть большие компании, которые уже хотят внедриться и показать какие-то решения, вот именно умный район дает такую возможность для пилотирования абсолютно бесплатно, то есть, вот, в принципе. Ну и, конечно, третий инструмент это все-таки все те лучшие компании, которые показывают себя хорошо, там, после пилота, а мы отдаем такую возможность, то есть, да, можем инициировать выступление на IT-совете города. В принципе, вот три компонента. Да, спасибо большое, это очень интересно, можете поподробнее рассказать про этот умный район, по-моему, это как раз пересекается с повесткой, с темой, потому что, в любом случае, те решения, которые там обкатываются, мне так кажется, что это как раз имеет отношение к умным городам. Можете поподробнее рассказать про это начинание? Да, идея, идея создания умного района, она родилась еще года три назад, то есть, первая ласточка, как бы, у нас это тоже был пилот, по сути, да, мы как бы понимали, что есть, в Астане, ну, как бы, на Султане есть такая упрежденная концепция у смарт-астаны, да, смарт-сети по шести направлениям, то есть, для реализации данных, данных вещей, нам нужно было какое-то пуля, нам нужно было какой-то, какой-то, какой-то район, для того, чтобы можно было пилотировать, да, какие-то решения. Так вот, подумав, да, определив, создав концепцию, мы выбрали первую ласточку, это наш район Байконур, определили участок, получается, с урбанистами, совместно с представителями Акимата, ознакомили жителей, уведомили жителей о том, что будем проводить такой пилот, да, именно умного района, именно на их территории. Потом путем сбора, объявили сбор, предложений от компании, кто хочет запилотироваться, кто хочет проверить какие-то свои новые решения, именно там, в улучшении качества жизни, да, создать ее комфортнее, создать ее быстрее, лучше, удобнее, безопаснее, вот. Так вот, ну вот на Байконуре мы запустили уже три года, там более, более 200 проектов у нас запилотировались, показали очень хорошие результаты, там привлекли, привлекли более, 180 миллионов инвестиций, то есть это инвестиции, получается, ну мы как бы не даем инвестиции, мы даем условия, мы даем помещение для того, чтобы можно было пилотироваться, соответственно, те ребята, которые хотят пилотироваться, которые проходят там определенный отбор, они пилотируются, ну, за свой счет, ну, результаты, как бы мы оцениваем, делаем экспертизу, и пока дальше уже показываем городу, лучшие внедряем, и дальше, дальше, как говорится, больше, поэтому, а вот сейчас, с этого года мы понимаем, что сделали выводы, посмотрев на наши результаты, Байконур, умный район, Байконур показал себя с хорошей стороны, с позитивной, да, с роста, поэтому мы решили все-таки теперь запустить это на остальных районах, это район Есель, район Алматы, район Сырарка, объявили прием заявок всех желающих, кто хочет запилотироваться, да, в том или ином направлении, собрали, на данный момент сейчас уже производят последний этап, отбор, согласование, и в принципе, мы уже с представителями районных акиматов определили район, определили зоны, и некоторые решения будем там пилотировать. Ну, то есть, это такие, знаете, наболевшие проблемы, вот у нас сейчас проблемы, например, с люками, да, потом эко-пункты, теплые остановки, это умные датчики передачи данных, да, это, ну, умные домофоны, умное освещение, это безопасный двор, то есть это очень-очень, если так говорить подробнее об этом, можно говорить очень долго, и раскатывающим много. Да, спасибо большое. Сытно очень интересно, это как бы, ну, на самом деле, очень крутое начинание с моей точки зрения, потому что, по сути, как бы это, ну, не какая-то лаборатория, где там, тестируются какие-то решения, оторванные, может быть, от жизни, это, действительно, как бы там, жилые районы, на которых, то есть, ты либо показываешь эффективность, как бы, в реальных условиях, либо нет. у меня тогда вопрос еще такой ко всем участникам дискуссии, по поводу аналитика и по поводу данных для умного городского планирования, каковы основные технологии, без которых умные города не в состоянии оперировать, на ваш взгляд? Нариман, Ольга, Азат, кто хочет высказаться? Говорите, говорите. Я, наверное, скажу просто те технологии, ну, это, наверное, направление, которое у нас сейчас есть, в районах там больших данных, в районах вообще данных, в принципе, которые мы развиваем. У нас есть два проекта, это проект больших данных, Big Data, да, и проект открытых данных. То есть, в принципе, два проекта очень, ну, как говорится, для того, чтобы развивались умные города, для того, чтобы развивалась вообще конкуренция, развивался рынок, эти данные очень полезны. Например, если выбрать Big Data, у нас там реализовано, он объединяет больше 104 источников данных, включает 37 объектов наблюдения. То есть, да, это и транспорт, и образование, и медицина. То есть, мы понимаем, что, когда, когда наладив такой правильный поток всех данных от всех управлений, то есть, от всех направлений, в одну, например, интеграционную шину, да, а потом это все анализируя, да, потому что большие данные, в основном, анализируются, для того, что дает хороший, правильный анализ, для развития той или иной структуры, или управления того или иного управления. То есть, сейчас мы создали это, это успешно уже функционирует, мы хотим расширяться, получать еще больше данных, для того, чтобы выдавать анализы, для, знаете, такого правильного развития тех или иных направлений. Также хотелось бы сказать про наш проект OpenData, открытые данные. Понятно, что, как бы, да, открытые данные, они, как бы, их можно найти везде, они одно, само название, открытые, да, они все обезличены, их можно найти в интернете, но мы поставили себе такую задачку, поставили себе такую цель, что мы объединим, то есть, у нас более 40 данных, более 40 направлений, мы объединяем, да, сортируем, то есть, для чего они нужны, то есть, если посмотреть опыты, там, и Барселона, и Лондона, и Сеула, да, то есть, открытые данные, это, в первую очередь, развитие, развитие бизнеса, развитие стартапов, развитие, вообще, технологического бизнеса, потому что, открытые данные, именно города, они дают полную картину того, что происходит, где есть потребность, где нет потребности, например, подвязываясь, да, или, используя информацию, используя 3t-api, который у нас есть, на портале, в принципе, можно будет настроить какой-то определенный, там, я не знаю, сервис, либо же еще какое-то приложение, неважно, вот, в принципе, вот эти два направления мы развиваем активно, для того, чтобы создавать, и развивать проекта умного города. Спасибо. На реман хотели что-то добавить. Да, да, я хочу сказать, вот ваш вопрос звучал, какие большие данные, аналитика необходима для того, чтобы город оперировал, существовал, наверное, никаких, даже при отсутствии аналитики больших данных, город будет существовать, другое дело, как он будет существовать, наша жизнь будет такая, ну, как-то же жили без, абсолютно без аналитики данных, 50 лет назад. Все это было, аналитика была вру, но была не компьютерная, была такая там, ворох бумаг, куча книг, и куча аналитиков, да. А если говорить про то, что можно было бы сделать, я не знаю, мне кажется, тут очень, прям огромнейший пласт возможностей, и для города, и для стартаперов, хоть до кого, там, начиная с, я не знаю, вот, в Японии есть целый институт, там, который занимается только изучением светофорного движения, ну, светофоров, светофоров, и там, светофоры, они, на основе данных, которые через них прошли, то есть, какой поток прошел, утром, какой вечером, где пробки, и так далее, и так далее, там, они по-разному могут там гореть, один и тот же светофор, там, в 11 часов, и в 11.30, то есть, вот первое, да, второе, какие дома, сколько чего утилизируют, где-то там, может быть, в одном доме, там, чаще мусор выносят, и, а в другом реже, тогда здесь можно, там, в том доме можно реже отправлять мусороборочную машину, но я имею в виду, что пласт огромнейший, просто огромнейший, где можно применять, и это только ограничить фантазии, наверное, ребят, которые не боятся чего-то запускать, там, стартаперы, там, и так далее, а с точки зрения, с точки зрения, вот, наверное, кратко скажу про предыдущий вопрос, чтобы технологические компании, не знаю, там, пришли, либо они здесь рождались активно, в принципе, у нас, фу-фу-фу, неплохо там, какие-то компании рождаются, да, но, конечно, там, не из США, еще, с точки зрения этого, но, полностью соглашусь с мнением от предыдущего спикера насчет того, что вот, прежде всего, это, конечно, человеческий капитал, а второе, это, вот, на мой взгляд, в том числе, роль государства большая, в плане того, что должен быть очень легкая, должен быть очень сильно упрощены государственные услуги по части как открытия бизнеса, так и закрытия в случае неуспеха, очень легко, разошел, раз, открыл там, через кнопочку, там, не смог, не излетел бизнес, через три дня закрыл его через кнопочку, все, там, никакие, там, 50 проверок и доказывать, что ты, условно говоря, там, не верблюд, чтобы, ну, такого-то там потом не делалось, то есть, я в том плане, что вот здесь вот, вот здесь как раз-таки огромнейшая, важнейшая роль государства, которое должно, по сути, создавать именно, может быть, не создавать инновационные проекты, ну, например, да, это круто, но как минимум создавать такую вот, экосистему, да, такую экосистему, в которой бы рождались инновационные проекты, вот, и все, такую, все инструменты дать и сказать, ребята, вы сами в песочнице играйте, создавайте проекты, а мы вам будем только помогать, вот вам субсидии, вот вам легкое открытие бизнеса, вот вам легкое закрытие бизнеса, там, пятое, десятое, наверное, вот как-то так, если в двух словах. Эта тема, конечно, очень большая, вы затронули, но сейчас, наверное, не будем ее там прям детально помимо поедема. Ну, то есть, давать стартаперам не рыбу, но давать удочку. Обязательно, обязательно, обязательно. Стартаперы всегда должны быть, еще есть такое золотое правило, стартаперы всегда должны быть еще такие полуголодные, да? Голодные, Когда стартапер становится сытым, получил хорошую рыбу, становится сытым, потом он чуть-чуть перестает, ну, амбиции спадают, чуть-чуть перестает сильно гнаться за каким-то там большим успехом. Ну да, как процитировал Джобса, да, stay hungry, stay foolish. Да, спасибо большое, очень интересно. У меня вопрос тогда к Ольге, это вопрос как раз от зрителей зала, а что способствует усилению парникового эффекта? То есть вот прям так звучит вопрос, я думаю, что к вам как раз мы больше подходим по теме. Спасибо, это, конечно, такое академическое, академический вопрос, больше пандементальной физики. Парниковый эффект, это знаете, вот это естественный в общем-то эффект, это то, что то, что покрывает, что слой углекислого газа покрывает нашу Землю. Если бы его не было, то тепло бы не удерживалось и температура на Земле была бы непригодна для жизни. То есть вот так это естественно работает. Но вследствие того, что в последние, вот начиная с индустриальной революции, экспоненциально происходит выброс парниковых газов в атмосферу за счет индустриализации, за счет основной источник энергетика, отопления и так далее. То есть вот транспорт огромную роль сейчас играет. Это одеяло пуховое в наших парниковых газах. И еще не только это углекислый газ, это еще и метан, который обладает огромной вот именно вот этой вот силой удерживания. А метан у нас, это вы знаете, это из полей сельскохозяйственных и от животноводства. И самая главная утечка метана от добычи полезных ископаемых, нефти, газа и так далее. То есть вот это все огромными темпами увеличивалось последние годы и увеличилось до такой степени, что температура растет в общем в такой скоростью, даже не сами абсолютные значения температуры важны, а то, что оно растет скоростью без прецедента этой земли. И это приводит к различным катаклизмам. Вот сейчас у нас в Бонне, я сижу, 7 апреля идет снег и минус 3. У нас зимой такого планета. Снег не прекращается. То есть откуда, как это связано с глобальным потеплением? Да, вот напрямую оказывается, потому что потепление это глобальное, это тренд средней температуры, который сопровождается огромными колебаниями вокруг этого тренда. И самое страшное на первых этапах, по крайней мере, влияние на различные отрасли, в том числе и на города. Города вообще просто катастрофически являются, так сказать, открытой площадкой для убийства. И если что-то такое происходит, что случилось в очень странах, которые обладают огромной адаптационной способностью и деньги у них есть, и технологии. Но вот температура воздуха держится в течение недели за 40 и начинаются смерти, как в африканских странах, где нет такой адаптационной способности. То есть вот именно увеличение, если мы возвращаемся к началу вопроса, увеличение проникнового эффекта происходит за счет постоянного нашего развития на основе сжигания ископаемого топлива. Поэтому различные программы, различные меры предпринимаются, как страны договорились, должны предприниматься на уровне стран в глобальном масштабе, чтобы снижать вот эти выбросы. А это что? Это у нас возобновляемые источники энергии, это у нас переход на какие-то более экономные использования энергии. Это огромная область. Поэтому вот, а с другой стороны, даже если мы сейчас все прекратим выбросы в атмосферу, вот, например, в прошлом году многие отрасли просто застопорились из-за ковидера, не летали самолеты, закрылись многие фабрики, выбросы углекислого газа упали на 11%. Это огромная в общем-то цифра, но температура продолжала расти, потому что инерция климатической системы, она огромная. Даже если мы сейчас прекратим, она еще какое-то время будет расти. Но для того, чтобы нам вот избежать катастрофических последствий этого изменения климата, времени не так много осталось на самом деле. Если до 50-го года не перейдем на, так сказать, вот это вот нетто ноль выбросов, то есть сколько выбросов столько и поглощается в результате лесов, например, то об этих последствиях вы можете все прочитать. Пандемия это просто детский сад по сравнению с тем, что в общем ожидает планета. Но я хотела что-то немножко другое сказать, если у вас нет еще вопроса. Вот как раз немножко развивая эту тему, которая достаточно далеко от нас, от меня, занимающаяся поддержкой международных, межправительственного процесса. Но тем не менее, если мы говорим о том, как создать привлекательные условия для развития этих таких умных городов, одно из направлений, где возможно получение и дополнительного финансирования, и дополнительного как-то скейлинг ап, да, вот это это ну вот идти вновь с теми с теми акциями, то есть с той деятельностью, которая осуществляется в рамках международных соглашений. Например, страны развивающиеся, на Казахстан вот они к этому не относятся, но другие страны, они имеют выход к механизмам финансирования в рамках в рамках рамочной конвенции ООН. Это и глобальный экологический фонд, это и глобальный зеленый фонд, где можно подать заявки на различные проекты. Ну, конечно, просто вот взять частную какая-то фирму пойти подать заявку не может, но она может быть частью проекта, который осуществляет страна. Допустим, там подается большая заявка по увеличению эффективности использования энергии в городах. Они привлекают, страна привлекает на национальном уровне, привлекает вот такие компании, как вот сейчас Нариманы и второй, извините, за то, что хотела иметь, рассказывали. то есть финансирование, то есть если вы информированы о том, что такое, как решать вопросы умных городов, при этом выполняя, а это обязательно, при этом, так сказать, на стыке уменьшения выбросов, увеличения сопротивляемости различным явлениям, увеличения вот этого резилинс, как говорят, устойчивости к изменениям климата, на этом стыке огромная и польза, и возможность, которая предоставляет международное сообщество. Ну и второе, то, что я хотела сказать, это, что я тоже в своей презентации, последний слайд, который я не показал, хотелось сказать, но это уже больше, так, конечно, и мое личное мнение, то, что я вижу происходит в различных странах, для того, чтобы вот эти любые наши проекты, будь то «Умные города» или еще что-то, они очень выигрывают, являются устойчивыми, то есть не так, что проект начался, и он там чего-то сделал, и потом все, и оно вернулось постепенно на предуслояр. Должен, во-первых, соответствовать генеральной, какой-то, попадать в генеральную стратегию, не только национальную, но и мировую, смотреть, что вообще происходит. Второе, да, вот это вот образование, о котором Ирлан говорил, да, это же, ну, это действительно то, что мы всегда должны делать, учиться, учиться и учиться, как кто-то когда-то сказал, это остается актуальным до сегодня. Второе, вот вы задавали вопрос на этой сессии, как могут быть вот эти умные решения, быть scaled up, не знаю, как по-русски, ну, продвинутые, да? Мы у нас, мы можем много чего привести по технологии, что технологии должны делать, как использовать и так далее. Ну, вот я бы хотела один аспект начать, очень важное региональное сотрудничество, региональный объект обмен опытом и учет вот эти культурных и местных практик. То есть, мы не улетаем в облака на крыльях Big Data и Earth and Official Intelligence и Bitcoin и еще сколько там слов мы этих самых знаем, но смотрим, что вообще приемлемо для настоящих. Да, мы поднимаем их на более высокий уровень, но для того, чтобы сделать сделать нашу жизнь соответствующую тому, где мы живем, это должно быть все-таки основано на каком-то фундаменте. Это показывает практика, показывает практика внедрения адаптационных мер в различных странах, что вот эти практики, взятые на следующий же уровень, они оказываются гораздо более эффективны, что там происходит в Штатах или там что там происходит в Европе и так далее. Эти примеры тоже, наверное, все знают. Они очень совершенно незначительные маленькие мерчика взять, убрать все заборчики в городе Алма-Ате. Хорошая идея, для какого-нибудь там Капунгагина. Где-то у нас она там сработала, где-то кому-то понравилось, кому-то несовершенно никак. То есть это иногда доводится до абсурдных каких-то решений. Вот это изучение исторического опыта, изучение местных практик, изучение мирового опыта и насращивания этого, и тенденции глобальные. Вот где получается то, что называется смарт, то есть то, что называется умное. И не идти там бежать за кем-то вслед и говорить, что там штат все прекрасно, а вот у нас уже и не возвращаться там к нашим предкам, а вот именно насращивание на стыке этих этих движений фронтов. Да, Ольга, спасибо большое. Вы, по сути, подвели такую очень хорошую черту под нашим обсуждением, потому что как раз коллеги из Astana Innovations из BI Group говорили о том, что они изучают мировой опыт и адаптируют его применение как раз здесь на рынке Казахстана. Это как раз ровно то, о чем вы сейчас говорите. Да, мы, к сожалению, подошли к окончанию нашей сессии. Я благодарю всех участников, большое спасибо, Ольга, большое спасибо, Азат, большое спасибо, Нариман. Я надеюсь, что зрителям было интересно, что мы закрыли те вопросы, которые должны были осветить в нашей сессии. Спасибо вам, Руслан. Спасибо большое. До свидания. Всем хорошего дня. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Откуда берется энергия? Я черпаю свою энергию из работы с детьми. Вот какие навыки точно понадобятся ребенку в взрослой жизни. Математика, английский, программирование, физика, что это? Нет четкого ответа. Ответ как-то сам пришел. Я работала еще с трудными подростками в Таразе, с детьми из детского дома. А когда я уже училась в Колумбийском университете на психолога, социального работника, я поняла, что детям нужны навыки, которые помогут им управлять своими эмоциями, мотивировать, самомотивировать себя, уметь справляться с трудностями, ставить, достигать какие-то позитивные цели, которые будут менять их жизнь к лучшему. Как молодой психолог, решила, что хочу работать именно с детьми, помогать им развивать свой эмоциональный интеллект и учить их быть лидерами. Наша команда создала вот такую уникальную программу. Это программа летнего лагеря «Будущее – мой выбор». Это игры, это тренинги, это творческие занятия. Все они нацелены на то, чтобы помочь подростку понять себя. Благодаря поддержке партнеров ее прошли уже сотни подростков. Когда я ехал в лагерь, я думал, что это совершенно обычный лагерь. Поверьте, я никогда так не ошибался. Тренера, что там были, они научили меня понимать свои чувства, они научили меня понимать чувства других. Я стал более общительный, более открытый. Театр можно назвать формой арт-терапии. Взаимодействие с театром «Артышок» у нас достаточно давнее. Первый спектакль был о взаимоотношениях детей между собой, о взаимоотношениях школьников, а второй уже был о взаимоотношении родителей и детей. Все истории, которые мы брали для спектакля, для сценария, они были реалистичные. Нашим родителям часто нравится, как мы выглядим, с какими людьми мы общаемся. И музыку, которую мы слышим и так далее. Поэтому мы решили, что пригласить родителей на наш спектакль было действительно важно. И они увидели себя в тех героях, в которых мы играли. Но спектакль открыл глаза не только нашим родителям, потому что и мы поняли свои ошибки. И я думаю, что этот спектакль очень сильно сблизил нас и дал нам понять друг друга гораздо лучше, чем когда-либо. очень хочется, чтобы все родители принимали и любили своего ребенка вот таким, какой он есть, со всеми его достоинствами, недостатками. Мы, взрослые, должны научить детей генерировать именно положительную энергию. Тогда они смогут менять этот мир, делать его красивым, лучшим и более интересным. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 И оценить, конечно же, какой-то ряд, что есть определенные когнитивные функции, которые у человека занимают секунды, возможно, тут относительно легко реплицировать в искусственном интеллекте. Второй вопрос, он менее технологичный, но более связан с моралью и с этикой. То есть мы говорили о том, что у нас, например, роботы могут делать хирургические операции, а что если пациент умирает во время такой интервенции? В этих случаях, когда у нас затраты, ошибки, цена ошибки очень высока и применение очень критично, то вот здесь использование полностью автоматизированных систем, оно будет более замедленным, чем в других отраслях. И самый распространенный опыт, это у нас сейчас есть технологии, которые позволят самопилотируемым машинам управляться, то есть это где-то 99% ситуации. Возможно, конечно, нам придется использовать какие-то самопилотированные машины, которые более будут безопасны, чем человек, потому что они не пьют, они более ответственны. Но в этом случае на ком будет ответственность, если произойдет какой-то ДТП. То есть это статистический факт. В случае, если это неизученная территория у нас до сих пор, поэтому займет еще очень много лет, прежде чем такие системы у нас смогут вступить в синергию с человеком. И я также думаю, что есть у нас и психологический фактор, что, скорее всего, у нас есть большая высока вероятность, что человек может не убьет всех, кто находится в его машине. Машина сама статистически может лучше справиться с заданием, но тем не менее у нас не идеальный человек, возможно, лучше с этим заданием справится. То есть вот такого рода задачи они могут решиться уже с людьми, которые у нас сейчас растут, то есть новое поколение. С другой стороны, у нас, конечно, могут быть такие ситуации, когда у нас может быть более контролируемая атмосфера. Например, я считаю, что вот несколько лет осталось от того сценария, когда у нас будут полностью автоматизированные решения. Либо могут быть, конечно, еще и ряд других ситуаций, но не все их можно заранее спланировать. Немножко такой долгий ответ получился на ваш вопрос. Спасибо большое, профессор Бронштейн, за ваш интересное дочко зрения. Вы сказали, что в ближайшем будущем у нас, наверное, будут новые автоматические системы. Собственно, этим занимается Лон Маск. Он работает над самоуправляемыми машинами и другими технологиями. Спасибо. Профессор Урвик, какое у вас мнение на этот счет? Действительно, мы живем с вами в интересные времена. Я думаю, тут есть несколько взаимосвязанных моментов. Первое. Говоря об искусственном интеллекте, мы должны понимать его не в вакууме, а в взаимосвязанной среде. Конечно же, рабочие места будут исчезать, будут заменяться, профессии будут меняться. Но, собственно, мы это уже сейчас видим с использованием компьютеров. Те профессии, которые существуют сейчас, не существовали 50 лет назад. И наоборот, те, которые существовали тогда, возможно, не существуют сейчас. Также будут появляться и новые задачи, для решения которых потребуется искусственный интеллект. И люди будут лишь управлять искусственным интеллектом, они не будут решать конкретно эти задачи. То есть очень многое изменится, конечно. Насколько это изменится, на все это зависит от общества, наверное, в целом, и от технологий. В частности. И если мы считаем, что да, действительно, мы хотим идти этим путем, то, я думаю, нам нужно будет с большой осторожностью решать этот вопрос. И мы об этом уже затронули, слегка затронули этот вопрос. Вопрос синергии. Мы не можем управлять системами по отдельности. Мы не можем сказать, что вот есть человек, а вот искусственный интеллект. Мы должны будем воздействовать здесь и на ту, и на другую систему совместно. Будут различные способы взаимодействия между двумя системами. Это будет, скорее всего, удаленное взаимодействие. Будем нажимать кнопку, и что-то будет происходить на компьютере. С другой стороны, скорее всего, намного ближе будет это взаимодействовать. В моем личном примере я разместил чип, свою систему кровообращения, и я управлял этим чипом. Именно здесь и наблюдаются преимущества искусственного интеллекта. То есть есть определенные вещи, которые человеческий мозг не выполняет хорошо или не выполняет вовсе. Если мы посмотрим на области военных, то нужно сказать, что технологии намного больше интегрированы в области именно военных вопросов. И мы сейчас лишь начинаем смотреть на эти вопросы. И хотелось бы, наверное, все-таки сказать о том, что искусственный интеллект не будет заменять человеческий интеллект, но будет его дополнять и будет с ним интегрироваться. Я отвечаю на ваш вопрос. Важно отметить, что когда мы смотрим на искусственный интеллект, то мы должны очень четко понимать, что же мы называем интеллектом. Ведь зачастую то, что мы называем искусственным интеллектом, представляет собой всего лишь систему, систему с большим количеством данных. То есть у них нет своего собственного интеллекта. С другой стороны, если подумать именно о интеллектуальных, об умных системах искусственного интеллекта, то такие системы, конечно, могут быть потенциально опасными. И вы уже говорили о терминаторе. Конечно, никто не знает, окажемся ли мы внезапно в сценарии терминатора. Нет, но в любом случае мы должны использовать искусственный интеллект для того, чтобы предоставить дополнительные преимущества и возможности человеческому интеллекту. Особенно активно можно его использовать в медицине. Но мы должны еще с осторожностью относиться к этому вопросу и не зайти слишком далеко. Спасибо большое. Полностью с вами согласен. Синергия действительно является очень важным фактором, как отметил профессор Орбек. В будущем все больше и больше работы будет выполняться машинами, но люди должны контролировать машины, должны контролировать те процессы, ту работу, которую машины выполняют для того, чтобы избежать каких-то неблагоприятных сценариев. Благодарим вас и переходим дальше на следующий вопрос. Какое будет социальное воздействие экстремальной цифровизации и экстремального распространения технологий? Могут ли технологии цифровизации ускорить различные инструменты сотрудничества? Профессор Орбек, что вы об этом думаете? Я думаю, что мы уже сейчас наблюдаем определенные изменения, особенно в маркетплейсе. Можно, конечно же, обвинять в этом Амазон и другие компании, которые этим занимаются. Но на самом деле мы с вами очень много чего покупаем удаленно, покупаем онлайн. Мы больше не ходим в магазины. Я думаю, что в США, Великобритании все больше и больше испытывают вот именно такие изменения. Да, конечно, офисы находятся в городах по-прежнему, но вот в магазинах многие закрываются. И COVID-19 усилил эти, ускорил изменения в этой области. Поэтому нужно отметить, что эти изменения приводят, наверное, даже и ускорению определенного ряда процессов. Мы можем также посмотреть и на клетки мозга. Что они делают? Они взаимодействуют, они коммуницируют. И сейчас у нас есть другие способы коммуникации между клетками мозга. И мы уже сейчас получаем первые преимущества от этих процессов. Мы видим огромное количество изменений. И где эти изменения наиболее интересны? Это, скорее всего, в области медицины. Например, многие неврологические проблемы можно решить при помощи машин. Нужно просто помнить о том, что мозг и неврологическая система используют электроны. И такие электронные сигналы. Все это будет напрямую воздействовать. То, как долго мы будем жить. Потому что мы все больше и больше сможем решать медицинские проблемы. Наше тело будет выявлять эти проблемы и решать их. Может быть, у нас даже какая-то распечатка постоянная будет, где будет идти контроль деятельности нейрологической системы. Вот такие есть преимущества взаимодействия человеческого интеллекта и искусственного интеллекта. Спасибо, профессор Бронштейн. Слово вам. Что вы думаете о этом поводу? Я согласен с профессором. И тоже считаю, что мы уже ощущаем на себе определенные изменения, определенные эффекты. И эти эффекты будут лишь усиливаться на протяжении нашей жизни. Это не новый феномен. Индустриальная революция традиционно ассоциируется с тектоническими изменениями на рынке труда. Мы взаимодействуем друг с другом, мы взаимодействуем технологиями. И я думаю, что новым, что здесь является новым? Это скорость и направление изменений. Я думаю, что их достаточно сложно оценить. Какое количество новых рабочих мест было создано? Сложно это себе представить. Я думаю, что мы все-таки много рабочих мест теряем в связи с автоматизацией, но и много новых рабочих мест создается. Поэтому это очень такой непростой вопрос. Я думаю, что многие из этих аспектов являются неизбежными. И обязанностью сообщества, обязанностью правительства является отслеживание таких последствий и их, может быть, упрощение. Я хочу на оптимистичной ноте закончить ответ на этот вопрос. Я думаю, что у технологий очень много плюсов, очень много преимуществ, и мы должны просто ими правильно воспользоваться. Особенно область здравоохранения, медицинская область, наверное, прочувствует на себе самое большее воздействие. Также интересно и то, что в некоторых странах, особенно в американском комитете, которые исторически несколько отставали от других стран с точки зрения инфраструктуры или клубных городов и так далее, сейчас у них есть возможность использовать современные технологии и догнать другие страны. Другими словами, технологии сейчас открывают новые возможности, новые двери и исправляют некоторые исторические несправедливости, которые наблюдались там или иначе. И мы каким-то образом всегда думаем, что этот сценарий терминатора будет таким образом, что машины придут, и всех нас убивают. Но на самом деле я не думаю, что этот сценарий совершенно далек от реальности. Сложно определить, что такое интеллект, а уж тем более, что такое искусственный интеллект. Что работает сейчас? Машины сейчас – это, по сути, умные инструменты обработки данных. Я не уверен, до какой степени будут развиваться технологии, нужно ли их развивать до бесконечности. Уже сейчас компьютеры намного лучше нас могут читать. И, в принципе, компьютеры уже очень близко приблизились к человеческому ситуацию. Спасибо. Мы живем в мире, где технологии высоко автоматизированные. И, конечно же, это затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни. Мы должны использовать искусственный интеллект правильным образом, законным образом, чтобы все-таки искусственный интеллект приносил преимущество людям. Когда я сам был студентом, я учился в Нижней Корее, и я хотел что-то поесть. Я просто все ингредиенты закладывал, в какую-то кастрюлю нажимал кнопочку, и у меня был ужин. Потом загружал посудомойку. Посудомойка сама была. Мне нужно было убрать комнату, включал робот-пылесос, и опять все отрабатывало. Поэтому здесь, наверное, две стороны металли. С одной стороны, люди, может быть, ленятся, и различные системы, различные технологии все могут делать, да человек может лежать на диване. С другой стороны, это хорошая возможность тратить свои силы, энергии и время на те вещи, которые нас делают лучше и развивают нас. И действительно, на мой взгляд, искусственный интеллект будет нам полезен в будущем. Отлично, мы сейчас переходим к следующему вопросу. Такой интересный вопрос. Биоэкономия. Экономика является видением индустрии 5.0. Есть возможности конвертации биоресурсов в различные товары, такие как пища, корм для животных и другое. Профессор Уорвик, какой ваш взгляд на данное высказывание? Для меня интересным аспектом здесь является именно энергия. Мы сейчас находимся в таком достаточно антикварном состоянии, говоря именно о производстве энергии, используя энергии. Думайте о том, что говорил Никас Тесла много-много лет назад. Он говорил о беспроведных системах производства энергии. Однако, что же мы сделали с этой идеей? Мы не дошли до этой идеи. У нас есть провода, у нас кабели, мы должны постоянно в розетку их подключать. И это нас ограничивает. Ограничивает то, как далеко мы можем путешествовать, как быстро. Это ограничивает стоимость и так далее. Поэтому, я думаю, если мы посмотрим на эту идею с несколько другой точки зрения, то, возможно, мы можем увидеть уже на новой возможности. Энергия не только в отношении производства энергии, но и в отношении передачи энергии из одной точки в другую. Это достаточно такая интересная идея, и различные группы по всему миру смотрят на этот вопрос. То есть энергия превращается в что-то совершенно другое, достаточно постоянным образом. То есть энергия-то никуда не пропадает. Но, конечно же, много чего здесь будет меняться в этой области. Я думаю, что это очень интересная тема для обсуждения. Спасибо, профессор Бронштейн. Я бы хотел сфокусироваться на несколько другом аспекте. Вот мне понравился ваш пример того, что вы все ингредиенты в мультиварку заложили, нажили кнопку. Сейчас очень интересные результаты были, исследования в отношении ближайшего будущего и в том числе и развития технологии в медицинской области. На самом деле, такие идеи всегда присутствовали в исследовании. И идея в различных медицинских исследованиях была в том, чтобы разместить различные медицинские препараты в пище. То есть мы принимаем пищу, было бы замечательно, если бы сразу мы получали все необходимые препараты. И мы часто слышим такие высказания, что вот эту пищу не надо есть, она вам не очень подходит. И было бы замечательно, если бы те вещества, которые мы помещаем в свою ротовую поэллость, сразу же автоматически были нам полезны. Но многие из этих веществ не исследованы, и мы не знаем, к чему приводят или иные флавоноиды, какие последствия, например, они будут иметь. И регуляторы никаким образом не описывают эти процессы. Мы лишь ограничиваемся витаминами, микроэлементами, белком, жиром и углеводами. На самом деле намного больше веществ в пищевых продуктах находится. То же самое можно сказать и о медикаментах. Например, какой-то пищевой препарат может быть богатым тех или иных химических веществ, и если принимать именно вот эту пищу, то можно повысить концентрацию данного вещества. Конечно, это нужно более подробно исследовать, и в целом можно использовать пищу в качестве терапевтического средства. Для этого, конечно же, потребуются определенные технологии, ведь надо будет следить эффект различных пищевых молекул и изучить и эффект синергии данных пищевых продуктов на конечных потребителей. Возможно, используя генетическую информацию. То есть любой продукт может сделать человека более здоровым или менее здоровым. И здесь большое количество аспектов технологических, которые можно изучить, чтобы прийти к большему долголетию. Тут нужно еще помнить о нагрузке на системы здравоохранения, которые представляются в различные заболевания. Поэтому мы должны перейти от текущей модели здравоохранения, где мы лечим уже больных. Мы должны все-таки раньше пытаться выявлять болезнь, не тогда уже, когда болезнь не проявилась. Мы должны предупреждать заболевания до того, как они произойдут. И как раз-таки очень много трендов в этой части, которые помогут собрать биологические сигналы с различного рода оборудования, которые можно носить на себе. Например, Apple Watch. То есть уже такие приборы есть. Возможно, Гэвин уже знает о таких станциях, которые можно даже имплантировать в тело и которые будут собирать информацию в 4 часа в сутки. И если мы это будем использовать активно, то, конечно же, мы сможем уже определить определенные тренды профилактические для населения. Спасибо за то, что поделились своим опытом. Я бы хотел добавить, что Майк озвучил очень важный момент. Одни из преимуществ искусственного интеллекта – это как раз-таки предиктивность прогнозирования, точная классификация. То есть то, о чем Майк говорит в части здравоохранения, когда мы говорим о будущем здравоохранении, это не только работа с болезнью, но непосредственно оздоровление, то есть профилактика, чтобы у вас не возникло то или иное заболевание. Я думаю, что здесь искусственный интеллект имеет очень большие возможности, потому что мы можем сразу в нескольких направлениях работать и тем самым прогнозировать то, на чем мы работаем. Например, заболевание Паркинсона, когда в будущем у этого человека, возможно, возникнут проблемы. И измените, конечно же, также искусственный интеллект может классифицировать, какого рода заболевания могут возникнуть у этого человека. То есть, возможно, у вас, допустим, будут какие-то заболевания, связанные со старением, это неизбежно. То есть, в части здравоохранения искусственный интеллект огромное преимущество нам дает и финансовой точки зрения, потому что мы уже можем не использовать постоянно химикаты и медикаменты, но и также продлить свою жизнь. То есть, я очень с этим согласен, что мы хотим прожить не только долгую жизнь, но и здоровую жизнь. Да, да, спасибо, профессор Горик. Я не могу не задать вопрос, особенно сейчас, во время пандемии. И пандемия нам показала, что не все на самом деле мягко и плавно в наших системах здравоохранения, в том числе и в развитых странах. Поэтому я хочу узнать ваше мнение, как искусственный интеллект повлияет на медицинскую отрасль и на перспективы в части, например, медикаментов или вакцинации. Профессор Горик, а что вы скажете об этом? Я думаю, конечно же, многое зависит от того, насколько мы хотим позволить. Если мы говорим во всем мире, то, конечно, это очень здорово, что большинство стран очень быстро продвигаются с вакцинацией, но не все страны таковые. Большинство. Есть такие страны, в которых есть определенные политические ограничения и сдерживания. И это на самом деле очень стыдно, потому что люди умирают. Но это не проблема искусственного интеллекта. Это, если вы хотите, это проблема политическая, когда у политиков власти они не прислушиваются к научным доказательствам и к научным советам. Но это очень, конечно же, печально для людей. Например, даже в Великобритании мы видим сборы людей, где никто не носит маски, где они все находятся в замкнутых помещениях. И, конечно же, мы можем уже понять, в чем проблема, и, соответственно, вести себя по-другому. Тем самым мы эту проблему разрешим. Но если мы делаем не в доверии искусственному интеллекту, мы можем ему доверять, мы можем им верить. Но нам, как людям, также нужно и вести себя соответственным образом. В том числе и ситуация с COVID. Она, конечно же, больше, скажем, связана с логическим поведением, но, тем не менее, есть огромное количество людей, которые просто не соблюдают те меры, которые нам наука рекомендует, или хотят какую-то степень свободы делать то, что они хотят. То есть здесь вопрос не только в искусственном интеллекте, или в технологии, или в компьютере, или в науке. И здесь вопрос даже чистого механизма уверования людей, соблюдания требований. Это, на самом деле, очень интересно, потому что если мы хотим получить какую-либо информацию, то, как правило, мы смотрим ее в компьютере, мы ее забиваем в Википедию, мы смотрим, проверяем. Если я хочу посмотреть, кто такой Майкл Браунстон, я могу зайти в Википедию, и там будет написано, что Майкл – это такой-то человек, и я верю этому. То есть в этом способе, то есть мы как люди, мы просто верим той информации, которая доступна, но каким-то образом в вопросах ковида мы стопроцентно этому не верим. И это огромный стыд, поэтому нужно пользоваться той информацией. И, конечно же, в вопросах пандемии было бы, конечно, здорово, если бы мы могли это как-то прогнозировать. Как мы этого достигнем, я не знаю. Спасибо, профессор Монштейн. А ваш взгляд на данный вопрос? Ну, конечно же, это связано с тем вопросами, над которыми я работаю в своем исследовании. Я однозначно верю в влияние машинного обучения, и я думаю, что в последние несколько лет мы видели прогресс определенного в данном направлении. То есть это комбинирование методов, как графические сети и глубокое обучение, которое позволило нам, конечно же, рассмотреть огромные объемы данных. И у нас есть большой прогресс в моделировании белков, потому что мы знаем, что белки – один из основных компонентов человека. То есть то, что я вижу довольно общим по всем этим проблемам, это то, что эти все вопросы, они хорошо понятны на техническом и физическом уровне. И у нас по ним есть очень большие данные. То есть если мы посмотрим на текущую стадию разработки медикаментов, то у нас все еще идут традиционные биологические исследования, но я надеюсь, что это в скором времени поменяется, и большинство компаний, например, как консистра, они изменят свои направленности. И не забывайте о клинических испытаниях на всех стадиях, например, по безопасности медикаментов, по времени, которое нужно на разработку новых медикаментов. Если мы говорим в контексте, конечно же, то есть определенные более пути, легкие репозиционирования медикаментов, когда мы берем текущие безопасные медикаменты и пытаемся использовать их в комбинацию против новых целей. И машина обучения также работала над этим вопросом и показывает довольно перспективные результаты в этой части, даже несмотря на то, что это очень быстро развивающийся отрасль, искусственный интеллект вместе с медициной дает довольно хорошие клинические результаты. И я также хочу об этом упомянуть, мы об этом говорили вначале, что есть медицинское оборудование, где цена ошибки очень высока, и вопрос потом идет в ответственности, чья же все-таки это ответственность. Поэтому есть роботы, которые оперируют вместо хирургов, но что может случиться, что искусственный интеллект должен работать в синергии с человеком или в сотрудничестве с человеком, где уже часть ответственности на себя может взять человек. То есть это, на самом деле, уже происходит, если мы говорим о каких-то инструментах по визуализации, медицинской визуализации или клинико-диагностических инструментов. Спасибо, полностью согласен с обоими вами, что да, это, конечно же, решение, в котором должны приниматься человеком. Уважаемые спикеры, у нас есть вопросы теперь от аудитории, позвольте я их зачитаю. То есть первый вопрос. Недавно был разговор об алгоритмах искусственного интеллекта. Но он включает в себя определенную предвзятость. То есть изначально данные содержали в себе предвзятость. То есть как можно митигировать эти данные, как можно ими управлять. Я не думаю, что у меня есть какое-то волшебное решение. Это здесь вопрос связан еще и с идеологией. Я не знаю, что есть какие-то аргументы, которые, скажем так, относятся именно к науке. То есть я думаю, что да, такая ситуация имеет место быть, особенно когда мы говорим об языковых моделях. То есть, например, те данные, которые используют машины по обучению, они идут из определенного общества. Поэтому у меня нет какого-то волшебного решения. Я думаю, что вначале нам нужно решить именно социальные проблемы. Потому что искусственный интеллект – это отражение нас. Это отражение тех данных, которые исходят из человека. То есть тестирование проходит из того, что используем мы. То есть если у нас какие-то предвзятые данные, то, соответственно, будут и предвзятые данные в искусственном интеллекте. Поэтому возможно, что используется, что ваш алгоритм будет без непредвзятости. Но если мы сами являемся центрами предвзятости, и однозначно мы принимаем системы, в которых уже изначально есть предвзятость, то есть нам изначально… Я думаю, что больше опять-таки вопрос не сколько науки, сколько социо-культурного… Профессор Уоррик? Да, я думаю, Майк дал очень хороший ответ на данный вопрос. Очень сложно ответить на этот вопрос. Искусственный интеллект, система искусственного интеллекта, они такие же, как и люди, если честно. Они зависят от данных, которые в них вводят. И на самом деле это интересно, что у нас, у людей тоже есть, и как расовые предвзятости, и просто какая-то предвзятость у некоторых это на гипотическом уровне идет. Поэтому я, конечно, все-таки думаю, что эти установки можно изменить, но человека можно, например, обучить и надеяться, что он поменяет свои предвзятые наклонности. Но в части искусственного интеллекта, если у нас есть, конечно, что-то, будь это связанное с расовым, или это просто какая-то предвзятость… Это как раз-таки социальные изменения, или тут те люди, кто управляет этой системой. В любом случае, у нас есть очень много примеров, когда в системе есть определенные расовые предрассудки, расовая предвзятость, и ее, конечно же, нужно менять. И сейчас это нам, конечно, нужно для этого время, потому что это очень быстро не произойдет. Но в любом случае, как с любой системой образовательной, у нас есть предвзятость определенная, на которую мы можем повлиять и изменить. Спасибо. Переходим к следующему вопросу от наших участников. Есть ли какой-то тупик в развитии искусственного интеллекта, профессор Вольн? Я думаю, вам понравится этот вопрос. Очень хороший вопрос. Я надеюсь, что нет, потому что это все зависит от сетей. И эти сети, они очень важны для искусственного интеллекта. Мы сейчас тоже, так сказать, выстраиваем свои мозги в определенную сеть. То есть, нетворкинг сам по себе не может это все, конечно же, изменить. То есть, будет ли это за сто лет, произойдет изменение лет, мы не можем сказать, потому что сети могут быть разные. Но я уверен, что из системы интеллекта, которые у нас работают в многоразмерной пространстве, если мы их свяжем с человеческим мозгом, то есть, конечно же, потенциал, что мы можем тоже ставить, думать в нескольких размерах. То есть, это за границами уже науки, это уже чисто предположение, но я думаю, что мы можем начать мыслить просто по-другому. И на данный момент мы, например, уже побывали на Луне, и я думаю, что опять-таки это все связано с ограничением человеческого сознания, нежели с чем-либо еще, без данных ограничений у нас и с искусственным интеллектом, у нас могут быть новые способы мышления. Поэтому я не могу установить какие-то границы. Да, очень интересный вопрос на самом деле, потому что за всю историю искусственного интеллекта мы узнаем, что у нас нет, так называемого, тупика. На самом деле, что еще в 70-х годах думали, что это конец искусственного интеллекта, были даже определенные некоторые математические процессы, которые пытались это доказать. Но выяснилось, что на самом деле очень много различных математических аргументов, почему эти методы невозможны. Но теперь, 34 года спустя, мы смотрим на это и понимаем, что это являлось основным драйвером, основным источником искусственного интеллекта на сегодня. Поэтому я был бы очень осторожен в том, чтобы сказать, что это какой-то тупик, потому что это могут быть чисто наши предположения, они могут быть ошибочными. Но и мое личное мнение, что называть или задавать такой вопрос, что из себя вообще на самом деле представляет интеллект, то есть это теория или это что-то более сложное, это на самом деле очень интересный вопрос, у которого есть более глубокие проблемы, не только более глубокие задачи, не только задачи, связанные с компьютером. То есть и также задачи, связанные с прогрессируемым технологиям, поэтому дело не в том, согласимся ли мы, что некоторые системы искусственного интеллекта, это искусственный интеллект или нет, главное, чтобы они были полезны. О, я думаю, что вы не слышны, модератор. Модератор. Вас не слышна, модератор. Продолжение следует... 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 И здесь тоже сложно ответить от стороны пациента, как он воспринимает такого рода лечение, это стимулирование, глубокое стимулирование мозга. А вот если у нас будут какие-то чипы, которые будут объединять умы людей для цели коммуникации, и если такого рода коммуникация будет лучше, чем вот эта механическая форма, которую мы пользуемся сейчас, представьте, мы можем просто мысли передавать друг другу. Конечно же, здесь встает вопрос защиты личных данных и личных идей, ведь дальше хакеры смогут проникнуть не просто в ваш компьютер и скачать что-то из компьютера, а смогут проникнуть в ваш мозг и скачать, может быть, ваши мысли. Это хорошо с точки зрения коммуникации, но с точки зрения безопасности, конечно, это проблема. Но я все-таки считаю, что есть огромные возможности, и в том числе кибервозможности, и киберэффективности. Есть новые формы коммуникации. Это очень хорошая область для исследования. Будем ли мы в целом пользоваться вербальным способом общения, если мы сможем просто мысли передавать друг другу? Здесь много вопросов, на которые будут искать ответы следующие поколения. Но, конечно, есть определенные и угрозы, особенно, когда мы говорим о хакерстве. Спасибо большое. И, к сожалению, наше время подошло к концу. Наша сессия тоже подошла к концу, она была очень интересной. И, если позволите, я скажу, что на данный этап, на данном этапе все находится в руках человека. И именно человек должен принимать все решения, должен контролировать процессы. Искусственный интеллект должен нам помогать в этом, а не контролировать нас. Благодарим вас, уважаемые участники, уважаемые эксперты, за ваши полезные рекомендации, за ваше интересное мнение. Для меня большой честью было с вами общаться сегодня. И надеюсь, что на третьем Нобелевском фестивале мы с вами встретимся лично уже в формате офлайн. Спасибо вам большое. Очень хорошая сессия у нас была. Надеюсь, что всем она понравилась. Я желаю профессорам Морнику и Бронштану успеха. Уверен, что у вас будут замечательные результаты ваших исследований. Всем удачи, успеха. Будьте здоровы и до новых встреч. Бизнес-тренеры проекта В 2020 году обучение проходило в онлайн-режиме. Истории успеха победительниц проекта Кока-Кола Белестере, их путь и достижения полезны миллионам женщин из всех регионов Казахстана. Служат им примером, являются вдохновением и стимулом смелее открывать собственное дело и верить в себя. Какое ощущение у вас было, когда вам сообщили, что вы выиграли грант Кока-Кола Белестере? Я просто бомбила и разрывала изнутри. Я была одной из десяти. Это был просто взрыв эмоций тотальный. Потому что я просто прыгала и скакала. Я волновалась сильно. Я сейчас помню, как все как в тумане. Конечно, это гордость. Я даже не знаю, как это описать. Столько людей. Я на сцену не выходила перед таким количеством людей. Изменилась ли ваша жизнь с Кока-Колой Белестере? Вы хотели бы что-то сказать организаторам проекта Кока-Кола Белестере? Масштабировать, чтобы количество грантов увеличилось в десятки раз. Чтобы женщины смогли реализовать свои мечты, бизнес-идеи. Это очень классный, замечательный проект. И хотелось бы, чтобы больше женщин получило такую возможность. Данный проект дал начало движению активных сельских женщин, которая в итоге способствовала созданию отдельной площадки – форума сельских женщин Казахстана. С 2018 года ежегодно проводятся областные форумы сельских женщин Казахстана. Итогом этих форумов является Республиканский форум сельских женщин Казахстана, в работе которого принимают участие женщины-делегаты со всех областей республики. В 2020 году проект Кока-Кола Белестере стал доступен в формате онлайн-обучения для женщин, готовых начать или развить свой бизнес. Онлайн-школа личные подсобные хозяйства Farmerschool.kz предназначена для широкого круга населения и обучает разным видам бизнеса на селе. Платформа «Бизнес Тим» в социальной сети Facebook – это инициатива экспертов проекта для объединения всех желающих женщин пройти онлайн-обучение основам бизнеса, найти наставников и единомышленников в целях создания и развития устойчивого малого бизнеса. Результаты проекта Кока-Кола Белестеры в Казахстане приносят свои плоды и вносят вклад в экономическое и экологическое развитие сельских территорий страны. Проект задействует росту вклада женщин в комплексное развитие села и достижению целей устойчивого развития ООН до 2030 года. События 2020 года. Пандемия. Самоизоляция. Локдауны. Да, но не только они. 2020 год – это плюс 15 тысяч ошибановцев. Новые лаборатории и кабинеты. Новые возможности Smart University. Создан автономный образовательный портал собственной системой прокторинга. Увеличено количество услуг Smart Arsul. Проведена неделя цифровизации. Достижения ученых. Учеными выиграны гранты на 160 миллионов тенге. Под руководством профессора Кванышбека Шункеева разработан учебник по физике для школьников Казахстана. Открыт диссертационный совет на соискание степени PHD по филологии. Защищена диссертация по математике. Успехи студентов. Волонтерские организации и школа волонтеров стали лучшими проектами области. Проведен международный студенческий семинар «Перспективы развития студенческого самоуправления в эпоху цифрализации». Участники стартап-академии выиграли гранты на свои проекты почти на 3 миллиона тенге. Международное признание. Университет стал сорганизатором международной конференции QS. Жабанов университи впервые вошел в международный рейтинг QS University Ratings и ECA и занял 351 место среди лучших вузов. Год Абая. Имя и наследие Абая стало ближе тысячам казахстанцев. Проведено множество мероприятий и конкурсов. Опубликовано несколько научных трудов. Книга об Айтану передана во все школьные библиотеки области. И, конечно же, 2020-й – это юбилейный год университета Жабанова. Проведено 85 благотворительных мероприятий. 503 человека награждены юбилейными медалями. 85 педагогов получили премии от областной профсоюзной организации работников образования и науки. Выпускники Активинской области стали обладателями 85 грантов имени Кудеберьена Жабанова. Зарегистрировано 85 пациентов. Учеными факультетами передано в библиотеку по 85 книг. Студентами реализовано 85 стартап-проектов. В 2020 году Жабанов университет перелистнул 85-ю страницу своей истории, чтобы с новыми целями идти вперед вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Уже девятый год в Казахстане успешно реализуется социальный проект «Кока-кола Белестере», который нацелен на развитие женского предпринимательства на селе. За годы работы в рамках проекта обучено более 35 тысяч сельских женщин, из которых более 3,5 тысяч участвовали в конкурсе на лучшую бизнес-идею. В итоге 81 женщина получила грант на начало или развитие собственного дела на общую сумму, эквивалентную 300-4 тысячам долларов США. Обладательницы грантов создали более 200 новых рабочих мест. Уникальность проекта в том, что он имеет простые и понятные учебные материалы, составленные на реальных примерах. Бизнес-тренеры проекта выезжают даже в самые отдаленные населенные пункты области республики. Все это делает проект доступным и полезным. За весь период проекта проведено более 350 тренингов в различных населенных пунктах. В 2020 году обучение проходило в онлайн-режиме. Истории успеха победительниц проекта «Кока-кола Белестере», их путь и достижения полезны миллионам женщин из всех регионов Казахстана. Служат им примером, являются вдохновением и стимулом смелее открывать собственное дело и верить в себя. Какое ощущение у вас было, когда вам сообщили, что вы выиграли грант «Кока-кола Белестере»? Просто бомбило и разрывало изнутри. Я была одной из десяти. Это был просто взрыв эмоций тотальный, потому что я просто прыгала и скакала. Я волновалась сильно. Я сейчас помню, как все как в тумане. Конечно, это гордость. Я даже не знаю, как это описать. Столько людей. Я на сцену не выходила перед таким количеством людей. Изменилась ли ваша жизнь с «Кока-кола Белестере»? Вы хотели бы что-то сказать организаторам проекта «Кока-кола Белестере»? Масштабировать, чтобы количество грантов увеличилось в десятки раз. Чтобы женщины смогли реализовать свои мечты, бизнес-идеи. Это очень классный, замечательный проект. И хотелось бы, чтобы больше женщин получило такую возможность. Данный проект дал начало движению активных сельских женщин, которая в итоге способствовала созданию отдельной площадки – форума сельских женщин Казахстана. С 2018 года ежегодно проводятся областные форумы сельских женщин Казахстана. Итогом этих форумов является республиканский форум сельских женщин Казахстана, в работе которого принимают участие женщины-делегаты со всех областей республики. В 2020 году проект «Кока-кола Белестере» стал доступен в формате онлайн-обучения для женщин, готовых начать или развить свой бизнес. Онлайн-школа «Личные подсобные хозяйства» Farmerschool.kz предназначена для широкого круга населения и обучает разным видам бизнеса на селе. Платформа «Бизнес Тим» в социальной сети Facebook – это инициатива экспертов проекта для объединения всех желающих женщин пройти онлайн-обучение основам бизнеса, найти наставников и единомышленников в целях создания и развития устойчивого малого бизнеса. Результаты проекта «Кока-кола Белестеры» в Казахстане приносят свои плоды и вносят вклад в экономическое и экологическое развитие сельских территорий страны. Проект содействует росту вклада женщин в комплексное развитие села и достижению целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Расширяем возможности или преодолеваем вызовы с применением технологий 5G? Как именно технологии 5G трансформируют телекоммуникации, искусственный интеллект и интернет? Об этом в следующей дискуссии с научным сотрудником университета Корнеги Меллан Таруном Ватхвой, главным директором по инновациям акционерного общества «Казахтелеком» Нурланом Мейрмановым, а также главным техническим директором «Билайн Казахстан» Олегом Снимщиковым. Кроме этого выступит эксперт компании «Хуавей» Илья Соловьев в прямом эфире. Спасибо. 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 технологии, какой объем инвестиций нужно для того, чтобы запустить 5G, вообще окупается ли эта технология. Вокруг этой технологии уже сформировалось множество всевозможных мифов, заблуждений, попытаемся, может быть, какие-то из них развеять. Конечно, все вопросы сегодня не успеем охватить, потому что просто времени мало, всего там минут 40 или час, точно не помню, поэтому постараемся как бы сжато ответить на максимальное количество вопросов, ну, во всяком случае, на интересные вопросы, о которых я уже говорил. Ну, вот для начала я хотел бы такую небольшую затравку сделать, все-таки хотелось бы сегодня получить ответы, что появилось в 5G путем так называемого эволюционного развития, то есть результатом каких эволюционных решений является 5G, либо все-таки в 5G есть какие-то революционные решения, то есть многие связывают 5G с возможностью там трансформации экономики и так далее. Эту тему однозначно хотелось бы сегодня затронуть. Ну, и как, в принципе, можно воспользоваться потенциалом 5G, ну и самое главное, когда, то есть может оказаться так, что мы можем бежать немного впереди в целом большого паровоза, который можно назвать, экономику можно назвать паровоза, мы можем бежать далеко впереди и, в принципе, может оказаться так, что все наши усилия будут немного напрасны. Я, когда я говорю наши, я имею в виду тех, кто занимается данной технологией. Ну, давайте, наверное, перейдем, я уже вроде бы всех представил, давайте перейдем к вопросам, я вот тут подготовил несколько вопросов. В чем заключаются так называемые революционные возможности 5G в сравнении с 4G. При этом мы знаем, что технология LTE продолжает развиваться, продолжает улучшаться, то есть, ну и, соответственно, улучшает, скажем так, собственные показатели. И, ну, понятно, что для технологии 5G нужны новые радиоресурсы, новый формат обработки данных и так далее. Ну, вот хотелось бы, может быть, послушать экспертов, в чем все-таки, по вашему мнению, ключевое различие технологическое между 4G и 5G. Давайте начнем, коллеги, если можете, в принципе, как говорится, по изъявлению желания выступать, либо я могу предложить выступить. Илья, Тарун, Олег, кто хочет высказаться? Ну, я думаю, что как раз представитель производителей и разработчиков оборудования скажет лучшее в этой технологии и революционности, чем представитель оператора. Я так кратко скажу, что на сегодняшний день, с моей точки зрения, революционность технологии, она революционна, в первую очередь, для операторов, потому что и не столь революционна для пользователя, как и не такие возможности она предлагает пока на сегодняшний день пользователю революционные, как в сравнении с теми возможностями, которые предлагаются операторы. Потому что, ну, вот большинство пользователей, те сервисы, которыми они пользуются, в принципе, они эти сервисы могут прекрасно получать и в сети 4G. Да, и вот на сегодня, если бы у нас в Казахстане появилось покрытие сплошной ковровой сетью 5G, абоненты обычные, наверное, бы этого особо и не заметили, потому что, еще раз, в сети-аппликации, в сети-сервисы, которые они используют, большинство сервисов, оно совершенно будет спокойно работать по технологии 4G. Но вот операторам 5G предлагает, конечно, дополнительные возможности. Это, в первую очередь, расширение емкости сети. Потому что основная проблема, с которой сейчас сталкиваются, уже начинают сталкиваться операторы, и в ближайшее время столкнутся еще более серьезно, это проблема нехватки емкости тех мобильных сетей, которые построены. Потому что трафик в этих сетях растет очень быстрыми дампами, он удваивается практически ежегодно. Вот, и емкости того частотного диапазона и того аппаратного обеспечения, которые установлены для использования этого частотного диапазона в сетях 4G, эти емкости будут в ближайшие год-два исчерпаны. Для того, чтобы продолжать предоставлять сервисы абонентам даже на том уровне, и с тем качеством, с которым они предоставляются сейчас, операторам потребуется расширять полосы запускания, увеличивать емкость. И боюсь, что в сетях 4G мы таких возможностей не имеем. Поэтому революционность технологии, на мой взгляд, на сегодня, она в первую очередь революционна для операторов. Для абонентов нужно, чтобы появились какие-то приложения, которые именно смогут воспользоваться теми возможностями, которые сеть 5G дает. Это в первую очередь большая скорость и меньшие задержки при соединении с сетями. Спасибо, Олег. Спасибо, да, пожалуйста. Еще раз приветствую всех от лица евразийского представительства компании Huawei, уважаемых участников, зрителей. И вот нельзя, конечно, с Олегом не согласиться, но необходимо обязательно добавить, что революционность, ну, с точки зрения, да, вендора, разработчиков, мы, конечно, все это видим, и большое количество проектов реализуется. Мы видим, вот, соответственно, прогрессы даже, как меняется подход, вот, и видение к 5G даже у представителей отрасли изнутри, у разработчиков, у вендоров. Я бы на первое место все-таки поставил такую уникальную возможность. Некоторые ее называют слайсингом, да, некоторые называют сетевыми слоями. Это одно и то же, в принципе. То есть это архитектурная возможность таким образом распределить, можно сказать, условно, разрезать вот сетевой ресурс вертикально сверху от платформы приложений и вниз, фактически до клиентского приложения пользователя через всю сеть, и вот нарезать сеть такими слоями, в которых можно использовать механизмы гарантии, гарантии контроля предоставления ресурса. Причем здесь ресурс, соответственно, может измеряться не только вот по тем привычным нам категориям, как пропускная способность, скорость, абонентство, да, но это могут быть и, соответственно, надежность, это могут быть сетевые задержки, это могут быть повышенные требования по изоляции трафика, и вот такой подход, он как раз позволит принципиально новую схему реализовать и вот в эту архитектуру, единую, в принципе, концепцию обслуживания пользователей втянуть и принципиально новый большой сегмент отраслевой, промышленный, публичный, социальный, да, вот, соответственно, эта концепция, она позволит, например, в корпоративном секторе обеспечить выполнение того самого СЛЭ, а, например, в каких-то новых сервисах, вот, востребованности которых можно сомневаться для масс-маркета, там, как они, виртуальная реальность, дополненная реальность, так или иначе они придут, тоже реализовать необходимые для предоставления этих сервисов ресурсы, то есть, таким образом, дифференцировать подход и, самое главное, обеспечить гарантии качества тех или иных абонентских сервисов, но, в принципе, уже с этого начали, что количество вот этих вот сервисов, как на масс-маркете, как на отраслевом, на социальном, B2B, B2G, будет только увеличиваться, потому что, конечно, этот стандарт дает большие возможности, связанные и с выделением новых спектральных ресурсов, ну, и вот с этими архитектурными особенностями. Спасибо, Илья, очень интересно, действительно, слайсинг – это один из ожидаемых сервисов, я не знаю, насколько понятно, это для конечных потребителей, но все-таки хотел послушать господин Таруна. Может быть, есть понимание немного в другой плоскости революционности технологии 5G? Пожалуйста, Таруна. Спасибо большое за ваш вопрос. Рад присутствовать на данной дискуссии. Здравствуйте из Сан-Франциско. Мы все живем в необыкновенные времена, когда речь идет о связи, о контактивите. Мы действительно живем в таком мире, который постоянно меняется, и меняется очень-очень быстро. Все то, что нас окружает, является данным. Поэтому 5G появляется в самое нужное время. Мы к этому шли уже несколько десятилетий. Поэтому с этой точки зрения, опять же, 5G приходит к нам тогда, когда оно больше всего нужно. И те технологии, которые могут воспользоваться преимущественно 5G, еще не существует. И как вот коллеги говорят, собственно, для конечных пользователей разницы особенно нет. 4G или 5G. Ну да, скорость будет чуть больше. Но по сути это все. Но вот опять же, говоря о конечных пользователях, 5G для них это вот какой-то большой мыльный пузырь, о котором много кто говорит и много чего говорят, но по сути ничего с собой такого интересного не представляется. Но мы должны думать не только с точки зрения конечного пользователя, есть ведь и другие конкурирующие технологии, которые существуют сейчас в мире, SpaceX, Starlink, другие технологии, новые оптовые технологии. И мы, конечно же, рассчитываем то, что может быть конечные пользователи даже и не заменят это и будут продолжать использовать свои какие-то девайсы, свои технологии, даже не зная, что технологии изменились. Спасибо, спасибо, очень интересные ответы. Я хотел бы напомнить, что наши рассуждения сегодня, ну как бы хотелось бы, чтобы они были полезны для слушателей. И может быть я даже свою точку зрения немного выскажу. Многие действительно не понимают, какие революционные новшества несет технология 5G. Мне кажется, один из ответов на этот вопрос именно революционности, первое, как говорится, мобильная технология, где мы можем, где операторы, либо разработчики, либо компании, которые, скажем так, составляют экосистему так называемого уже нового направления, инфотелекоммуникационного, где, в принципе, можно самостоятельно силами собственных или компаний, которые работают на рынке, в принципе, создавать не только сервисы, но и, в принципе, создавать уже новую инфраструктуру, в том числе и мобильную. То есть возможность дезагрегации, возможность виртуализации сетевых функций из-за того, что очень большие объемы трафика необходимо передавать уже в мобильных сетях, то есть новые полосы частот, вы уже видели, в C-Bendy это 100 МГц, в миллиметровом Bendy это почти от 500 МГц и выше, соответственно, от 500 МГц и выше до ГГц. Соответственно, все это, как говорится, сдвинуло, или вот как сейчас очень модно использовать слово, происходят тектонические сдвиги в сторону изменения архитектуры, и архитектура максимально движется в сторону открытости, максимальной гибкости и так далее. То есть вот, мне кажется, вот именно в этом сейчас вот революционность технологии 5G, вот именно эту революционную составляющую необходимо максимально использовать. Я уже не говорю про операторов, про компаний, про возможность, как говорится, создавать стартапы, расти. Я уже говорю даже про страны. У нас даже есть, ну, собственно, как бы такая идеология, называется окно возможностей. То есть даже некоторые страны, которые все пытаются там догнать, так называемый Big Tech, они в принципе могут воспользоваться этим. Но тут вот очень важна, ну, как бы, как правильно сказать, страновая политика, что ли, и вообще желание что-то делать в таких сложных технологических доменах, как мобильная связь. Спасибо за ответы. Я, коллеги, вот, наверное, пропустил познакомить выступающих сегодняшних. Вот только что выступал Тарун Вадха, это исполнительный директор Day One Insight. Ну, в принципе, вы слышали его выступление. До этого выступал Илья Соловьев, это эксперт компании Huawei, и Олег Снимщиков, это главный технический директор компании Beeline. Давайте продолжим наше обсуждение. В принципе, очень интересно, как говорится, заворачивается дискуссия. Я бы хотел обсудить такой немного специфический вопрос, но он очень важный в понимании, как говорится, дальнейшего развития вообще всей этой индустрии. Вы знаете, наверное, вот, опять же, для потребителя это все незаметно, все кажется так просто. Есть мобильная связь, она где-то там все вместе как-то работает. Но если так углубиться ее, как говорится, разобрать на молекулярном уровне, то операторам все сложнее и сложнее поддерживать технологии. Вот сейчас операторы мобильной связи по всему миру поддерживают фактически ряд технологий, ну, как минимум 3 или 4. Сейчас вот с 5G это будет очередная технология, это как минимум 2G, 3G, 4G и 5G, вот, подходит. То есть все это, в принципе, технически разные сети, очень много разных элементов в сети, да, и, соответственно, они могут предоставлять разные сервисы. Кто-то голосовой сервис, где-то голосовые даты, кто-то только на дате будет, как говорится, заточен. Вот у меня вопрос, следует ли стимулировать отключение таких сетей, как, или технологий, как вам удобно, 2G, 3G для ускорения доминирования, например, 4G, ну, и для подготовки к масштабному переходу на 5G. Как это делают, ну, например, в аналоговом ТВ, при переходе на цифровой, то есть там есть методика стимулирования, там запрещают что-то ввозить, выпускают только определенного класса устройства, либо стимулируют, либо делают прямые стимуляции потребителям, то есть покупают телефоны, как в Индии, например, один из операторов делает. Пожалуйста, коллеги, давайте уже, раз уж мы выработали некий очередность, пожалуйста, Олег, выскажите свое мнение. Ну, у меня опять мнение операторское, может быть, оно, опять же, на мой взгляд, накладывает специфику то, что я работаю все-таки в мобильном операторе. И, да, я, безусловно, считаю, что поскольку спектр частотный, это ограниченный ресурс, ресурс невозобновляемый, государство должно способствовать тому, чтобы этот частотный ресурс использовался наиболее эффективным способом. А наиболее эффективным способом это, значит, наиболее современных и наиболее высоких технологий. То есть та технология, которая была разработана еще в прошлом веке, или три же, которая тоже на заре 21 века появилась, конечно, технологии устарели. И в рамках, еще раз, одного и того же частотного ресурса можно предоставить гораздо больше сервиса, гораздо больше объема сервиса, создать, соответственно, гораздо больше вклад в заловые внутренние продукты, гораздо больше, больше оборот средств на этом, денежные средства на этом, скидки спектра можно создать, больше налогов заплатить. Только в том случае, если этот спектр используется более высоких технологий. Соответственно, да, я считаю, что государство должно стимулировать уход от технологий старых, от 2 же, от 3 же, и стимулировать развитие новых технологий, 4 же и, соответственно, 5 же, после того, как появится тень. Да, Олег, я, пожалуйста, только коротко, коллеги, у нас осталось мало времени, чтобы успеть все вопросы раскрыть. Да, Нурлан, полностью согласен с Олегом, вот можно прокомментировать ситуацию на примере вот одного из проектов ближневосточного оператора, когда, в принципе, за счет очень небольшого сегмента высокоуровневых абонентов, которых оператору получилось, в общем-то, подтолкнуть к переходу на технологию Волти, на сетях, соответственно, на частотах 3 же, был высвобожден такой вот диапазон, да, вот фактически такой ресурс за счет переноса вот этой голосовой нагрузки, соответственно, в 4 же, который потом можно было использовать для передачи трафика, то есть, соответственно, о чем он говорил, и вот этот ресурс, небольшая категория абонента за счет вот такой оптимизации межстандартной, вот это вот в результате привело к 17-процентному росту трафика на сети оператора, да, только вот в результате такой вот межстандартной оптимизации, поэтому, конечно, это очень актуальный вопрос, и многие операторы даже не сдаются, стоит или не стоит, это такой натуральный, естественный процесс, даже, наверное, задаются вопросом, как его ускорить, и тут, если регулятор может как-то помочь, будет только замечательно. Спасибо, спасибо. А второе, вот вы слышали в Америке вот сейчас новая инициатива президента Байдена по поддержке инфраструктуры, операторы делают свечок 2G, может, вы поделитесь какой-нибудь информацией интересной, пожалуйста. Да, мне нужно более подробно изучить этот закон, но, да, по инфраструктуре США, конечно, это были уже десятилетия, то есть это как раз-таки шанс для того, чтобы расширить нашу телеком-сеть, чтобы сделать нашу страну более, скажем, всеобъемлющей, потому что основной вопрос в штате это не об охвате вопрос и не о скорости, то есть 5G, да, он полезен для каких-то случаев и это хорошо для тех местах, где очень плотное население, но в сельской местности, например, и где экономика, а там более, скажем, разрозненная. Спасибо, спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу, уже, наверное, ближе, как говорится, к потребительскому такому сегменту, что ли. Как вы думаете, какова роль технологии 5G, как я уже говорил, многие страны ассоциируют ее с возможностью цифровой трансформации, то есть применить ее в промышленности, где-то тотальная там цифровка планируется при помощи 5G, например, там каких-то производств, где-то планируется внедрение платформ, которые станут использовать сетевую инфраструктуру как целый слайс, о котором говорил Илья. Какое у кого мнение? Пожалуйста, давайте, наверное, начнем с Таруна. Таруна, наверное, больше к этой части имеет отношение. Пожалуйста, Таруна. Да, автоматизация на 5G, о которой мы так часто говорим, в том числе на роботизация всех триритейлей, она очень распространена. Она уже распространена последние 10 лет, и она будет и дальше ускоряться, будет это 5G или нет. Да, 5G, конечно же, ускоряет намного все процессы, но очень интересно. Вот отдельно о 5G, как о технологии, никто не говорит, например, в Силиконовой долине, то есть, например, если мы сравниваем с корпоративной Америкой, то есть 5G, он, конечно, позволяет ускорить очень многое, многие процессы, но когда мы говорим о каких-то заводах или производствах, там 5G не нужно, там можно использовать другие технологии, поэтому 5G, оно полезно в каких-то конкретных случаях, например, энергетическая компания, у которой оборудование находится на улице, по всем, скажем, районам, и в этом случае, конечно, это полезно, но, например, виртуальная реальность, она в этом случае не нужна, люди на улице не гуляют с виртуальной реальностью, с очками виртуальной реальности, поэтому 5G нам поможет подключить больше приборов, и, как мои коллеги описали, есть несколько, 5-6 технологий, которые, как раз, помогут повлиять и на другие технологии, то есть 5G, он позволит перейти к такой называемой жизни на основе базы данных и связать информацию и поделиться ею, и, конечно же, это будет создавать новую экономическую ценность, то есть 5G сможет подзарядить очень много процессов, но, на самом деле, оно все вопросы не разрешит, то есть, например, как сделать компанию более инновационной, как логистику правильно построить, как цифровизацию, то есть, ускорить, это 5G само по себе не решится. Олег, пожалуйста, что вы думаете по поводу промышленного использования 5G? Не слышно вас, Олег? Да, я извиняюсь. Да, сложно уже добавить что-то к тому, что сказал Тарун. Понятно, что 5G это всего на всего технология. 5G это технология, это то средство, которое мы можем предложить экономике для цифровизации, производству для цифровизации. Да, должен появиться спрос. Мы все-таки говорим о реалиях Казахстана и в контексте того, что какие производства у нас есть и какой запрос на какие сервисы у этих производств существует. пока вот те запросы, которые есть, мы можем реализовывать в сетях 4G, но мы активно работаем с корпоративными клиентами, с производствами различными, помогая найти решение, как мы можем с своей стороны как оператор помочь цифровизации экономики, в том числе с использованием технологии 5G. Спасибо. Илья, наверное, есть у вас какие-то кейсы, бенчмарки, может поделитесь, где 5G вошел уже в промышленный сектор, именно 5G. Да, конечно, есть целый ряд проектов, конечно, большая часть этих проектов относится к китайскому рынку, ну и в принципе это неудивительно, потому что в мировой экономике Китай сейчас является, наверное, основной производственной площадкой и вопросы цифровизации, экономики, оптимизации, ухода от ручных операций, ручного труда, внедрения всех технологий, о которых очень справедливо заметил Торон, соответственно, искусственный интеллект, бигдата, и вот центральные граничные вычисления. 5G является неким таким пятым элементом, да, вот как в том кинофильме, который обеспечивает некую универсальную связность, то есть он всю эту связность завершает и очень много было вот в течение прошедшего 2020 года построено базовых станций 5G, вот из 800 тысяч физических площадок, которые запущены во всем мире, более 600 тысяч было построено в Китае, это, конечно, не случайно, вот, и, соответственно, государство очень и очень большую роль играет в мотивации и стимуляции развития 5G, вот, как очень такого серьезного локомотива цифровой экономики, как вы знаете, более 30% ВВП Китай уже официально заявляет, как часть, полученная за счет, вот, как раз, сектора цифровой экономики. Можно привести много примеров, один, наверное, самый показательный, это вот, чтобы не говорили, что сапожник без сапог, есть у нас в КВС, собственное наше производство, так называемая Южная фабрика, там производят смартфоны и на достаточно больших площадях, 20 тысяч квадратных метров, представьте, образно говоря, ангар 100 на 200 метров, целая куча конвейеров. Понятно, что автоматизация использовалась и до этого, и если взять, например, один простой процесс контроля качества идет, например, по конвейеру печатная плата, нужно проверить, соответственно, ее на качество, и раньше, когда-то давным-давно это делалось вручную, человек затрачивал много времени, уставал и делал много ошибок, потом все это перешло на рельсы и, соответственно, робот сканирует картинку высокого разрешения и с алгоритмом искусственного интеллекта происходит анализ вот этого изображения, и автомат сразу выдает свое решение о том, что либо эта печатная плата в порядке, либо он находит какие-то конкретные проблемы, там более чем по тысяче точек на каждом экземпляре, это не очень точек на экземпляре. Спасибо, Илья. В принципе, понятно. В принципе, там, я думаю, там детали объяснять не нужно. Главное, если есть примеры применения, неважно, Китай, обычно, ну, китайцы самые такие, как правильно сказать, ну, то есть, идут на такие вот эксперименты, и хорошо, если они все это попробуют на себе, а потом для остальных стран мира это уже, может быть, может стать нормой. Это хорошо, что есть такие эксперименты. Просто я свое мнение хотел бы тоже буквально секунду займу времени. Вот как-то так сложил, что мобильные сети все-таки вызывают недоверие в промышленности. Вот я вам честно скажу, да, используют вот таком, знаете, предпромышленном секторе, там, где нужно собрать данные с потребителей, как-то их проанализировать, но вот саму промышленность до сих пор не сажают, скажем так, на технологии мобильной связи. При этом, если посмотреть, ну, например, облачные технологии в промышленность зашли очень серьезно. То есть там целые платформы могут жить на Амазоне, или в Google Cloud, или там в Microsoft Azure. То есть доверие к граничным облакам выше, чем мобильным технологиям. И вот мне кажется, вот тут вот такая вот небольшая развязочка. Нужно превращать мобильную сеть фактически в облачный сервис. Ну, это вот отдельная тема для разговора. Я уверен, тут наверняка много будет экспертов и возражений, но я в целом, вот мое мнение вот сейчас такое, вот с приходом 5G и с приходом вот этих вот революционных подходов в архитектуре можно сломать этот и, скажем так, стать базой для промышленности. Давайте перейдем к конкретике. Вот Олег представляет мобильного оператора Beeline, который работает на территории Казахстана. Олег, вот конкретно вопрос к вам. Что сейчас происходит в Казахстане? С какими трудностями вы сталкиваетесь при реализации 5G? Ну, понятное дело, стандартный вопрос. Когда вы планируете запустить, учитывая там активность регулятора, там, ну, то есть в какой период будут доступны какие-то ресурсы? Коротко можете пояснить, наверняка много зрителей и слушателей интересует уже конкретный вопрос, когда и в каких городах в каком формате появится 5G, в частности, от компании Beeline. Пожалуйста, Олег. Ну, мы активно готовимся к внедрению сетей 5G в Казахстане. Сроки их внедрения, понятно, зависят не только от нас, но в первую очередь от государства. Регулятор вроде бы анонсировал, что частотный аукцион они планируют провести до конца этого года, но вот по результатам этого аукциона те компании, которые получат спектр, ну, соответственно, и начнут развивать сети 5G. Да, мы, соответственно, в этом аукционе планируем активно участвовать и настроены на то, что мы получим серьезную часть спектра и будем сети 5G внедрять. Пока же мы проводим подготовку своих сетей как опорных, так и наших дата-центров, транспортных сетей. Ну, и тестируем саму технологию. У нас есть постоянно действующая сейчас тестовая зона 5G, в которой мы, собственно, обкатываем все технические решения, начиная от взаимодействия сети 5G с сетями предыдущих поколений, 4G, 3G, заканчивая ее интеграцией с биллингом, с различными уйти-сервисами, которые мы тоже предоставляем. Спасибо, Олег, за информацию. Я думаю, всем будет интересно. Билайн готовится. У меня вопрос к господину Таруну. Вот все-таки, как вы думаете, вот все-таки, вот мы видим, сейчас вот я слежу за IPO там на рынке, очень много компаний активно работают в области беспилотного вождения, управления через интернет всевозможными элементами, в области телемедицины и очень много проектов. Вот как кардинально поменяется вот именно этот сегмент, новый, абсолютно новый сегмент с приходом 5G. У вас есть какое-то видение, понимание, то есть там произойдет вот реально взрыв, революция, либо ничего не произойдет, вот как вы думаете? Абсолютно согласен с вашим вопросом, замечательный вопрос. Давайте посмотрим, например, именно на автоматические машины, машины без водителей. Конечно, это очень интересный проект, но, конечно же, на его реализацию уйдут годы. И если через 5, через 7, через 10 лет самое лучшее, что у нас будет из технологии до 4G, то как все это будет реализовано? Я вот живу в Сан-Франциско, и здесь у нас 30 компаний уже тестируют машины такие без водителей, без пилотной машины. На самом деле коннективность не является даже одним из наиболее остро стоящих вопросов в отношении беспилотных машин. Тут скорее вопросы безопасности, вопросы личных данных. Там столько других вопросов, которые нужно решить. И коннективность это вообще где-то в конце списка идет. И, насколько я знаю, пока нет такой мейнстримовой компании, которая требуется, например, 5G для создания таких беспилотных машин. Поэтому 5G, конечно же, не создать никакую революцию в отношении беспилотных машин. Эта технология может быть создаст лучшие условия для беспилотных машин. Но беспилотная машина будет так или иначе, 5G или не 5G. И, возможно, 5G может существенно изменить и улучшить условия в сельской местности. То есть разница здесь может быть между городской и между сельской местностью. Что в итоге приведет к более положительным результатам? 5G скорее всего все-таки в других областях будет больше. Ответ я вот почему задал. Вообще-то вопрос интересует всех. Вы же помните, с приходом 4G такие экономики, как электронная коммерция, банковская сфера, платежи просто взорвались, стали доступными. все из кармана, с телефона все это делаешь. У всех вопрос, что следующее, какая следующая лотерсль взорвется с приходом новой технологии мобильной связи. Спасибо, Тарун, за информацию. Очень интересно. Наверное, люди, послушав нашу сессию, начнут вкладывать в IPO, покупать акции, готовиться и, соответственно, лет через 10 может быть станут миллионерами, возможно и миллиардерами. У меня вот следующий вопрос. Примерно такой же, вот как к Таруну, только Илья. Просьба, вот смотрите, происходит, вот мы сейчас послушали, да, вот 5G может повлиять на экономику, повлиять на потребительский, как бы там, способ потребления или там механизм использования этих технологий в каких-то отраслях. Вот Тарун сказал, что там какие-то отрасли экономики там серьезно изменились. Скажите, вот Илья, вот как вы думаете, с приходом 5G, с приходом, ну, соответственно, она тянет за собой новую архитектуру сетевую. Вот как изменится сама отрасль связи, вот именно операторы, как должны поменяться, как я уже говорил, все уходит в облако, да, там, мы должны там максимально строить эти граничные облака, при этом делать надежный доступ, при этом делать слайсинг, про который говорили, который может использовать, ну, те отрасли, аэкономики, о которых говорил Тарун, они уходят в свой слайс, целый слайс, там, беспилотников, слайс телемедицины, слайс, там, интернета вещей, у каждого свои параметры, у каждого нужная задержка, они должны обслуживать, там, больных. Соответственно, сам оператор, он уже превращается в какого-то, вот, какую-то коммуникационную инфраструктуру, больше, чем связь, вот, и тут вот нужны уже какие-то разработчики, что-то все время нужно дописывать, что-то интегрировать, нужно открывать интерфейсы, быть открытыми и доступными. Вот, Илья, вот что вы думаете как вендор вот на эту тему, как мы должны измениться, сами операторы связи или отрасли связи? Да, Нурлан, мы сейчас видим еще до прихода 5G, что даже вот в эпоху 4G операторов перестало устраивать парадигмы так называемой трубы, да, когда вот они представляют инфраструктурный ресурс, вот, на этом ресурсе гораздо успешнее работают какие-то OTT, да, компании, вот, и многие операторы уже двигаются в эту сторону по разным направлениям, это и направления, связанные с контентом, ну, и так далее. И одновременно мы, конечно, видим тенденцию постоянного усложнения сети. С одной стороны, 5G позволит автоматизировать все вокруг, а с другой стороны, технологии связи и 5G, в том числе, постоянно усложняются, и их изнутри тоже необходимо автоматизировать, да, и как раз к этому все идет, появляются отдельные концепции и подходы как раз к автоматизации управления, обслуживания, в принципе, пандемия для многих операторов здесь стала катализатором, и многие в открытой уже заявляли, наши заказчики, о том, что это уже становится вопросом выживания, то есть внутренние вопросы трансформации процессов внутри операторов, да, как технических, так и организационных, и даже вот модель Спасибо, Илья. Я вынужден прервать, потому что у нас время заканчивается, хотел просто всех поблагодарить, очень интересные выступления, всем спасибо, надеюсь, еще будет возможность обсудить эти вопросы на другой площадке. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Приходит весна... И приносит новые надежды и праздничное настроение. А Кока-Кола делает праздничным ваш стол. Ложь с Кока-Кола, вот это праздник! Мамины манты и Кока-Кола фантастика! Самса круче! Не-не-не, чебурье! Самса! А курдак просто огонь! А наш беш, соберет сайт, не лайк! Встретим весну за праздничным столом с Кока-Кола! Субтитры создавал DimaTorzok Кока-Кола! Найдите! Оу! А! Оу! Что такое энергия? Я думаю, что это знание, которое двигает нас в прогрессу. Четыре года назад вышел первый номер журнала «Ойла». Никто не верил, что печатный, да к тому же и научный журнал сможет стать популярным у детей. И это в эпоху Ютуба. Помню, как в самом начале отправляли наш журнал бесплатно в школу. А сегодня «Ойла» – это научно-популярный журнал, который издается в 11 странах мира на пяти языках. Это журнал на казахском языке, а это на немецком, корейском языке и, конечно же, на английском. Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь дать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить глубину мышления. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, от которых бились лучшие умы человечества. Наш журнал читает более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журнал даже в самые отдаленные регионы страны. У нас есть юный читатель в Улежиме Скервитровской области. Доставка к нему обходится даже дороже стоимости самого журнала. Но мы просто не можем оставить этого ребенка без новых знаний. А еще «Ойла» помогает учителям интересно вести уроки. Все это дает нам энергию создавать наш журнал. Сегодня «Ойла» – это не только журнал, но и школа наук для детей. Мы ведем увлекательные курсы по физике, химии, биологии и математике, которые не похожи на школьные предметы. Наши курсы прошли более 700 детей. Энергия знаний бесконечна, но распространять ее можно только благодаря единомышленникам. Мы рады, что наш журнал нашел поддержку многих людей. Мы – команда журнала «Ойла», и мы хотим, чтобы наши дети умели думать. Мы хотим, чтобы наши дети умели думать. Как мировая экономика и развивающиеся рынки переживают пандемию. И какие ключевые изменения ожидают эти мировые рынки после окончания пандемии. На виртуальной трибуне об этом расскажет всемирно известный экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс. Уважаемые дамы и господа, уважаемые студенты, для меня большой честью является открытие, уже последняя дискуссия. И с нами сейчас, наверное, самый известный, самый выдающийся экономист у мира, профессор и директор Центра устойчивого развития из Колумбийского университета Джеффри Сакс. Доктор Сакс, спасибо большое за то, что вы к нам присоединились сегодня. Для нас большой честью и большим удовольствием является ваше присутствие. Спасибо вам. Я тоже рад присутствовать на данном фестивале и хочу поблагодарить Казахстан за свое мудрое руководство на протяжении многих-многих лет, потому что Казахстан неоднократно приглашал лидеров со всего мира для того, чтобы всем вместе обсуждать важные глобальные вопросы и Нобелевский фестиваль является еще одним примером такого мудрого руководства страны. Я благодарен вас. Благодарим вас, доктор Сакс. Меня зовут Максат Корубенов. Я являюсь директором фонда инклюзивного развития. Мы организовываем данный Нобелевский фестиваль, что является некоммерческим мероприятием, самым крупным мероприятием в регионе. У нас более 20 тысяч участников сегодня. У нас большое количество студентов, профессоров из университетов из восьми стран Центральной Азии и Кавказа. Благодарим вас за ваше участие на данном фестивале. Профессор Сакс, если позволите, мы начнем нашу дискуссию. Мы знаем, что вы занятой человек. У нас более 30 минут на дискуссию. Я знаю, что вы знакомы с Казахстаном. Вы здесь были неоднократно. Вы знаете регион, вы знаете и развивающиеся страны. И хочу задать вам такой вопрос. Поскольку мы по-прежнему еще проживаем во времена пандемии, часть мира уже достаточно быстро восстанавливается, в частности, экономика США, Китая. И 5-6% роста даже ожидается в США. И экономика Китая даже достаточно быстро восстанавливается. Но вот в развивающихся рынках все-таки ожидается некий кризис. И, может быть, вы могли бы поделиться своим мнением о том, что же ожидает развивающиеся страны, в частности, данный регион в 2021 году. Да, конечно же, пандемия нарушила мироустойство, и всемирная экономика совершенно выглядит не так, как она выглядела обычно. Буквально можно сравнить, наверное, с временами Первой войны. Нужно сказать, что пандемия еще ни в коем случае не закончилась. Если мы смотрим на то, что произошло в этом году, то такого рода разрушительные действия наблюдались по всему миру. Можно отметить и Китай, и Юго-Восточную Азию, и Тихоокеанский регион, в частности, Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам, Камбоджия, Лаос. Эти страны, можно сказать, достаточно хорошо контролировали пандемию. В некоторых случаях исключительно, как говорили, Китай изначально справлялся с пандемией. По сути, до нуля довел количество случаев по сравнению с первоначальной волной в США. Конечно, совершенно другая ситуация была. Президент Трамп был самым худшим президентом в истории США, и у нас более 500 тысяч смертельных случаев из-за коронавируса. В Европейский Союз тоже не очень хорошо справляются, поэтому ситуация в мире не однообразная. В Центральной Азии где-то по центру, где-то посередине. Частично есть азиатский успех, частично есть элементы европейского провала, и, конечно же, вирус по-прежнему распространяется, и в Центральной Азии в том числе. В Центральной Азии требуются два элемента для того, чтобы начать настоящее экономическое восстановление экономики. В первую очередь требуются по-прежнему существенные меры в области здравоохранения для того, чтобы по-другому местности Китай нам доказал, всем нам, что это сделать можно. Второе. Нам нужно ускорить производство и доступ к вакцине. Это важно для того, чтобы спасти жизни, для того, чтобы прекратить инфекцирование и для того, чтобы не допустить развитие новых вариантов вируса, что является очень опасным. И именно это и усложняет ситуацию с контролем пандемии. Ведь варианты появляются в Великобритании, в Южной Африке, и мы даже не знаем, где они изначально появляются, но в этих странах они впервые были выявлены. То есть мы здесь боремся со временем. Нам требуется существенное масштабирование охвата вакцинами. Вакцина российская, вакцина Габалея-Лиспотиев, должна быть повсеместно использоваться. Китайская, Синовак, тоже должна быть повсеместно использоваться. И, конечно же, те вакцины, которые были разработаны в Европе и в США, также должны максимально масштабироваться. Я работаю с МВФ и с правительством США и с другими правительствами и стараюсь реализовать новые финансовые механизмы на уровне МВФ для того, чтобы предоставить каждой стране то финансирование, которое каждой из стран необходимы для полноценного масштабирования этих мероприятий в области здравоохранения. Нужно сказать, что это будет непросто. Спасибо большое, доктор Сакс. Это очень важно для всех, для нас, потому что во многих развивающихся странах нет доступа к финансированию для масштабного финансирования всего населения. И прежде чем мы вернемся к вопросу вакцинации, хотелось бы задать вам еще один вопрос. Это такой большой вопрос, который мы обсуждали еще до пандемии и до финансового кризиса. Многие экономисты верят в то, что со временем развивающиеся страны будут иметь догон на развитых странах. Как вы считаете, пандемия изменила данный взгляд? Ведь согласно недавней встрече большой двадцатки, была такая идея, что основными драйверами будет США и Китай. Как вы считаете, изменила ли эта пандемия, либо это все-таки временный эффект? Развивающиеся рынки сталкиваются с особыми сложностями, и Казахстан тоже сталкиваются с особыми сложностями и в этом отношении. И в чем они заключаются? Мы сейчас находимся в самом центре двух глобальных трансформаций. Первая трансформация – это нулевой углеродный футбринт. Что означает, что те страны, которые являются основными производителями углеродных выхлопов, и Казахстан является такой страной, нужно будет над этим поработать. Вторая крупная трансформация – это следующее. Если мы посмотрим на Центральную Азию, охват интернетом составляет примерно одну четверть от общего количества населения. Поэтому нужно обязательно добиться полноценного охвата интернетом всего населения. И это напрямую связано с технологиями, со знаниями, которые есть у населения. Мы живем в те времена, когда хорошее образование является неотъемлемой частью высокого качества жизни. И Юго-Восточная Азия, и Китай очень хорошо в этом вопросе по работе, потому что их образование является одним из лучших в мире. Посмотрите на студентов из этих стран. Они занимают топовые места в рейтинге научных и образовательных. Поэтому я считаю, что развивающие страны могут преодолеть пробел, который существует между ними и развитыми странами. Но все это будет зависеть от перехода к цифровой экономике, переходу к зеленой экономике и переходу к экономике, которая основана на знании. Все это, конечно, представляет собой непростые задачи. И, конечно же, нужно отметить и инклюзивность. Инклюзивность является очень важным. Каждый ребенок должен иметь доступ к цифровым услугам. Поэтому аспект инклюзивности является чрезвычайно важным. Спасибо большое, доктор Сакс. Вы отметили очень важные вопросы в отношении технологий и цифровых трансформаций, которыми мы сталкиваемся. И сегодня, конечно же, пандемия только ускорила все эти технологии, цифровую область в целом. И хочу задать вам еще следующий вопрос. Как мы видим, пандемия стала основным драйвером всех технологий. И даже если мы не видим вас лично, если мы, может быть, и не видим даже родственников своих лично, тем не менее у нас сейчас с ними намного даже больше связей, чем сейчас, чем до пандемии. У нас сейчас есть Microsoft Teams, Zoom и другие технологии. Я хочу задать вам такой вопрос. Вы об этом уже говорили ранее. Развитие альтернативных источников энергии и технологий с нулевыми углевородными выбросами. В 2020 году крупные компании также работали в этой области. И это был вопрос, наверное, в основном для развивающихся стран. Что мы наблюдаем сейчас в развивающихся странах? Считаете ли вы, что пандемия может быть передвинет развивающиеся страны более… Передвинет фокус развивающихся стран на другие вопросы, такие как неравенство, устойчивость и так далее. И изменение климата, и, возможно, эти вопросы станут более приоритетными. Вы знаете, я думаю, что вопрос изменения климата является, по сути, основополагающим, в том числе и в отношении COVID-19 и других кризисов. Вет изменения климата становится чрезвычайно опасным. Сегодня я буквально читал, буквально две минуты назад я читал о тех опасных вещах, которые происходят сейчас в Хималаях. Это и ползнь, и вопрос инфраструктуры и так далее. Я все это знаю, но не могу себе представить, вот как это все в реальной жизни происходит, конечно же, даже в удаленных местах, где-то высоко в горах. Конечно же, я бы все-таки ставил вопросы климата на первое место. Вопросы климата ухудшаются, и у нас огромные… У нас сейчас есть огромные возможности. Мы можем работать над этим, вне зависимости от того, что мы делаем. Планета будет продолжать потепляться, несмотря на то, что мы делаем, потому что мы все равно будем равняться с теми выбросами, которые у нас уже есть. Но если мы не остановим будущие выбросы, то у нас будет огромный глобальный кризис, который не на два и не на три года, а будет на много лет. Поэтому я думаю, что мы увидим определенное давление для трансформирования, для трансформации всех. И, конечно же, это нелегко для Казахстана, потому что у нас экономика основана на углеводах, это на углеводородах, это нелегко для России, нелегко для обоих регионов, которые зависят от полезных ископаемых. Но я думаю, что, возможно, у нас будут электромобили везде, и мы не будем использовать нефть так, как мы использовали ее раньше. То есть использование угля, например, тоже нужно пересмотреть, потому что сейчас по всему миру уже пересматриваются, например, новая администрация США выделяет триллионы долларов на то, чтобы создать зеленую экономику. Европа также огромные усилия на это выделяет Китай, Россия. То есть к 2050-му и 60-му году они ставят себе цель ноль выбросов. То есть я не думаю, что этот вопрос как-то снизится. Я думаю, что это очень важно для исследователей, для политиков сказать нам, что именно мы будем в данном контексте делать. Уважаемый доктор Сакс, в 2019 году наша команда проводила исследования по устойчивому развитию и по альтернативным источникам энергии в нашей нефтяной стране. И в 2019 году большинство из экспертов говорили о том, что мы все еще в поиске развития и поиска альтернативной энергии в Казахстане. Но пандемия показала, что огромные инвестиции могут поступать как раз-таки в зеленые технологии, в цифровые технологии, которые делают, скажем, работают в сфере альтернативных источников, например, электромобили. То есть я думаю, если большинство из нас сейчас начнет на этом работать, то мы скажем, что да, конечно же, мы должны над этим работать. То есть вопрос у нас, по сути, изменился в течение года. И это очень хорошо, поэтому я думаю, что Казахстан также сможет разработать источники альтернативной энергии и зеленые технологии. То есть это и есть стратегия сейчас для страны, чтобы страна могла перейти от нефтяной экономики к более зеленой экономике. В этой связи я хотел бы спросить вас по поводу неравенства, доктор Сакс. Как мы говорили, что у нас пандемия, она создала такой определенный уровень неравенства, то есть не только между странами, но у нас есть технологическое неравенство между странами. Как вы думаете, что вот этот пробел, как только у нас пандемия закончится, этот пробел у нас снизится или нет? Я думаю, что на самом деле интересно это то, что мы можем повлиять на людей по всему миру для того, чтобы у них была жизнь хорошая. И мы можем это, конечно, сделать более легче сейчас, чем когда-либо в истории человечества, потому что за все время существования людей у нас, конечно же, было неравенство, но все-таки большую часть человечества неравенство зависело от того, у кого было больше земли, у кого было больше физических активов. Но сейчас и в будущем неравенство будет зависеть от другого, то есть от насколько хорошего у вас образования, получили ли вы это хорошее образование. Если у вас нет образования, то, конечно же, у вас не будет никаких шансов быть в бедности. Если у вас есть определенные навыки, возможность и навыки умения работать эффективно, мы пока не знаем, какие работы у нас будут доступны в будущем, потому что все меняется, но возможность найти какой-то способ существования будет намного легче. Поэтому я считаю, что один из основных важных шагов, который необходим по снижению неравенства, и подумайте об этом как о вызове вообще в целом для нации, чтобы каждый ребенок, родившийся в стране, мальчик или девочка, чтобы он смог родиться безопасно, чтобы у него было или у нее здоровое окружение, в котором действительно есть развитие, и чтобы его или ее ранее развитие школы все были доступны. И, конечно же, качество образования, качество полученных навыков, то есть все это и технические навыки в естественно-научных дисциплинах, математика и так далее, и понимание человеческой природы, то есть в каком мире они будут на самом деле расти. Если мы сможем это по всему миру, такую систему создать, то я думаю, это будет самый большой вклад в инклюзивность, в мировой порядок. И, конечно же, цифровые технологии намного облегчают это, потому что мы можем сейчас охватить, если мы захотим, и попытаемся детей охватить за счет онлайн-образования, за счет цифрового образования такими способами, которые нам, например, не были доступны год или два назад. Но это само по себе не произойдет, потому что бедный ребенок в деревне, отдаленная, он не сможет выйти онлайн. То есть это должен быть национальный приоритет, чтобы у каждого ребенка было хорошее образование. И то, что они получат онлайн, это опять-таки должно быть какое-то хорошее знание, если мы разработаем хорошую учебную программу для того, чтобы использовать все эти знания для обучения молодых людей. Поэтому я думаю, что это очень важный аспект, чтобы у нас у всех были, конечно, и здравоохранение, услуги, и обучение, чтобы это все было доступно, и чтобы это все было доступно в равном доступе для всех. Конечно же, правительство должно занять лидерскую позицию лидера в этом отношении. Нам нужно понимать, что у нас есть определенные финансирования, чтобы мы мобилизировали международное финансирование, потому что есть очень много богатых людей на планете, которые могут внести вклад. То есть не должно у нас быть таких бедных людей, у которых нет доступа к этим основным жизнеполагающим условиям. То есть я думаю, что нам нужно думать в таком ключе, о комплексной инклюзии, о фокусе на молодых людях, на образованиях, потому что это в итоге будет ключом для нашего мира. И я хотел, чтобы все у нас участвовали в этом процессе. Доктор Сакс, я также хотел бы упомянуть вам о том, что у нас с 12 по 16 апреля у нас будет 15 лекций для студентов, для учеников Центральной Азии и Казахстана. У нас будет 15 тысяч учеников, которые к нам присоединятся. Это все будет, конечно же, доступно для всех участников на различных языках, поэтому мы пытаемся сейчас создать инклюзивные технологии, которые будут работать для молодого населения. И вы знаете, что будет после этого, через 20 или 30 лет? Один из этих учеников, они скажут, что причина, по которой я получил свою Нобелевскую премию, потому что когда-то я посмотрел бесплатную лекцию в 2021 году, это меня сподвигло на то, чтобы я выучил тот или иной предмет, и это будет работать именно так. Поэтому эти инклюзивные знания, это, конечно, очень важно, поэтому я хочу вас поздравить. Это огромное достижение и позволит нам как раз-таки действительно превзнести знания каждому ребенку. И давайте, конечно же, работать с крупными техническими компаниями, телекомом, с ООН. То есть нам нужно обратить на это внимание, что да, чтобы у нас была определенная связь, чтобы эти дети в будущем смогли стать лауреатами Нобелевской премии. Спасибо огромное. Да, мы надеемся, что через 10-20 лет у нас будут результаты нашего труда. И у нас есть вопрос из аудитории. Давайте представим, что если бы вы стали советником правительства региона Центральной Азии и Кавказа, какие структурные реформы вы бы посоветовали для более инклюзивной экономики в стране? И это сейчас основной вопрос для всех развивающихся рынков и также и для нашего региона. И каковы ваши рекомендации по развитию человеческого капитала? Да, я бы порекомендовал два момента. Первый – это, конечно же, стратегия внутренняя для того, чтобы обеспечить зеленую и цифровую экономику будущего. И я бы нацеливался на Казахстан 2050, Узбекистан 2050, Таджикистан 2050 и так далее. Я бы задавал вопросы, что, как должно выглядеть наше общество в 2050, и как мы можем, какую работу мы можем начать проводить, чтобы достичь этого, чтобы быть на пути к трансформации, чтобы убедиться, что у нас сообщество зеленое, цифровое и инклюзивное. А второе – это, конечно, дипломатия. Я бы отправил старших дипломатов, более опытных, по зону или точно в Пекин, в Бруссель и Вашингтон, и сказал бы не вступать сильным экономикам, не вступать в конфликт. Мы не хотим выбирать между вами и Китаем. Мы в Центральной Азии, мы находимся между. Мы не хотим больше санкций в России, мы не хотим разделенный мир. Нам нужно думать конструктивно, потому как все крупные игроки могут сосуществовать вместе для того, чтобы выстроить будущее, потому что иногда они это не понимают, сидя в Вашингтоне, что это не игра с нулевой ставкой, здесь не имеет смысла в мире вот это противостояние между США и Китаем. Это абсурдно и это опасно, и нам нужно остановить принятие той или иной стороны и создание новой холодной войны. Я думаю, Казахстан, да и все, в принципе, весь другой мир, у них нет никакого именно интереса в человечестве в целом, но это должно быть самое важное, особенно для Центральной Азии. Это очень практичный момент. Я огромный сторонник инициативы «Один путь». Я абсолютно сторонник того, чтобы у нас была выстроена зеленая экономика, цифровизация 5G, то есть все это очень важно. Сделайте то, что нам нужно, но с другой стороны, я говорю своим друзьям в Европе, не рассматривайте инициативу «Один пояс и один путь» как какую-то враждебную инициативу. Вам нужно, наоборот, туда вовлечься, то есть попытаться сотрудничать. У нас сейчас есть мост 5G, который связывает всю Евразию между собой. У нас есть цифровые технологии, у нас есть огромные евразийские энергетические системы. То есть сейчас уже мир будет работать. Поэтому я думаю, что это вот основной важный момент, что я пытаюсь каждый раз, каждый день повлиять, чтобы американцы не смотрели на Китай как на врага. Да, мы также надеемся, что инициатива «Один пояс и один путь» продолжит свое развитие, станет более зеленым, более цифровым и более инклюзивным по всем странам. У нас есть один вопрос от аудитории касательно устойчивых целей развития. Так как у нас рынки развития сталкиваются с ограниченными финансами, с ограниченными инвестированиями в данный период. Как вы думаете, развивающиеся рынки столкнутся ли с трудностями в части того, что они действительно смогут достичь цели устойчивого развития? Да, конечно, это будет огромным вызовом в части финансирования. Я могу дать пример из своей собственной страны. США потратила 5 триллионов долларов за последние 12 месяцев на борьбу с ковидом. То есть 2,1 триллиона долларов – это в марте 2020 года и 90 миллиардов в декабре. И сейчас 1,9 триллиона в марте 2021 года. Президент Байден только что озвучил еще 2,3 триллиона доллара программы по инфраструктуре, которая, я думаю, пройдет в Конгрессе США в следующие несколько месяцев. И это все в общей сложности 7,3 триллиона долларов. Также администрация Байдена, они хотят ввести еще один пакет, возможно, еще на несколько триллионов долларов, для того, чтобы победить бедность США. Поэтому мы можем потратить много, дополнительно 8,9 триллионов долларов на борьбу с ковидом и бедностью. Но нет никакой развивающейся страны, которая сможет приблизиться примерно к такому роду финансирования. Поэтому нам нужно подумать, как мы можем мобилизировать крупные суммы финансирования зеленой и цифровой экономики Казахстана или других развивающихся рынков. И, конечно же, есть здесь роль частного финансирования. Я думаю, что у нас должна быть огромная роль именно в многостороннем развитии. Например, такие банки, как Азиатский банк развития, Банк по инфраструктуре, АИД, Китайский банк развития, Европейский банк развития. То есть я думаю, что я бы рассмотрел балансовую стоимость этих банков и увеличил стоимость их капитала, чтобы они смогли, в свою очередь, стать основными агентами для огромного расширения инвестиций в развивающихся экономиках. Я думаю, это все осуществимо. Ставки у нас довольно низкие. То есть мы можем через вот эти банки развития, конечно же, повлиять и использовать эти финансы для структурной трансформации и инвестиций в инклюзивность. И именно вот это я пытаюсь развить. И мое предложение для ООН и для своего собственного правительства США и для других правительств, это расширение именно финансового международного банка. Спасибо за вашу работу, которую вы проводите. Мы все живем под одной крышей в едином доме, и этот дом называется «Наша планета». И вопросы климата, вопросы устойчивости – это проблема не одной страны, это проблема всего мира. Поэтому спасибо за всю работу, которую вы проводите в ООН. И по устойчивости я надеюсь, что больше людей будет понимать, и больше технологических компаний, больше зеленых компаний будут появляться на развивающихся рынках и начнут новое производство. Спасибо за то, что вы были с нами. Была огромная честь видеть вас среди участников. Мы надеемся увидеть вас в следующий раз вживую. Как только ситуация станет лучше, мы надеемся встретиться с вами вживую. Спасибо. Были рады с вами увидеться. До свидания. К концу стоит отметить, что это был невероятно насыщенный и познавательный день. Благодарим всех за участие. Еще больше о технологическом развитии, трансформации сферы образования, о профессиях будущего – завтра на сессиях Нобельфест. Не упустите возможность установить ценные связи и встретиться с единомышленниками и наставниками во всех областях науки. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...